Девушки отдыхают Катяна наступил долгожданный день. Екатерина Токарева простила его и приняла обратно. А Венцестов, несмотря ни на что, до последнего надеется разбудить в Кате былые чувства. А чтобы продолжать добиваться возлюбленную, он остался жить по соседству с ней в городских квартирах. Закадычных подруг Катю Клесниченко и Варвару Третьякову многое связывает. Помимо парней, с которыми они по очереди строили отношения, есть и общий враг Оксана Рязко. В последних сорок девчонки перешли на оскорбление родителей Оксаны и в ответ от ненавистницы услышали много неприятных слов. Представляете, вчера невсебешно орет, что все мои татухи – это сатанинские знаки. Бог ты мой. Даже надо меня так бояться. О, Катя. Я тебе еще раз объясняю. Закрой рот. Поняла меня? С тобой не имею желания разговаривать. Оксана, ты что на ферме работала? Ты пришла, извинилась, а перед всеми извинилась лицемерка. А потом пришла, я начала говорить. К сожалению, никому не нужна лицемерная женщина. Я не слабачка. И тебе отпущу, и я отпущу. Поняла меня? Ты можешь мстить, Оксана, до конца века. Поняла меня? Дело в том, что, Оксан, ты либо не прощай людей, либо не лицемерь. Мою семью не трожь. Оксана, твоя семья никому нафиг не нужна. Она нужна только тебе. Понятно? Кто вчера сказал уголовщина? Кто позавчера говорил? Варя сказала. Ну, Варя, а кто ей подпевает науки постоянно? Оксана, ты когда увидишь, что кто-то как будто на уши поет, тогда я вступаю в конфликт. Гражданка Токарева! Ох, Боже, испугалась, пипец! Екатерина Сергеевна, Явин Горжановский, Инстаг Владимир Ильич, прокурор городских квартир. Пройдите. Екатерина Сергеевна, вы обвиняетесь в том, что вы нарушаете... Общественный порядок? Вы нарушаете законы любви. Вы ведете себя непотребно. Вы совершенно отбились от рук. Что с вами, прокурор? Я могу сказать одно. Вы приговариваетесь мной, Венгаржановским, Венцеславом Владимировичем, прокурором городских квартир, к заточению. Потому что ваше поведение нужно исправлять. Прошу проследовать за мной. Пойдемте, Екатерина. Пойдемте, Екатерина. Пойдемте, идите сами. Я даже вас вести не могу. Вперед! Проходите сюда. Вперед! Я держу ее. Рот закрыла быстро. Оксана, так общайся со своей семьей, понятно? Я тебе еще раз говорю. Еще раз в адрес моей семьи что-то скажешь. Значит, приедут, оторвут тебе язык. Оксана, еще раз повысишь на меня тон. Мне ты не авторитет. Я наведу на тебя порчу, поняла? Ты не авторитет. Мне. Оксана, у тебя, к сожалению, нет авторитета. Ты слишком тупая, чтобы понять, что это такое. Не хочу тебе уподобляться, чернявая. Ты в жизни не уподобляешься, не Оксана. Я не хочу тебе уподобляться, чернявая. Я тебе еще раз объясняю. Ты слишком глупая и неграмотная женщина. Безобразовавшая, украинская девчонка. Оксан, когда ты покоришь хотя бы одного мужчины, построишь здесь отношения, ты будешь кому-то что-то говорить, поняла? А пока что тебя чфокнул Глеб и выплюнул. Оксан, оскорбление и вот этот тон повышенный, гопли и красные глаза. Я как девушку не красил. Когда я собирала вещи, они ко мне пришли. Понимаете, и начали говорить про уголовников, про то, про сё. Хотя накануне, извинилась, зашла лицемерка. Прости меня при Агаши, при Самсонове. Екатерина Сергеевна. Меня учили только драться. Я могу сказать тот момент, что вы должны исправить свое поведение. Вы нарушаете общественный порядок. Меня нарушают. Общественный порядок в взаимоотношениях с мужчинами. Вы ведете поведение ваше сродни мошенническому, потому что мошенническому в чувство. Где факты доказательств? Факты доказательства на лице. Где? На чём лице? На ваше? На ваше. Вас подкупили. На ваше. Сколько вам заплатили денег? Екатерина Сергеевна, вопросы здесь задаю я. Так вы должны определиться и соблюсти свой стиль поведения, чтобы вы его понимали. Ой, ладно. Вы куда идёте? Вен. Вы отсюда не выйдете, я могу вам сказать. Выйду. Нет, не выйдете. Вы отсюда не выйдете. Да это легко поднимается. Не выйдете. Да, серьёзно. Вы находитесь? Вы превышаете свои служебные полномочия. Я ни в коем случае не превышаю ничего. Я ни в коем случае ничего не превышаю. Екатерина, вы виновны. Объясните мне, пожалуйста, мы что делим? Красоту женскую? Делим какую-то стапу тут у нас? Или что мы делим просто с вами двумя оборзевшими? Вот и всё. Ну, это, знаешь, я давно сталкивалась с тем, что девчонки меня некоторые недолюбливают. Хотя я плохого ничего не делаю, потому что, может, ты от природы красивее, чем она. Может, ещё что-то. Может, она видит, что более успешнее. Хотя я не сказала бы, что я каких-то здесь вершин добилась. Вторая обложка, да, вторая, для меня это действительно, ну, я радовалась. Знаешь, там первая обложка, дом-два, вторая, мы втроём были на первой обложке, на сентябрьской. Вторая февральская будет обложка, да, там внешне изменилась. Успокоилась, поспокойнее стала. С мужчинами стала общаться совсем по-другому, не как раньше. Я откуда-то корону взяла. Все февральские номеры ей дали, да, на обложку. Это ещё не значит, что себя тут все любят и обожают. А это всё, что Оксана просто сиськи себе сделала. Пипец у неё, событие века произошло. Что-нибудь поинтереснее Оксана может происходить, кроме того, что она сиськи себе делает? У неё соотношения милажа. Да, она там не нравится парням. Вот вроде, она парадокс. Человек парадокс. При достаточно красивом лице, вот на моём... У неё миловидное лицо. Да, ну... Но самое ужасное, что ей 23 года, а выглядит она на 30. И знаешь, из-за чего? Из-за того, что... Подача. Да. Поддержка. И вот форма. Вообще вот она... Она себя как будто чувствует мамочкой взрослой. А на самом деле, по своему уму, она ребёнок наивный. Оксана на год у меня младше. Но я вижу, что она, блин, дуровинда. Да, очень глупый человек. Очень глупый. Ну, если бы ты был бы прокурором, возможно, бы у меня ещё чувство возобновили. Екатерина Сергеевна. А так? Стой к тебе. Екатерина Сергеевна. Это всё муляж, поэтому... Кто там? Так, кто там? Спасибо. Кути, кто зашла? Я не зашла, меня кузин кто-то затащил в свет. Я ещё спрашиваю, у какого... Что ты на меня орёшь? Я ещё раз спрашиваю, какого ты туда пошла? Я туда не шла. Я туда не шла. Какого ты туда пошла? Ты видел, чтоб я шла туда? Какого ты туда пошла ещё? Я туда не шла. Я тебе запретил с ним общаться. Какого ты вообще там делала в твоей комнате? А я что, общалась? Чего ты там делала? Они меня украли. Чего ты там делала? Они меня украли. Не, что, сейчас ему пойти голову разбить или что? Ты что, офигела? Воню, что ли? Какого фига ты туда пошла? Что ты меня не пойму, что ты испугаешь? достал, Юр. Иди себе прилично. Что, смешно тебе? Я ни с кем не... Тебе смешно, так вперед! Ни с кем не... Вали отсюда! Так вали отсюда! Вали, иди к Венцу, вали! Пошла в жопу, Духарёв. Вали отсюда, иди вали! Я тебя видеть не хочу. Мы очень рады тебя опять видеть на поляне. А я как рад приехать? Да. А в принципе результат-то какой, Лёша? Достаточно плачевный. Получается, за одну неделю ты сменил трёх девушек. Что дальше будешь делать? Кучу вещей вот навёз, захламил. Никуда, ничего. Мне не надо приплетать к Лере и Кряске. С Лерой и Кряске всё... Ты с ними жил? Объявлялся парой? Целовался? Нет, всё пройдено. Это всё было... Через силу неправда. А что с Варей у тебя? К Варе у меня не то, что к Лере и Кряске. К Варе у меня более серьёзное какое-то отношение. Я давно заметила, уже несколько месяцев. Как ты около не уходишь к Гоголям? Да, мы с ней флиртуем, как бы там... Она отвечает взаимностью, флиртует. А чем тебе нравится Варе, Лёша? Просто она мне внешне симпатична, она мне приятна. Вот прям ты видишь, и она вся целиком тебе нравится? Да. Какая есть. Да, какая есть. Вот эта быдла ставил, тоже нравится. Да, какая есть, она мне нравится. В ней нет ничего лишнего. Нет никаких напрягов, никаких... Я вот хочу, да, за Варе поухаживать. Лёгкие отношения, да? Да, поухаживать. Не свободные, а лёгкие. Мастерко, умеет ли вообще Лёша ухаживать? Нет. Ухаживал ли он за тобой, делает ли он какие-то тебе приятные? Ты знаешь, если Лёше на самом деле искренне нравится человек, ему это надо, он может поухаживать. У него нет подачи, он стесняется там как-то вот показать. За периметром он как шёлковый, а здесь, знаешь, брутальная маска альфа-самца, его она сковывает. Его просто нужно учить, подсказывать ему. А так он в душе хороший, отзывчивый парень. Почему он не ухаживал за тобой? А зачем? Ему что-то ничего не надо. Потому что там у него было за периметром. А сейчас-то его уже киданули, поэтому ему сейчас придётся... На мне всё как раз-таки и закончилось там за периметром. Оксана. На мне как раз всё и закончилось там за периметром, когда мы жили в городском Косфиле. Ты всё сняла. А? Как-то ночью он приходит и говорит о том, что Оксана меня лишили машины, и такой вот, знаешь, как вот кошара нагуленный такой, что всё, он остался без всего. Поэтому сейчас, в силу своего эгоизма и в силу своих, ему это нужно. Может, он там подарит цветочки, там, да, всё это будет. Но остальное, не, она не зацепила его. Иди сюда. Я не уйду. Я не уйду. Ай! Ай, дай руку! Ай, дай руку! Не уйду, бля! Юра, хватит! Да, Юра, хватит! Нет, уйди, пожалуйста! Нет, я уйду! Иди сюда! Юра, ты что, офигела, не пойму! Дай руку! Ай! Ай, ну что ты делаешь? Я не уйду! Да чё вы меня доводите, блин? Юра, ты можешь успокоиться, блин! Уйди от тебя! Я не уйду! Без, уйди, пожалуйста! Я никуда не уйду, Юль. Ты ему даешь повод общаться, ты. Ты не даешь ему повод общаться. Я никуда не уйду. Нет, блин, уйди, пожалуйста. Пойдем, коня накормим. Все, 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 не прижимай. Все, все, все. Уходят, уходят. Все, все, все. Пойдем лошадь кормить. Ты можешь его не трогать. Тебя не унижают. Пойдем лошадь кормим и вернемся. Блин! Юра! Я никуда не уйду. Юра, успокойся! Давай поговорим о твоей судьбе в качестве отношений с Алексеем Самсоновым. Я, наверное, не совсем готова к новым отношениям, потому что, ну, только отношения закончились, да, там, к человеку, у которого чувства были, да, и они не пропали, они все равно коллегу присутствуют, да, там, пускай, может быть, я не хочу там это так вот показывать, да, то, что у меня там к нему все так тепло, да, потому что, ну, были какие-то неприятные моменты, которые заставили, ну, просто эти чувства убить, да, внутри. Так ты их убила или они остались? Ну, чувства за такой короткий срок, ну, не удается никому, да, там, заглушить себя, просто, грубо говоря, они закрыты сейчас на замок, и, ну, я не пытаюсь их, ну, показать, потому что, ну, не хочу пока, да, там, на данный момент не вижу смысла, да, там чувства есть, но смысла нет никакого. Вот, и поэтому, может быть, я, ну, не могу Лехе ответить сейчас взаимностью, потому что, ну, не могу я новые отношения начать, боюсь чего-то. Ну, поцеловались, да? Ну, да, такие небольшие поцелуи были, как бы, вот. А ты чувствуешь с его стороны искреннюю симпатию? Да. Лёше нужно пополнить список своих любовных побед, ради этого он сделает всё, что угодно. У него давно уже не было после Алины таких реальных удач, реальных единичек в его донжуанском списке, да, где он, как бы, хранит всех, кто прошёл через его постель. Поэтому, я думаю, Лёша сейчас очень много сил приложит к тому, чтобы всё-таки после Алины у него ещё с кем-то получилось, с Варей. Алина. После Алины, последняя, которая была у него, как бы, да, которая была недовольна почему-то, значит, он постарается, видимо, наизнанку вывернуться, чтобы действительно добиться Варю. И, скорее всего, зная Лёшу Самсонова, его харизму, скорее всего, он добьётся своего. А что касается Вари, она, в принципе, мне кажется, настроена на Лёшу, сейчас не подпускает его просто потому, что держит марку и старается, как бы, ну, маленечко цену себе набить и тоже правильно делает, как девушка. Но, в конце концов, она скоро его подпустит и даже, может быть, без особых каких-то ухаживаний, да, у них состоится волшебство. Что такое? Отожирал лошадь? Ой, ё-ка-ка. Блин, попали. Да угомонитесь, блин, двери мне не ломайте. Стихи читай. Откройте дверь, о юная краса, Сквозь время Откройте дверь, о юная краса, Побрите на груди у Венца волоса. Венц, не ломай мне двери. Откройте двери, Екатерина. Да не ломай мне двери, достал. Откройте двери, Екатерина. Я говорю, не ломай мои двери, отвали. Откройте дверь мне Не открывай дверь Да не надо открывать никакие двери Юр, успокойся Выходи, Юрчик, на лошади покатаемся Что сейчас это было? Лошади такие? Это я ее торможу Мне кажется, это потому что ты внутри ее сидишь Скажи, что делать нам? Скажи Подскажи нам, что нам делать Что? Подожди Варька А я сказала, что коллега у нее есть чувства Она куда не ушла, она ее просто закрыла Она замок прячет Она хочет, чтобы ты за ней ухаживала Она хочет все это забыть И если у тебя получится Выместить Олега из ее сердца Да? Да А лучше? Не знаю Ладно, будем пытаться У меня есть такой вариант Что Олег Захочет Щелкнуть тебя по носу Кто? Олег Не буду переживать Ну как? Возьму тварю Ну и что? Я не буду это делать Я же уже говорил А каким образом? Она что, моя? Она тебе нравится Ну это не важно Ну пока что она не имеет влияния Нет, это не важно Не важно? Я думаю, не получится И все равно вы, Юрий, здесь не правы Быстро Я захожу Вен, суди, пожалуйста Вен, суди, пожалуйста Реально, ну мне не надо Этого всего Сними эту грёбану Сними, пожалуйста Почему? Сними, пожалуйста Нет, я ничего не буду снимать Я пришёл Потому что сейчас придёт Юра Он тебя расфигачит Бук тела Катюш Короче, пусть он тебя расфигачит Сделать тебе харакири Меня это не волнует Катюш, а ты вообще жестоко Из-за первого, что нет чувства с Олег А Наталья говорит, что есть чувства с Олег Я не сказала, что есть чувства с Олегой Я сказала, что Ну и сам не сказал, что он обманул Нет, я тебе говорю, что я Я сказала Я тебе говорю о том, что Я хоть ему там Для всех говорю, что нет, нет Там, да, типа Потому что сама сейчас чувствую, что ничего нет Но возможно, говорю, где-то там Говорю, сама все закрыла, говорю И просто не хочу их выпускать Потому что я не понимаю, что это вообще ни к чему Это ни к чему Эти отношения уже никогда не приведут И всё А я говорю, смысла типа нету А ты специально постоянно о нём говоришь Ты же знаешь, что это не правило Зачем ты вечером приходишь? Не говори о нём Приходишь мне и говоришь о нём Это тактика Что за тактика? Ой Сам не действует Ещё тактику выбирает Про Олега мне вечно говорить Зачем? Наоборот, сделай вид, как будто его вообще нет Я ничего не говорю о нём Я просто подкалываю Нет, я о нём вообще не думаю Вообще не думаю А ты приходишь и говоришь Я тебя подкалываю просто А зачем? Я же тебе не полностью речь говорю Ты же решил? Нет А что это такое? У нас будет с тобой Романтик Это романтик? Да Стоп Нет, садись сюда А постели на что не думаешь? Давай постелем Садись, наверное, садись Куда ты садись? Там бревна нет А на то? Да Я думала на то бревна садись Что ты неправильно думаешь всегда Зачем костюм? Подожди Короче, мы с тобой в лесу Давай, чай будешь? Бери кружку Представляешь, что мы в лесу, да? Да А мы, в принципе, в лесу Деревья, свет такой яркий Нет, смотри Ну, честно Я с тобой хотел поговорить Начать разговор с того, чтобы ты не боялась Я сегодня разговаривал с Арина Александровна И с Кадикой или с чем-то, да? Вот И мне говорят, ты чего-то боишься Только непонятно чего Вот Я бы хотел сказать, чтобы меня не боялась И я не буду тебя Так, как ты была в прошлых отношениях С этим балбесом Я не буду на тобой так же издеваться Это абсолютно, да? Я не буду Себя так вести в любом случае, понимаешь? Как бы я тебе могу сказать У меня сердце, да? Оно очень большое Оно сейчас свободное И я хочу тебе именно его отдать Я хочу, чтобы ты его положила У себя в комнате К укровному уголу Чтобы никто не дошел Ты мне обещаешь, что ты это сделаешь? Я думаю, что да Обещаешь? Да Ну пока я там ящик Сейчас я тебе его тогда вручу Что? Пойдем со мной Что это такое? Пойдем со мной Что это такое? Какое сердце? Сейчас я тебе вручу Ты обещаешь? Да Что это такое? Что это такое? Круто Что это такое? Где ты взял это? А? Где ты это взял? Оно чур-чур большое Ну ты обещал же, что ты его спрячешь? Какой ящик нужен для этого? Ты обещала, что ты его спрячешь? А-а-а Криней Круто Где ты такое большое сердце? Это тебе сердце, которое Ты должна А мы занесем его в комнату? Сберечь Занести в комнату Сама Поэтому Сама не могу Это Это твое пока еще Это все для тебя Крюто Спасибо, чего Ты Многие души спуститься У меня только дожди Спуститься У меня только спутиться Где души Крюто Еще надо Не надо ее тролковать Не трогай Не трогай Мроздь Не трогай Не трогай! Не трогай! К бедущим пойду! Хочу, хочу, хочу! Да да, к бедущим пойду! Да, на боль, придурки! Отвалите от меня! Всё, ну я не трогай, всё! Я выйду с твоей, дочерью! Вот, всё, всё! Приди в шопу от меня! Успокойся, ты умоляю! Ты клятся обожил со своей водой! Я тебя не трогал! Я не трогал от тебя докрыва! Я никогда не причиню тебя боль! Никогда! Всё, Юн, всё! Всё, блин! Как, успокойся, я тебя умоляю! Я не трогаюсь, я еду на поляк! Нет, я не хочу, чтобы ты куда-то ехал! Или ты ешь, или я еду! Пожалуйста, Каля, я умоляю тебя! Я не буду здесь с тобой находиться! Понятно? С неадекватом! О-о-о-о! О-о-о! Круто! Это тоже действительно! Спасибо, Киса! Ты такой, что с тобой происходит! О-о-о! 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 Блин! Как круто! Блин! Спасибо тебе! Понесли мы домой? Понесли? Блин, ну нереально! Взял! Блин! Пойдём, иди вперёд! Офигеть! А где ты его взял? А? Где ты взял его? Какая разница! Взял и взял! Блин! Как круто! Сансона! Ты мне обещала его спрятать, чтобы никто не видел! Хорошо! Блин! Я облилась! Сансона! Ты мне обещала его спрятать, чтобы никто не видел! Проходит? Нет? Ниже! 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 Опускайся ещё ниже! Ещё чуть-чуть и всё! Уф! Жесть! Давай, сейчас подожди! Аааа! Я, на самом деле, вон такси включусь! Ого-го! Уф! Аааа! Охренеть! Все мы слыхали историю про большие части тела и органы Алексея Самсонова! А какой самый большой орган он подарил сегодня Варваре Третьяковой, мы узнаем у ведущей Ксении Бородиной! Ну что же, мы об этом, конечно же, узнаем! Но, судя по тому, как сегодня одет Венцеслав и Катя, сразу понятно, кого Катерина выбрала! Кто муж и жена, одна сатана! Сколько сегодня, 33 свидания тебе Венцеслав устроил? И такое, и сякое, и рябое! Да, получается так, очень всего много, очень всего удивлял, и чем доводил Юру до истерии! Естественно, я пыталась как-то успокоить Юру, поговорить с ним, потом попалась я, да, под горячую руку! Естественно, мне это все неприятно, я не хочу мириться с агрессией Юры! Юр! Да, Ксюша! Ну, конечно, у тебя терпения хватает, вообще хватит нам всем здесь сидящим на лобовом месте! Уже сегодня практически было не очень его много, потому, наверное, в коридоре попробивал немного стены, но это такое, это не важно! На самом деле, Ксюша, я так скажу, надоело, когда девушка постоянно один день говорит одно, что, слушай, мой дорогой, мой маленький, мой хороший, все будет замечательно! Я не хочу, чтобы в нашу пару кто-то лез третий! Сегодня же, когда я ей говорю, не иди туда, сиди здесь, блин, никуда не выходи, вообще не реагируй на это все! Она мне тут рассказывает какие-то вещи, да ладно, а что здесь такого, давай поржем, давай поржем! Пошла она в задницу, мне это все надоело, я сегодня же еду на поляну, как она, в принципе, уже ранее не хотела! Не надо нам сюда! Не надо! У нас некий спать! А почему ты хочешь, ты все сдаешься, то есть, в этой ситуации, правильно? Зачем сдаваться, Ксюша, тут нет будущего, тут ничего нет! Кать, вот ты сама потом удивляешься, а почему он роняет меня со стула, я разбиваю копчик, понимаешь, и все остальное! Ты посмотри, как ты выбешиваешь мужика! Вот у тебя реально талант и способность, вот, из мужика, который, в принципе, может быть таким тихим, кротким и так далее, сделать из него психа! Почему Юра себя ведет, как неуверенный себе мужчина, я не понимаю, я сегодня уже все для Юры делаю! Да какая в тебе уверенность? Как в тебе можно быть уверенным, если ты сегодня говоришь одно через пять минут другое? Как тебе, ты здесь, ты юрист, какой ты юрист? Как тебе люди будут подходить потом решать с собой вопросы, если ты не можешь решить свое отношение к человеку, о котором ты говоришь, что ты его любишь? Как тебе потом будут подходить люди? Кто ты вообще такая? Венс, ну ты рад, ты добился того, чего ты хотел? Ксюша, привет Поляна, я могу сказать, что в течение дня я делал лишь Кате приятное, я сделал несколько свиданий, и это дело чистого сердца, я хотел, чтобы она увидела, да, и, ну, относительно меня поменялось восприятие, потому что я понимаю, что вот то, что у них сейчас происходит с Юрой, ну, что, вот ты правильно говоришь, что у нее что-то ко мне осталось, и я это чувствую. Хорошо, у нас есть мнение на поляне, Олег. Ну что, происходит, у нас продолжает происходить очередной бардак, очередной день мы обсуждаем прекрасную пару трио Юры, Венсесова и Кати, ну, конечно, очень неожиданно, что Юра возвращается на поляну, очень неожиданно, что все-таки Венс добился Катю, мы такого точно не ожидали, что у этого четырехзубого героя получится что-нибудь. Ну, а так, собственно, что, ну, Юрка, ну, давай в очередной раз к нам, ты же через пару дней все равно уедешь, смысл? Ты забей в интернете ближайшая гостиная на Крышевановского, поселись туда, ближе будет, зачем 60 километров мотаться через два дня все равно? Не поверишь, больше не хочу. Это потрясающий вариант. Вот. Что, нет, что? Не поверишь, больше не хочется, Маля. Ты живешь здесь ради Кати? Не хочется больше, нет, все. Ты живешь здесь ради Кати? Нет. Уходи с проекта. Да не вопрос. Нет, нет, ты не гонишь, ты гонишь, что ли? Спасибо, Даша. Смотрю на посидевшего и помятого Юрца и думаю, вот еще день назад он говорил, а что, все супер, с Венчиком все хорошо. И тут у меня мысли закрадываются, либо он настолько недальновидный и глупый, Юруша, извини, а либо это все в очередной раз игра какая-то. Но если ты опять играю, Юр, ну это надоело, если ты сейчас приезжаешь на поляну, а потом опять скачешь с тортовыми цветами туда в город, то больше мы тебя здесь не примем. Я тебе серьезно говорю, это будет последний раз, если ты сейчас приезжаешь. Дашка лично встанет у ворота грудью. Лично, лично, лично встану, а грудью у нас не встану. Хорошо, не поеду, я сюда обратно, к Эмире. Хорошо, если это окончательно без поворота, тогда собирай свои вещи, переезжай на поляну. Мы тебя с распростертыми объятиями ждем. Венс дальше продолжает добиваться Кати, а вот Евгений Кузин что-то хотел сказать, Жень. Я хотел бы, Ксения Якимовна, вот чего узнать у вас. Возможно ли мне, да что возможно, чего уж говорю. Я сегодня возвращаюсь на поляну, завтра с утра переезжаю в городские квартиры, живу в городских квартирах, в двух комнатах. Я рядом с Венсом, с Венсом Катя рядом. Но только не приплетать. А ты хочешь что сделать, помочь Венсу Славу? Не приплетать, я помогу ему советом. А в субботу моя жизнь немного поменяется. Хорошо, замечательно. Ладно, Женя может пока остаться, начни приехать на поляну, собрать вещи и остаться в городских квартирах. Спасибо, Ксюша. А мы переходим к следующей теме. Спасибо, Ксения. Но долго это сколько, Леша? День, два, месяц, сколько долг? Нет, я готов ждать сколько угодно, там два, три дня, мне без разницы. Ладно, Варя, у них глупостей много в голове, она их совершает. Естественно, за периметром Варя бы обоссалась бы. Она меня недолюбует, потому что, может быть, потому что у меня успешность более на проекте. Я не знаю, в чем она. Итак, Катя и Варвара воюют против Оксаны Рязки. Все, на все, на никакой войны нет, бред полный. Просто вчера зашли в комнату в городские, да, там что-то про Оксану, просто разговор начали заводить. Не в какой-то там грубой форме, а просто Оксана начала мрази, не мрази, то есть понеслось. Мы даже ругаться не стали, мы просто стояли, улыбались, смеялись над тем, что Оксана стояла, вопила глаза, пена, опять вот это вот все влазило из нее, как нечисть нечистая. То есть мы просто улыбались, нам было смешно. Просто мы с Варькой сошлись на том, что Оксана нас не раздражает. Тем более у меня с ней вообще, в принципе, конфликта нет. Я поняла, что я не права, что говорила какие-то вещи, для которых вчера извинилась. Но, ну, как бы я предполагаю, что Оксана не любит Варю, потому что все мужчины... А чем вам вообще делить, почему вы не любите Оксану? Вот она вам говорит. Да мне нужно, что ее не любить. Это вот, в принципе, я понимаю, что Оксана не любит. Да, там, какое-то когда-то было время, там, Зедойно, она пыталась его добиться, да, потом на детекторе показала, что она Олега там безумно хотела, да. Сейчас мы с Лешей что-то пытаемся, да. И всех этих мужчин она хотела когда-то, к сожалению, да. И они, ну, всегда был в ее сторону отказ. Оксана. Берье льется, Ксюш, только сык, рта. Я первая этот конфликт не начинаю. Она меня недолюбует, потому что, может быть, потому что у меня успешность более на проекте. В чем она, Оксана, в чем она? Оксана, в чем в желтой курточке, в шапке, в меховой? В том, что я белая, белая девочка, а ты черная, запятная девочка. А в чем это? В том, что... Блин, в том, что я тебе еще раз объясняю. Когда вы были подругами, скажи, пожалуйста, когда ртуть, ты даже заселилась в службу, там и комнату, где была ртуть. Оксан, ты завидуешься, что дружбу со стороны? Вы какая дружба? Вы объединились против меня. У Кати Токарева вчера была свидетелем. Кать, расскажи про наш табор. Девочки, Катя Колесниченко и Варвара, возомнили из себя, бог знает что. Я просто не пойму, откуда такая храбрая стала Колесниченко. Я помню, когда я ей шпроты хотела выливать на кровать, она говорит, я клянусь, клянусь, помою. А сейчас я не пойму, из-за того, что... Кать, твой макияж, и сам, бля, березка меня пугает. Да мне плевать. Из-за того, что ты пытаешься варенной абсолютно бездумной, бесстрашной какой-то смелостью на камеры, которая может кидаться и драться со всеми, ты пользуешься как бы ей как охранником, понимаешь? И стала смелой. На самом деле, мне просто... Нанела меня, чел. Девочки, уже прошло то время, когда действительно мы все здесь ругались, все дрались, разбирались. Давайте уже заканчивайте с этой порой. Не негативьте, девчонки, будьте женственны. Кать, ты растешь, зоны уже здесь нету, понимаешь? К свое время, когда ты с сестрой здесь устраивала зону, уже прошли те времена. Я понимаю, что ты себя исчерпала, ты уже не знаешь, что себе делать. И ты начинаешь с самого первого своего дня прихода вести себя так же. Но ты уже два года, уже расти, меняйся и показывайте свои отношения. Ладно, Варя, у них глупостей много в голове, она их совершает. Естественно, за периметром Варя бы обосалась бы на Андрея, как что-то сказать. Даша, бывает мнение, что Варя и Катя объединились вплотную вдвоем против всех. Вот, Даш, ты что считаешь? Да нет, я такого не вижу. На самом деле, здесь другая ситуация. А Катя тут, в данной ситуации, она, естественно, с Варей не дружит. Она там, на самом деле, ей завидуют страшно, потому что Лёшу и Самсону встречаются, с которым Катя хотела встречаться. С Майами отношения получились, с которыми Катя хотела строить отношения. В принципе, Варька-то у неё всех мужиков отбивает. И тут ещё Оксана Рязко затесалась каким-то образом. Просто, как бы, ну, как сказать, нужно же негатив какой-то свой сливать куда-то. А ты, Оксан, не реагируй, пожалуйста. Если ты знаешь, что вот так будешь на всех пылить, ты очень, знаешь, такой простой вариант, с кем можно хорошо поругаться. Потому что ты на всех всегда реагируешь. Ну, будь уже посложнее, ну, уже как-то, знаешь, не знаю, будь хитрее, не давай возможности. Девочки, нет, мнений было кучи. Я думаю, что, как бы, естественно, вы будете себя оправдывать. Варя и Катя говорят, нет, нет, мы не такие. Но порой действительно было бы неплохо прислушаться к мнению коллектива. Ну, и напоследок, сегодня было супер-мега-трипа-мипа, крутое мега-шоу, которое устроил нам Алексей Самсонов. Жалко, я не была свидетельницей. Всё для к ногам красногубой Варвары. Лёш, Варя скоро сдастся, по твоему мнению? Не знаю, я даже на это не рассчитываю, как-то я жду. Но я сказал, чтобы она с этим не затягивалась, если она не хочет пострадать. Ты же говорил, я ненавижу ждать. Нет, я и сказал, что я долго, у нас такой разговор был, что я не люблю долго ждать, абсолютно, да. Если ты будешь затягивать с этим моментом, ты как бы об этом пожалеешь. Но долго это сколько, Лёш? День, два, месяц, сколько долго? Нет, я готов ждать сколько угодно, там, два, три дня, мне без разницы, мне абсолютно без разницы, Ксю. Я готов хоть столько ждать, понимаешь? Хоть столько, хоть два-три дня, два-три дня, хоть сколько. Хоть без разницы, хоть сколько, ну на крайнях четыре, на крайнях, если уже всё, если уже всё, вот прям вот. А там прогиб? Ну, а дальше? А там на пят уже прогиб. Нет, Ксюх, я буду ухаживать. Варвара, это большой срок, четыре. Мне самому, мне интересно, я никогда так не ухаживал, я не делал такие романтики никогда никому здесь. Лёх, я тебя знаю давно, я знаю одного, что ты обмана не потерпишь. Вот мне хочется понять, Варя, если ты его за нос, за его здоровую водишь, то как бы действительно, да-да-да. Для нас большой, никто водить не собирается, мы совершенно это всё. Ну, то есть у Алексея есть шанс, или ты всё это делаешь ради чего? Конечно, есть. Чтобы позлить Олега, там, или что-то там. Да-да-да, по-любому так. Я это делаю ради только... Ну, нет, мы делаем то, что нам нравится, да, мы пройдём вместе время. Ты готова к новым отношениям? К серьёзным отношениям? Сейчас нет, я уже и Лёша, я потом говорила, сейчас не готова к новым отношениям, поэтому не хочу... А через день, через два будешь готова? Не знаю. Через четыре на крайняк. Через четыре на крайняк, да. Не, ну, время покажет, я хочу, чтобы мы просто пришли обоюдно к этому, да, чтобы я была полностью к этому готова. Но вы ещё даже не целуетесь, насколько. Ну, так. Майами. Заврались. А Варвара с тобой успевает флиртовать между свиданием с Алексеем? Нет, заврались оба, врут. Он врёт, она врёт. Ничего у неё к Лёхи нет, у Лёхи Кварки ничего нет, это игра специально для меня, чтобы меня позвить. Я знаю всё. Я знаю всё, всё. Спасибо огромное, Барин Санна. Я так думаю, что здесь уникальный случай в истории телепроекта и в истории жизни телепроекта Алексея Самсонова. Дело в том, что Варвара как раз та девушка, которая уже отказала Лёше. И сейчас она говорит о том, что она не готова к отношениям, да, ухаживать. И Лёша совершает невозможное. Он начал ухаживать. Он просто взорвался, как в танце своим салютом сегодня. Молодец, Лёша. Варя, ты просто умница. В отношениях других девушек они все готовы были открыть свои объятия. Сразу Варвара делает абсолютно по-другому. Лёшу зацепила. Я вижу. Единственное, здесь есть подвох. Главное, чтобы Олежке не захотелось щелкнуть по носу у Самсонова Лёши. Если он это захочет, он это сделает. Для этого тебе нужно не всего лишь поиграть сегодня в футбол. Никаким образом не получится щелкнуть. Серьёзно? Да. Ты идёшь пыльёй играть в футбол, он спит с Варей. Даже если он вернёт её, или ещё, или не вернёт, она не будет с ним, а будет со мной. Никаким образом не получится. Хорошо, мы посмотрим, что же будет делать Варвара Третьякова с сердцем Алексея Самсонова. Также я знаю, что Светлана хотела что-то сказать. Свет, мы тебя слушаем. Ребята, я хотела сказать о том, что я сегодня ухожу с проекта, с телепроекта. А что такое, почему? Ну, возникли кое-какие вопросы, проблемы, которые нужно решать срочно. Может, мы как-то можем помочь своими проблемами? Нет, Ксюш, я не думаю. Есть определённые обязательства в финансовом плане, которые я должна выполнить. Ну что же, если есть, собственно говоря, действительно проблемы в финансовом плане, нужна работа, любовь должна подождать какое-то время. Поэтому мы сегодня прощаемся со Светланой. Это был телепроект Дом-2. Постройство любого, спасибо. Подождите, ребята, давайте скинемся. Настойчивый Венцесса Канжановский весь день добивался Екатерину Токреву. Удивлял её неординарными поступками и попадался под руку разгневанного Юрия Слободяна. И всё же добился своего. На лобном месте Юра отказался от отношений с Катей и решил переехать от неё на поляну. Варвара Третьякова и Катя Холесниченко не намерены мириться с Оксаной Рязко, которая, по их мнению, является провокатором всех ссор. А Оксана считает, что конфликты происходят по причине зависти девчонок. И справиться с ненавистницами в одиночку ей сложно. Поэтому Оксана решила пожаловаться на них своей подруге Дарьей Пынзарь. Я точно говорю, это Варя, она нормальная девчонка. Просто, понимаешь... Влияние, может быть, тогда... Ну, нет, ну, Катя с ней начала дружить, потому что она ей завидует, на самом деле. Катя ей вообще завидует. Она её как сопер... Не то, что... Знаешь, она её как соперницу держит. Она её, на самом деле, терпеть не может. Я точно говорю, видит в ней соперницу. Как они похожи. Ну, они любренетки, но при этом, ну, у Варьки, смотри-ка, сколько. И туда, и сюда, и мужики все к ней идут. И Майами с ней всегда хочет быть. Ну, я не сказал сегодня, что он вообще не хочет с ней быть. С кем? С ней. С Варей? Да. Он сказал, вообще не хочет. Я тебе говорю, они сейчас сойдутся, вот увидишь. На зло Самсонова. Я думаю, а прикинь, если он её затащит в шкаф или куда-нибудь. Кто? Майами? Майами, да. Я тебе говорю, они сойдутся. Она поведётся. Ты точно говорю, она прямо на него реагирует. Да, она поведётся. Они вчера просто начали на меня. А как не реагировать, когда она начала говорить про семью? Про мою опять? Порча, порча, наведись на Оксану, прицепись. Порча, порча, наведись. И ни с кем не снимись. Оксана, она кукла. Кукла, в воду. Нет, посмотри. Чтобы волосы твои сломались. Не вырвайся, не вырвайся. И секлись. У Оксаны на лбу крест. Она говорила, что она честная. Посмотрим. Резец. 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 Где Резец? Он никогда не справится. Вот. Это её молочная зель. Повыше, повыше подними. Чтобы Резец всегда торчал вперёд. Чтобы он никогда не справился. Вот. Смотри. Оксана говорит, что она никогда не бухает и не пьёт. Мы доведём порчу на пьянство. Алкоголь. Коля. Пьянство. Пьяная. И петь уже был. Порча, порча, наведись. И к Оксане прицепись. И никем-то и не светись. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я думаю о себе. Чернота. Черная порча. Неприятности. Проблемы. Все сюда. Все сердце и демоны. Все сюда. Все сюда и здесь. Порчи. Пороки. Все сюда. На эти вещи. На эту посуду. На эту комнату. Все сюда. Пойдем. Пойдем. Стой. Пойдем. Кукла. Куклу поставь. Чтобы все это сбылось. Смерть. Головой вниз. Ура. Порча. Порча, порча, наведись. И с оксаны не сведись. Порча, порча, наведись. И с оксаны не сведись. Порча, готовь. Пошел. Пошел он. Пошел он. Я приютила, разрешила в городских пожить. Минуточку, кто кого приютил? Я тебя в городские привела, понимаешь, сказала, ладно, поухаживай за мной, поживи. Что значит, ладно, ты что, мне одолжение сделала, Катя? Да, сделала тебе одолжение. Что ты сказала? Что мне сделала? Да что ты говоришь, это я тебе сделала одолжение, что я прервал некоторые свои дела и приехал за тобой поухаживать. У меня были несколько другие планы, я за тебя их нарушил, Катюш, так что, это я тебе сделал одолжение, как бывшей жене. А ты себя как повела? Как я повела? Это я тебе сделал одолжение, ты мне должна быть за него благодарна, Катюш. Бери руки. Почему? Я не твоя женщина. А чья ты женщина? Ну не твоя же. Моя? Нет. Да. Чего ты это делал? Да. Нет. Да. Да, Катя. А чья ты? М? Чья? Ой, Финанс. Понятно, что ты... Катя, ну куда ты уходишь? Да. Я тебе говорю, как ты уходишь? Да. Это все сатанистские движения. Я тебе говорю, они на себя называют, на себя они пичат в беду. Это нельзя делать такие ощущения. Может, было как-то шутливое было? А что у меня с ботиньком? Сейчас. А ты через ботинь. Ты через ботинь. Вот, только не надо, только аккуратно. Сейчас. Это им язык кто-то дал уже? Да, они мне залили всю обувь, дорогой. Всю обувь залили, всю обувь. Да ладно. Андрюх, спасибо большое. Они мне всю обувь итальянскую залили. Ты видела, Жанна? Ты видела, Жанна? Я вначале ржала, а потом смотрю... Да массачка просто. Просто из-за незаворожения. У меня сюда шабашки. Смотрите, вот это не капал. Иди сюда. Не капал, чтобы. Я им устраю райскую жизнь. Там вот, где ручка, выбивай там дверь. Иди сюда, обмакинь, я обмакинь. А где? Я в шапках. Вот где ручка, выбивай там дверь. Вот где? Видишь, вот где? Назло у меня, куда я била. Сильнее. Сильнее. Ещё. Гомби по ней. Сейчас, иди. О, открыла! Открыла! Иди сюда. Опа-на! На кровать прям. Вообще, просто, ну, вся ситуация, мне кажется, вы единого яйца не стоит. Все хороши, все ругаются, все подкалывают друг друга. И мнения достаточно такие остренькие высказывают. Что с одной, что с другой. Конечно, в принципе, там все хороши. И поэтому мне сегодня не понравилось, да, вот такое преподнесение, что девочки загнобили бедную ряску. Да ряску кто загнобит? Оксана далеко не бедная девочка. Сама очень острый на язычок. Там девчонки тоже острые на язычок. Все хороши. Ну, я пока не вижу такого глобального ничего в этом конфликте, чтобы прям вот переживать. Ну, просто обычная женская конкуренция все равно. Оксана очень сильно провоцирует. Знаешь, когда вот это вот все время говорит, да вы мне завидуете, да я здесь лучше, да вот вы моим успехом. Я вот тоже пытаюсь понять, какие супер успехи. Ну, типа, она же на февральском номере журнала-то будет. А мы что с тобой должны уже это, коронами потолки не задевать, потому что у нас две обложки? Дело в том, что Оксана, ну вот она считает, что ей все должны. Понимаешь, Оксана считает, что она мега-суперстар. Они черные, а ты белая волшебница должна быть. Ты должна всю комнату одежду засыпать мукой. Ты белая волшебница. Слушай, Женя, а завтра ее вот так будут ведущие. Лучше, что она будет правой за эту ситуацию. За что ведущие ее будут? Подожди. Наоборот, если она ничего и будет делать, она будет правой. Нет, если ведущие за это будут, с ними сторонами согласиться, потому что в наших сказках, в нашей стране добро всегда побежает зло. Они черные, ты белая, ты фея. Ты зашла и вот так... Есть мука? Есть, есть мука, я тебе сейчас дам. Есть, у меня есть. Летка, давай. Твой, конечно. Не, ну просто я же блондинка. Слышишь, умнее было бы, умнее было бы, по идее, если бы ты на что не отреагировала. Не надо, думаешь? На, посмотри. Ты овца, ты что там несешь? А ты овца! Меня вчера с рисом узнал с Майами, подстрекатель. Подожди, они меня залили в всю комнату. Ну, а ты как белая фея? Залили, засыпь всю косметику, одежду. Ну, одежду, наверное, не надо. Не надо одежду. Ну, обувь надо. Они мне обувь залили. А, ну, значит, обувь. Ты белая фея. Тра-та-та, тра-та-та, спровоцировал кота. Нет, не надо, не надо. Я думаю, не надо. Не надо уподобляться. Я тебе говорю, вот мне кажется, здесь девочки, каждая считает себя самой классной, самой крутой, самой замечательной, понимаешь? И от других как-то похуже себя. И поэтому у них вот конфликты на тему, блин, а вот вообще ты считаешь себя лучше, да ты с ума сошла вообще? Я круче, я успешнее, а у меня звезда, а у меня обложка, а у меня еще что-то, вот они и ссорятся. Ну, Оксана взяла, как бы, такие, знаешь, слова из контекста, который раньше говорил Алиберш, помнишь? Мне все завидуют моим успехом. Я вообще просто... Я уже даже не помню, что это Алиберш. Слава Богу. Так я тебе скажу, знаешь, короче, ситуация в следующем еще что. Она девочек упрекает просто в таких моментах, в которых сама очень часто замешаны, понимаешь? Поэтому я как бы удивляюсь. Я вот слушаю со стороны, и каждая, кто упрекает, на самом деле, сама в этом участвовала. Печень, фу, жестко воняет. Жесть. Жестоко. Такая вонь трупом каким-то. Трупом. Да, буча базарить, все портит. А не допрыгается, что я просто начну покупать книги по магии. Реально это изучать. Дай мне в магазин съездить, я хочу фруктов. Кать, а я хочу тебя, и что с этим делать? Я хочу фруктов. Ты хочешь фруктов, я хочу тебя. Фу, еще и печень. Фу, жестко воняет. Просто. Я сейчас омою все с хлоркой. Жесть. Жестоко. Такая вонь трупом каким-то. Трупом. Фу. Фу, меня затошнило. Сейчас я вынесу. Фу, жестокая порча. Пипец, бедолага. Там такая вонь трупом. Ну, ну. Нет, это же чересчур как бы. Оксан. А? А Жека все сидит на муку провоцирует. Не, я не буду мукой, Жень. Я в свое время, знаешь, что, дашь на дашь делала. В итоге я... А может, риса? Жень, я не буду этого делать. Я умная девочка. А может, риса? Ну, не делай, не делай. Не хочешь, не делай. Я тебя этого не прощу. Давай. Вали меня. Вали. Вали. Дай пройду. Куда? Туда. Папец, ну хватит меня трогать. Я расскажу всем, правда. Не срать. А ты знаешь, какую? Мне поликатик. Ласточка. Ну, здесь под одеяло хоть ничего не скотина. А ну. Боняет, да? А намокло? Нет. Просто запах остался. Сейчас забрызгаю. Пахнет горелым хлебом. Да? Да. Когда же уж эту лапшицу. Мне так понравилось. Я бы в таком стиле мутила какую-нибудь тему. Такие, знаешь, как представления. Пойдем по этой теме, девочки вообще. Верь мне. Да, будь чем базарить. Все, портит. А не допрыгается, что я просто начну покупать книги по магии. Реально это изучать. А что, блин? А за это ничего не делают, при чем? Да. Даже статьи такой нет. Прикинь, мы реально покупаем какую-нибудь книгу по Вуду, какую-то черную магию. Начинаем читать. Ага. То-то-то, то-то-то, то-то-то. И в качестве эксперимента начинаем это исполнять, этот обряд. Идиотки. Тупорылые. Господи. Они думают, я буду Дашь на Дашь, я буду умней. Язык ей на кровать положила, пусть с ним ночует. А он как на самом деле похож на такого, знаешь. Откуда-то нашли язык. Да где-то взяли, заказали. Ну, где взяли-то они. Слушай, а это на меня отразится-то, да, их обряд? Да прям-то че. Да они же не чернокнижницы. Лерка, давай мы реально с тобой сдружимся, будем белыми феями. А это чернота, пусть будет черной дверь. Я даже ругаться не хочу. Нахрен они нужны. Вот. Я говорю, мы будем отношения строить белые феи, а эти чернота, пусть сидят. Катька, например, на палки в колеса вставляет, чтобы только не была Варька с Майами. И поэтому она вот бегает и весь день не выходит из комнаты. Ну, Катька, да, она такая трудная, она этот, Варька-то смелая. Катя же вот тут стояла, Варя зашла в комнату. Катька сытца заходить. К тому бежала, короче. Катька такая, она ас и прячется. А это прет, да, Варька. Я здесь буду ночевать, я решила. Венц, не надо здесь ночевать. Почему ты против? Потому что я против, иначе я уйду. Уходим с проекта прямо. Хотел бы я на это посмотреть. Да, сейчас. Я же знаю приказ, что ты никуда не уйдешь, Кать. Вот эти разводы оставь для Юры и всех остальных, Кать. Венц, я просто переночу в другом месте, но есть где с кем ночевать. А ты сегодня не уйдешь с проекта, в смысле не уйдешь никуда. Выйду. Ты меня плохо знаешь. Я тебя прекрасно знаю, Катюш. Да. Катюш, нет. Ты как концы, и дай мне в магазин съездить, я хочу фруктов. Кать, а я хочу тебя. И что с этим делать? Ты хочешь фруктов, а я хочу тебя. Ну, понятно, что думаешь только о себе, я это знаю. Ты тоже думаешь только о себе, а хотя о фруктов. А почему я должен думать о тебе, ты мне кто? Я? Вен, я пройду. Ласточка, успокойся. Да я спокойно. Ласточка. Ласточка моя, ласточка. Закрой глаза. Закрыть глаза? Закрыть? Да. Отвернить. Ну? Синий полотенцем. Нет. Все, можно. Эти синие цветы для тебя, Оксана. Вау. Это цирпаны, да? Салваты цирпаны. Маленький мой. Ты моя хорошая. Моя хорошая. Ты хочешь сделать ей приятно. Маленький мой. Ну? Какие были, хорошо все? Да. Какой красивый букет вообще. Молодец. Маленький мой, сейчас я соберусь. Маленький мой, Ашечка. Ой, ну хватит, я знаю, перестань, я знаю. Здравствуйте. Добрый день. Я помощница главврача, меня зовут Мукумбаева. Алектина Ивановна, я главврач, меня зовут Финошкин, Аристарх Кондратьевич. Екатерина Токарева здесь проживает? Да. Ранее у нее был поставлен диагноз болезнь копчика, но вчера она так активно таскала сумки, что понятно, что скорее всего он снова повредился. Копчика Дранус. Я и сделал, ребята, массаж. Нет, не сделал, тогда проходите к нам вы. Да. За Катю, когда вы расскажете, как это делать, эти процедуры, и мы сделаем вам. Садитесь, пожалуйста, сюда. Алектиночка, я очень боюсь. Не переживайте, не переживайте. Алектиночка, очень боюсь. Поворачивайтесь, сейчас мы будем вам вас ехать копчика. Алектиночка, я боюсь. Не бойтесь, не бойтесь. Ну, Алектиночка, не бойтесь. Ну, Юрий, успокойтесь. Я вас умолю, подождите. Садитесь, садитесь. Так, что у нас с пациентом? Алектиночка, родная моя. Все, так, держите, смотрите, значит, накидайтесь. Смотрите, здесь у вас находятся копчики. Да, копчики. Раз, два, три. Выучите этим движением. Теперь, следующий, следующий момент. Вы набирайте, набирайте в эту клизму, набирайте теплого-теплого индийского чая. Обязательно он должен быть индийский. Градусом 38. Славляйте, вставляйте и лечите. Вы пока, пока я лечу, пока я лечу Юрию, надо лечить Катеньку. Катя простулась, вон у меня глаза открыты, я вижу. Екатерина Сергеевна, как у вас самочувствие? Больше на поле, больше на поле, смотрите меня. Вы так хорошо смотритесь вместе. Я уже определилась. Валентин, да? Своей фамилией очень сложно найти Макубаева. А с именем так подавно. Нет, я прошу вас, знаете, пожалуйста, на осмотр. Посмотрим Макубаева. Макубаева, ты говоришь. Вот проснулась. Катенька, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Ничего, что я вашего парня уважаю от вас? Лови, что ты делаешь? Что с тобой? Вы куда? Не успел. Не успел. Пациентка, откройте дверь. Леша Самсонов отсутствует в периметре и не знает, что на поляне собирается заговор. Сегодня на мужском голосовании в первую очередь против Самсонова собираются голосовать его обиженные бывшие девушки. Стало известно, что у Алексея Роман за периметром, и девчонки поняли, что с ними Леша просто играл. Теперь каждая из них больше не заинтересована в нем, как в мужчине. Лера Мастерко уже увлечена новеньким Сергеем. Оксана Риаско принимает ухаживание от Олега Майами. А Варвара Третьякова вчера призналась, что до сих пор влюблена в Олега и с Лешей быть не хочет. Ребята, давайте поговорим сейчас еще раз о любви, отвлечемся от мужского голосования. И поговорим конкретно о Вареньке Третьяковой, которая сегодня ночью призналась в разговоре с Катей Глесниченко, что она до сих пор любит Олега Майами, а Леша Самсонов – это так для прикрытия. Майами, скажи, пожалуйста, может быть, ты ошибся и сегодня подарил цветы не той девушке? Может быть, нужно все-таки не Оксану Рязку обнимать, а подумать над тем, чтобы вернуться к Варе Третьяковой? Я подарил той девушке цветы, которую я хотел подарить. У меня нету супердиких чувств, как Саня Рязки. Она мне не нравится. Мне, не знаю, у меня вчера желание проснулось – обнимать ее, поцеловать, подарить цветы. Это нормальное чувство. Мы здесь имеем на это право, на нашем телепроекте, где мы, собственно, должны это делать. Строить любовь свою. Что касается Варе Третьяковой, Коля, у тебя безумная улыбка. Что отличает тебя от Венцеславы? Это твое наличие зуба почти всех керамических. А так Варе Третьяковой – это все же забытое прошлое. Сегодня ночью, я знаю, что у тебя был разговор с Катей Колесниченко, где вы, где ты, и призналась о том, что тебе не нужен Алексей Самсонов, что он очень требовательный, он тебе напоминает твого молодого человека. Да и Катя Колесниченко, в принципе, согласилась и подтвердила все это. И сказала, что действительно, нет, нет, с Лешей не надо, не надо. Вот он очень сложный, он очень тяжелый. Вот эти все романтики. Было такое у вас? Ну, был такой разговор, что, ну, Леша, наверное, не совсем тот человек, с которым бы я, наверное, смогла отношения построить. Я немного другого хочу. Зачем тогда обманывать-то саму себя, обманывать Лешу, давать ему какие-то надежды? Почему нельзя сказать ему было в глаза вчера, сказать, Леха, ну, ты классный как друг, но вот отношения, извини, я люблю Олежку. Нет, просто Леша это все знает, мы с ним неоднократно об этом разговаривали, и Олехе я объясняла, что, ну, пока я не знаю, что я не знаю. Я не могу начинать новое отношение. Просто Леша делал, ну, очень приятные вещи, да, там, романтики, ухаживания. Я в какой-то момент подумала, что благодаря этому всему я смогу забыть Олега. Но, к сожалению, меня почему-то как-то, ну, отталкивает, что ли от Леши. У тебя не получается забыть Олега, а потому что ты не хочешь, во-первых, этого делать, вот, во-вторых, он постоянно у тебя перед глазами, ты его постоянно видишь, тебя вообще он радует, его нахождение рядом. Ну, скажи, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что Олег Майами подарил букет, огромный букет цветов Оксане Рязки? Спокойно, потому что знаю, что это все показуха, что Оксане моднозначно не нравится, все мы знаем, как он к ней относится, с каким презрением, что он про него говорит. А по поводу того, что назло ли мне, ну, навряд ли, но все же где-то, Олег, вот, он что-то делает, да, и он смотрит на меня, на мою реакцию, тут же. Я знаю одно, что Олежка никогда к ней не вернется, как бы, ну, зачем, для чего, нового ничего не произойдет, а то, что она... Откуда ты знаешь, подожди, откуда ты знаешь, что Олежка никогда не вернется к Варе? Откуда, почему ты так считаешь? Ну, я уверена, это... На чем основывается уверенность? Ну, моя уверенность, мое мнение, все, он к ней не вернется. Ну, всякое мнение должно на чем-то основываться. А то, что она сейчас локти кусает, она хотела уделать нос мне, она кричала вчера, она ответила буквально о том, что, вот, смотри, все твои мои мужики, все наши, вернее, наши общие мужики, все уходят в итоге ко мне, она говорит, а ты остаешься неудел, ты мне завидуешь. Ну, так вот, ее бывший мужчина сейчас со мной, и к ней он никогда не вернется, я знаю, что... Ну, не я, значит, у Олежки будет какая-то другая девушка, но не Валя Третьякова. Клянусь, никогда ничего с Самсономом, вообще никогда. А он улыбается, увлекает. Я прям клянусь, вот я клянусь, говорю, все, что у меня есть, всем клянусь, никогда с Самсономом ничего не было. Он ко мне приставал, там, да, как бы все это было, типа... Ему надо реабилитировать себя. И, типа, я ему сразу говорю, нет, Леш, типа, ничего не будет, типа, вообще, даже не думаю вообще, никогда без отношений с парнем спать не буду. Ну, все. Ему надо реабилитировать. И он мне это, а потом я с Самсоном говорю, типа, что... Вот видишь, и он меня бесит, что он меня сейчас засаживает, что ей доверять нельзя. Я до последнего его поддерживаю. Вот до последнего дня, но когда он после Нового года приехал, и мне врет, что он взял машину эту в рассрочку. Меня тут вообще понесло. Ты какой имеешь право меня вот так вот засаживать? Ты родителям моим звонил. Я прекрасно понимаю, что ты деликатно можешь общаться с родителями, тебе это как два пальца об асфальт. Ну, зачем? Ты говорил, что ты самая близкая, все. А потом такое говоришь, что мне доверять нельзя. Это ему верить нельзя. Он дружит с Бородиной из-за того, что он хочет дружить, из-за того, что она в кругах хороших общается. И подставляя это периодически, с хорошими знакомыми можно пообщаться. И еще шпильнуть каких-нибудь девок. А потом кичится, я стою и спал, я стою и спал. А она-то того-то жена, а она-то того-то, понимаешь, любовница. А я спал, я наставила мрага. Я скажу, что... Просто разочаровалась, просто вообще. Потребитель. Сегодня с голосованием? Да. Большинство против Лёши Самсонова. Да, вы что? Я вообще, честно, вот сейчас слышал, там нет, и я вообще не верю. Ну, почему против Лёши? У него день рождения вообще сегодня. Бывшие девушки возникли. Бывшие девушки-то кто? Ну, ты же помнишь, когда это началось, тем, что он тут делает у него отношения теперь? Ну, насколько я знаю, он же расстался с этой девушкой. Говорят, что нет. Если выгнать Алексея Самсонова, то очень получится пара много на проекте. Потому что Самсонов, он, знаешь, он ни с кем не строит отношения. Но он, ты моя мастерка, не смотри ни на кого. Ты, Варя, тоже не смотри ни на Олега. Иначе я Олегу расшибу шею, понимаешь? Ты, Рязка. То, он, знаешь, он держит всех вокруг и не дает мальчикам поставить отношения. То есть приходит там Андрей к нему, говорит, а что, можно поговорить? Че, пошел, там, знаешь, такой бешник. И, естественно, мальчики, они замыкаются. И не могут раскрепоститься из-за того, что Самсонов, ну, своей какой-то дедовщиной. Не спи на моей кровати. Ушло три мальчика, я помню. Вот прям за одну комнату. Ты был тогда, помнишь? Хотя, я не понимаю, почему они ушли. Они нормальные, перспективные, молодые парни. Но одного Леша вот так вот ткнул носом, головой. Второго он запрещал спать на его кровати. Третьего там тоже как-то зашугал. И мальчики, понимаешь, ходят вот так вот по стеночке. И боятся, ну, как бы, вообще проявить симпатию к девочкам. Потому что, как бы, типа, они с Самсоновым, там, мастерку тоже, да, которая страдает от того, что Леха ей не дает строить отношения. Она говорит, Лех, я не твоя девушка. Почему ты меня запрещаешь? Почему ты их зашугиваешь? Реально он зашугивает всех. И парни не могут раскрепоститься. Что Олег где-то, знаешь, сжимается, стесняется. Сами девочки позволяют. Вот я уверена, уйдет Самсонов, все пацаны раскрепостятся. Олег. О, ты хорошая. Да. Ты же будешь женственнее, говорю. Не убирай мои руки. Я не убираю твои руки. Ну, ты убираешь мои руки. Сейчас я подкрашусь. Не зли меня. Мы так погуляли, это надо... Ой, ну ты скажу в туалет, то я не успею в туалет. Я хочу тебя. Хочешь меня? Так иди вот тут в туалет. Я хочу тебя. Ты сильно хочешь в туалет? Кака хочешь? Так иди сюда-то. Не, не, я пойду вообще. А, ну да, не надо сюда какать. Я адски хожу в туалет. А, ну тогда ладно. Тряпочку, тряпочку. Папа, я с тобой. Тряпочку. Сейчас я подкрашусь, освежусь. Давай. Самсонов вообще вчера нехорошо получилось. Мы с Катей с ним разговариваем. Я ей историю рассказываю, Самсонов зашел такой, стоит в дверях. Мы такие, ну типа, мы разговариваем, да, ну такая тема. И он такой, ну понял, что как бы отмораживаемся от него. Ну тебе он вообще прям никак, да? Тебе все хуже и хуже, мне кажется. Чем больше он ухаживает, тем тебе хуже. Вот мне такое ощущение. Может быть, потому что… Простоты и легкости я не стала в общении. Вроде все нормально, но вот эти движения, вроде все классно, да. Как бы любая девчонка, мне кажется, ей нравятся такие моменты, когда там неожиданно принес там букет роз, да, там просто куда-то заехали, он там принес в кино, там посидели в ресторане. Вроде все так классно, но как-то, короче, ну не то. Нет, ты не права, не то, не с тем. Ты же тяжело рассталась с Олегом и не отпустила еще его. Олег, а он вот вроде отпустил, но поддергивает меня. То есть как бы он не отпускает до конца. А что он отказывается? Помнишь, я тебя спросила вчера наверху, а что, флиртовал, ты говоришь, да. А он, я, да нет. Он Самсонова боится. Боится Самсонова? Сто процентов. Из-за Лехи много таких моментов тут было, прям миллион вообще. Да. И еще есть такой момент, если он начинает унижать парня, то девушка бросает этого парня. То же самое было, когда Катя бросила Майами. И Леша очень много тут пар, ну вот. Да, он много пар портит реально. Либо не дает им просто создаться своим вот этим авторитетом таким, вымышленным причем, авторитетом. Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Мамочка. Здравствуйте, здравствуйте. Ты кто? Он бьет тебя. Он обманывает тебя. Он красится твоей косметикой, когда ты спишь. Нет, да нет, сюда! Я расскажу, я расскажу все. Ты знаешь, кто был первым у него? Если он знает про косметику, то не мерь его. Знаешь, знаешь, имя первого у него? Григорий. Лепс. Я все расскажу. Вставай, пойдем ко мне. Пойдем, пойдем, ну не бойся. Я не отпущу свою женщину, рода ты ебер. Пойдем с ней. Пойдем с ней. Нет, рогатый. Я прошу тебя. Нет, рогатый. Я прошу, я заберу сейчас вас двоих. Тихо, тихо, мы идем. А вот за тобой, я слышал, ребята, скоро придут. Вставай, пойдем. Вставай, вставай. Ну давай, пойдем. Давай, бери ее на руки. Бери на руки ее. Ну что с тобой, бери быстрее. Слабак, Слабак, Катя, это тебе. Это тебе лук. Это тебе лук. Это тебе стрелы. Это тебе стрелы. Кого убивать надо? А вот глядя на тебя, я могу быть совершенно другим. Привет. Привет. Бросайся. Бросайся. Я познакомлю тебя. Я не хочу, я не хочу. Я познакомлю тебя с другими. Добери меня от него, Катя. Пойдем. Пойдем, Катюшечка. Пойдем. Вам понравится. Кого надо убить? Ну что? Ну ты тварь. Ну что ты прилип? На этой сцене находится Олег Майами, а также все его бывшие, нынешние и, как мне кажется, его будущая девушка. Поэтому я хочу, чтобы он нашел свою девушку, не подключая глаза. Поэтому сейчас в первом этапе Олег Майами попробует найти свою девушку по запаху. Все, все, я чувствую, чувствую. Подожди, сейчас соперки, соперки, сейчас раз, все, готов. Иди вот сюда. Где моя? Нюхай. Где? Она здесь? Да. Моя сладенькая. Иди вот сюда. Я знаю, кто это. Это надо говорить с Олегом? Это кто это? Это Варвара, моя солнышко бывшая. Это Катя Калисиченко, моя бывшая девушка. Это Оксана Рязко, ребят. Я знаю сама от всех своих бывших девушек. А чем пахнет Оксана Рязко? Тоже очень вкусно пахнет. Это что-то связано с освежителем и с фруктами с какими-то. А кто у нас с освежителем пахнет? Тихо, тишина. Это Валерка Мастерко, моя бывшая. Я знаю, слушаешь, нифига его знаю как. Так. Подожди, это как у Оксаны вода. Все. Все. А, вот Оксана. Анюш, вставай сюда. Вставай сюда. Вставай сюда. Ну ты тварь. А ну что ты пришел с ней? Ну что ты пришел? Где отсюда? Что ты пришел с ней? Екатерина, с вами жил уже не год я. Почему нет? И много боли причинил я вам свое время. Я хочу, Екатерина, чтобы каждая стрела Олицетворяла что-либо плохое, причиненное Но и тебе свое время. Но чтобы ты попадала в цель. Если ты не попадешь, значит, я был прав в этой ситуации. Ну а чею, не слыши. В голову, Целься. Ну так близко. Молодец. Молодец. Целься лучше. Лучше. Целься в сердце, в сердце, в сердце, в сердце. Сердце, Целься. Он предавал тебя. Он предавал тебя. Изменял, наверное. Да, давай еще раз, Катя. За все злое, что он тебе сделал. А помнишь, как он предавал? Да. Помнишь, как он изменял тебе? С помощью. Я не пробиваю. А этот запах от его тела. Какой же он противный. Молодец, какая Катя. Молодец. Одно и то же продолжается. На век мучения. Забирай ее, агент дьявола в ад. Рассказывай, Рассказывай. Мы хорошо прогнозим. Просто много красивых женщин. Много красивых женщин. Алкоголь. Красивых. Дэнс. 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 А как же дэнс? А как же... Ну ты тварь. А как же дэнс? А как же девочки? Куда ты пошел? Вернись. Вернись, я тебе сказал. Вернись, что ты делаешь. Что ты делаешь? Я не тушу тебя. Я не... Я не там. Я не там. Вернись, Сальдер. Простаю. Простаю. Она тебя выгоняет. Она тебя предает. Тебе нужна другая. Тебе нужна достойная. Что же ты творишь? Что же ты творишь? Боже мой. У меня заканчиваются силы. Мне придется кофейнуть. Не зыдешь, чертяра. Вот ты тварь, а. Вот ты тварь. Ну смотри. Ты запутался. Рязки две, а должна быть одна. Верно? Да. Так что давай сейчас по массажу определим, кто из рязок твоя рязка. Давай. Как-то медленно она идет. Старая. Оксана, массируйте поактивнее. Почему-то мне кажется, что это... Волосы массируйте. Мне кажется, что это Катя Калистиченко почему-то. Так делала Катя с тобой обычно? Подожди, сейчас она сделала так. Она Катя так не делала. Это варила. Она сделала так. О, моя мастерка тут слева, где держал стыд. Это Катя Калистиченко, я помню ее руки. Это Катька, ты моя дерзкая. Да, я помню точно. Да. Давай третью попробуем. Ой, неряха такая, неряха, неловкая, неловкая. Такая, неуклюжая очень. Не там вообще массирует, где надо. Это Оксана. Подожди. Это только Оксанка так может, да? Ах, ты с... Это... Подожди, это что, Катя опять? Не, это, наверное, Оксана. Тогда четвертая, давайте. Какие большие, сильные руки. Это мужик. Это мужик. Ладно, это была разминочка, не волнуйся. Это четвертая. О, боже, Ирина Александровна, это вы? Или это мастерко. Это мастерко. Нельзя руками трогать, Олег. Это лопата, ребят, я слышу. Олег, сядь ровно, вот как тебя посадили, руки в карманы и не вытаскивай. Ой. Ой. Вот, дождь, а можно я скажу позже чуть? Ага, еще. Ага, супер. Ага. А-а-а! Сильно, ты че, блин? Варя! А-а-а! Кто это? Садитесь, номер пять. Ну, ты выбрал бы какую из этих пяти. Вспомни, номер один, дерзкая. Номер два, стервозная. Номер три, ряская. Номер четыре. Ты знаешь, я тебе скажу так. Сейчас без шуток, без юмора. По всему, что сейчас произошло, мне, конечно, больше всего понравилось, что сделал номер два. Номер два, да? Да. А так, потому что я сейчас встречаюсь с номером три, я выбираю ее. Ну что же, ты можешь снять свою повязку и посмотреть на свою будущую девушку. Я уже слышу. А-а-а! Вверх просто подними. А-а-а! Молодец, Олег. Ну, лишний мужчина. Так что, Олег, все у тебя еще впереди. Будущее выбрал. Это судьба. Олег, мне кажется, ты что-то лишнее делаешь. Нет, я ничего лишнего не делаю. Лишнее это гладить ноги. Это просто спина. Все дети когда-то в детстве писали Деду Морозу письма. Они писали, что хотят кукол, машинки, железной дороги. Не поверите. Катя Токарева писала. Хочу дворника. Вот. Я не хочу быть с этой девушкой, да? Слава богу, что мы можем с ней просто быть друзьями. Последний поцелуй после жаркого лета. Вен Цеснов, опираясь на поддержку Жени, сегодня устроил два романтических сюрприза для Кати Токаревой. Ее молодой человек Юра Слободян сегодня отреагировал на это с юмором и начал подыгрывать ребятам. Для Олега Майами ребята сегодня организовали проверку. Он должен был выбрать свою девушку с завязанными глазами по запаху и прикосновению. Олег точно отгадал ароматы парфюма Кати, Бари и Леры. Однако потом запутался и вместо Оксаны выбрал Ирину Александровну. Кроме того, намекнул, что из всех девчонок точно узнал Катю Клесниченко. И ее аромат и массаж понравились ему больше всего. Я столько к слоних ем. Любишь меня? Да. Люблю тебя. Я тебя тоже. Люблю тебя. Люблю его. Знаешь, мы с июня месяца столько времени вместе. Господи, мы действительно с ним вообще столько здесь всего пережили, столько всего увидели вместе с ним. Родная душа. Постоянно ругались раньше вообще с ним. Вот такого периода у нас вообще не было, чтобы мы не ругались. Каждый день ругались, когда раньше в Майами на поляне жил. Каждый день. Хотя я скажу, что за полтора года, значит, ничего такого не делал никогда. У нас практически, у нас не было вообще романтики в отношении. А тут, знаешь, прям так последок, знаешь, изощряется. Знаешь, дорогая ложка к обеду, когда это все вовремя делается, а не тогда, когда уже все поздно. Просто, например, на какой результат надеяться. Вы все такие мужчины, когда вы что-то его не цените, а когда растают, теряете, вы начинаете что-то делать, да? Нет. Что нет? Не все. Просто бесит вот это вот, знаешь, когда что-то в отношениях ничего не заставить, из-под палки нельзя было. Ой, да что я буду делать, да мне это не надо. А сейчас, знаешь, изощряется три свидания на день. Ты понимаешь, что... Хочешь, я тебе расскажу, что из всех запах мне понравился больше всех твой. И всегда нравился. А еще я... Ты про духи? Я еще очень много раз занимаюсь сексом, представлял секс с тобой. Да-да, ты сейчас вспоминал. Ты в жопу. Серьезно. А что ж ты себя вел, как чмошник, когда я приехала к тебе жить с тобой? Не знаю. М? Не знаю, очень много ошибок по-на делали. М? Очень много ошибок по-на делали. Причем у него еще все внезапно были, резко и неожиданно. Ну, скажи, у тебя тогда была такая тема, что ты царь горы? Нет, Мать, у меня не сильно все к тебе так, ну, как-то подостыло. А потом, после всех этих конфликтов, всех ситуаций, потасовок ужасных, вообще, не знаю, я прямо... Олег, мне кажется, ты что-то лишнее делаешь. Ну, нет, я ничего лишнего не делаю. Лишнее это гладить ноги, это просто спина. Нет, Олег, в принципе, лишнее прикосновение, но ты можешь сесть со мной. Ну, не хочу, Кать, если бы я хотел себе сил, я же захотел погладить тебя, поэтому подошел и погладил, понимаешь? Ну... Я сегодня хотел сказать тебе просто, ну, я хотел выбрать тебя, честно. Я хотела, знаешь что? Я знал, я был уверен, что под номером два это ты, я знал. Я хотела сказать два, но я не мог. Почему? Не знаю. Ты знаешь, я просто... Ну, правда, Олег, очень хорошо отношусь к криварке, я знаю, что у меня есть чувства. Чего ты кривляешься? Чего кривляешься? Ты хочешь, ты меня так воздух ссалал или что? Угу. Хочешь, ты меня воздух ссалал? Или типа так... Давай. Это не хватает чего-то на твоих губах. Чего? Моих губах. Угу. Моих. Ага. И на твоей груди тоже не хватает моей руки. Угу. Ну... Хочешь, скажи, 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 скажи. Не знаю, ты вот такие вещи плохие делаешь. Не знаю. Не знаю. Блин, Олег. Подойди ко мне. Ты помни, кроме обсуждений на проекте, есть еще такая тема, как... О, это правило бумеранга. Я знаю все. Погищи. Я все знаю. Ты с вами неоднократно замечал, как к тебе все возвращалось. Ты знаешь? Слушай, я этого не боюсь, честно. Если что-то вернется ко мне... А вот слезы практически, понимаешь, невинные слезы человека, который испытывает тебе чувства. Тебе приятно будет, если Варя будет плакать? Ну. Что мне нужно сделать, Катя? Мне кажется, нужно сделать так, как чувствуешь. Да. Это давно надо всегда... Это всегда надо делать так, как чувствуешь. Поэтому у тебя есть девушка Оксана Рязко. О, что? Я не хочу. Я сейчас перестала сила. Ты для крабовой доски будешь меня хотеть, и что? Олег. Придется тебе притворяться... Не притворяться, а представлять меня. В сексе. Очень много с кем. Ночь. Ирина Александровна открыла глаза. Почистить зубы, одеться или подумать об Алексею Самсонове. Подумала и поняла. У Леши нет девушек, и никто не называет его Альфа-Самцом. Что же будет дальше? Мы спросим у Ксюши Бородиной. Спасибо огромное. Ну что же, до Леши мы обязательно как-нибудь доберемся. А пока давайте поговорим о Екатерине Токаревой и ее многочисленных мужчинах. Как всегда. Давайте, давайте. Итак, Минцеслав, ты где? Я здесь, Ксюша. Так, ну ты позволил сегодня из лука себе и в сердце стрельнуть, и остальное тоже. Много, короче, чего позволил. Но, по-моему, к никаким результатам это не привело. Кроме того, что больше сблизило Катю и Юру. Ну, я могу сказать, что я иду к своей цели различными способами. Опять вернулся Юра, и все вернулось на круги своя. Вот она бреет ему бороду, целует его, обнимает и говорит, как хорошо, что ты не Винцеслав. У меня есть для Екатерины Токаревой сюрприз. Я могу сказать, что, Екатерина, у меня для тебя есть сюрприз. Это то, что ты всегда хотела, это то, что ты ждала, это то, что тебе не мог дать Юра. Три стриптизера? Три стриптизера. Что там? А, пельмени. Букет, но в нем сюрприз для тебя. Я хочу, чтобы ты его взяла и увидела то, что тебе не мог дать Юра. Так много оберки для цветков, но для цветов он не мог дать. Нет, не мог. Да я не буду. Хочешь сама посмотреть? Я не буду сама смотреть. Не будешь смотреть? Сейчас хунтс будет. Можно я посмотрю? Посмотри. Можно я? Сделай это. Ну-ка, подожди, чтобы меня все видели. Да, да, да. Синчай! Раз, два. Что же не дал Юра? Что дал мне Венц? Врывай его. Дворник! Дворник. Зовут его Алексея. Дворника. Спасибо. У меня есть дворник. Все дети когда-то в детстве писали Деду Морозу письма. Они писали, что хотят кукол, машинки, железные дороги. Не поверите. Катя Токарева писала. Хочу дворника. Спасибо. Пожалуйста. Катя, ты принимаешь этот подарок? Не знаю, как Юра скажет. А что я скажу? Ты должна думать и вообще решать. Здесь два дворника, что ли? Что, Юра, Юра купить не может? Бери. Все в семью. Все в дом. Нужны дворники. Думай сама. Юр, ты разрешаешь принять этот подарок? Тогда не буду. Тогда давайте. Все, осталось машину купить. Все, ездить. Значит, будем ездить на заснеженной машине или как? Не, мне впереди нужны были дворники. Поменяем завтра. Ну, Юра поменяет, если то хорошо. Менцеслав тебя просто заваливал подарками в свое время. Катя, что я за это время успела тебе подарить Юра? Ничего. Она не заслужила подарок. Не заслужила. Не, просто если нет подарка, зачем-то праздновать Мистер Рождество, заниматься любовью, как-то странно. Нет подарка! Нет, я это просто точно меня просил, принял к себе. Если есть подарки, от Венца, давай с ним займешься. Ой, ладно, все, короче. А, ну все, так все, решили. Дворники все равно завтра приняли. Ну, дворники все равно завтра приняли. Менцеслав, ну не нужны твои дворники, не разрешают принять Катю? Ну, не разрешают, потому что если бы здесь не было Юры, Катя бы отреагировала по-другому. Я ее знаю уже около двух лет и знаю, как говорится, как облупленную. Ну, благодаря мне Юра наконец-то поставит дворники. Если он этого не сделает, то грошится на его слово. Жень, ну вот ты что скажешь вообще? Ты приехал помогать Венцеславу? Юр, на самом деле Венц вам необходим. Он раздражитель, он действительно делает так, что ты поднимаешься с кровати, ты что-то начинаешь делать. Да, поэтому вы наоборот будьте благодарны ему и относитесь к нему как к подарку. Вот это действительно подарок. Вот подарок, который тебе подарила Катя Токарева. Это Венцеслав. Спасибо всем за внимание. Веду корпоративы. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что же, что вы деретесь-то? Не знаю, что меня бьет. Чего? Слушай, она меня сидит, пинает, ножки бьет. А что мне ротик прикрывать? Надо говорить. Вот, один дворник. Вот некоторые машины дарят, понимаешь, что разлад семья. Тут дворник подарил и уже до драки делал. Делить начнут дворники. Так что завтра я чувствую, ребятки, не нужно быть экстрасенсом, чтобы понимать, как Юра будет собирать манатки на полянах. А учи я сразу. Давайте поговорим, собственно говоря, о либидо Олега Майами. Олег, сегодня с утра ты пришел с букетом цветов для Оксаны Рязко. Для нее? Потом на конкурсе отметился с Ириной Александровной. Да. Потом сказал, что Варька, эхе-эй. А потом полвечера обжимался почему-то опять с Катей Колесниченко. Это вот в чем дело. Что, я на с ума сошел? Ты что, прикалываешься? Что? Да-да-да, было. Ну, Ксюш, я тебе объясню такую ситуацию. Действительно, сегодня утро я решил начать с потрясающего большого букета для Оксаны Иваны Рязки. А потом произошло так, что в течение дня Оксана Ивановна, она потерялась где-то. Да. Тихо. Она пропала. Просто пропала. Я искал Оксана, Оксана. Я ее искал по дому, по периметру. Ее нигде не было, Ксюш. Я начал переживать. Но здесь я увидел у Акатю Колесниченко, да? Она проходила. Я к ней подошел пообщаться. Она проходила. В общем, ну так вот пошлепала ее немного. Оксана, что скажешь? Ксюшенька, можно я скажу? Как бы играя игрой, афера-аферой. Я действительно за искренность, да? И меня это никак не может устроить, в принципе. Поэтому я как бы от этого отхожу. Мы только можем дружить с ним. Слава богу, что у нас за полгода мы наконец-то можем с ним нормально поговорить. Без матов, без криков, без оров. Но в качестве его женщины я не хочу быть. А подожди, ну насколько я понимаю, с утра ты вообще на другое претендовала. На что другое? Ну на другое. На другое? Да какое бабло, господи. Она хотела мои деньги заполучить, которые я зарабатываю в караоке. Бессовестная. На с головы! Ну я не хочу быть в этом гареме. Вот так скажи. Ксюш, кому скажи? Олег. Ксюш, просто я тебе скажу, что никому не дам никогда рассчитывать, да? И смотреть вот так вот на мои деньги, которые я зарабатываю в караоке. Я считаю, что это очень меркантильно. И я не хочу... Я не хочу быть с этой девушкой, да? Слава богу, что мы можем с ней просто быть друзьями. Последний поцелуй. После жаркого лета. Мнение на поляне, ребят. Скажи, выскажитесь. Ксюш, я на самом деле, как говорила, так и говорю. Просто раньше мы ругались, чуть ли не дрались. Слава богу, общаемся нормально. Но ничего большего быть не может. Я объясняла, что, во-первых, Варька мне теперь стала близка. И не хочу ей предавать. Я знаю, что ей будет это неприятно. Не, ну а при чем тут Варя? Если он же типа с рязкой сейчас. А потому что рязка, ну вы все понимаете, что это как бы... Ну так. Мы поржали, и все, прикольная шутка. Понятно. То, что это не желание, мы видели. Это да. Мы говорили, когда ты химбанай, что это просто так. Оксан, что-то девает? Ты, по-моему, сказала, что не хочешь быть с ним. Слушай, ну я же тебе говорю. Я же не допускаю критических ситуаций. Оксан, что-то ты ругаешься. Оксана. Вот и все. Бабоньки, бабоньки, успокойтесь. Мне не нужен Олег, все, ладно. Хорошо, он чей в итоге, Катя, твой, Варин, Ирин Саны, чей еще там, Оксан Ря? Ксюш, я считаю, что Олег может преследовать два варианта. Либо быть с Варей, либо на общак, но в котором не присутствую, я это сто процентов. Врет. Ирин Сану хочет сказать, да? Да, я хотела бы сказать, что, Олег, у тебя не место рядом с Оксаной, однозначно. Вы смотрите, как тетя с племянником. И тебе не место рядом со мной, потому что мы смотримся, как внук и бабушка. Поэтому я тебе говорю, обрати внимание, пожалуйста, наконец-то на ту девушку, за которую ты неравнодушен. Это кто? Я думаю, что это Варя. Катя. У нас девочки, что-то как-то вообще с ума сходят. Они выбирают какого-то мужчину, и вот, знаешь, по очереди с ним встречаются, а потом ругаются за него, кто круче. Но по сути, вот, мужчины показывают, что ни одна здесь не нужна. И Олегу сейчас ни одна девушка не нужна, ни к одной у него ничего нет. Поэтому он так играется. Одну потрогал, другую погладил, третью еще что-то сделал, понимаете? Они между собой ругаются, но они никто никому не нужен просто. Вот и все. И я считаю, что, девчонки, я не понимаю, что вам делить, за что вы ругаетесь. Вы хотите какого-то, боретесь за неискреннее внимание мужчины к вам, но это смешно смотрится. Лера готова всех порвать просто сейчас. Она просто, у нее трагедия. Самсонов ушел. Сейчас надо просто вот свое зло на всех спустить. Оксанка в очередной раз... Оксан, неужели ты прям верила, что Олег к тебе искренне относится? Ты тоже в это не верила. Вареный ивняк, который в миллион пятый раз надеется... Можно я это говорю? Вареный ивняк, который в миллион пятый раз надеется, что Олег все-таки действительно вернется к ней. Катька вообще не знаю, каким боком там приписалась. Ну вот мне кажется, это все смешно, правда. Олег, давай, чтобы разрешить все наши сомнения. Я так понимаю, ты кого-то выбираешь или никого не выбираешь из этой истории? Ксюш, я в основном обязательно поговорю с Оксаной. Мне не нравится, что она обиделась. Я же не изменял. Мне нравится, что обиделась, это другая история. Я спрашиваю, кто из этих девушек тебе нужен. Не могу сейчас ничего сказать. Я не знаю, Ксюш... Ксюш, мама не созвонилась. Ксюш, я не знаю, у меня вчера появилось желание, там, они мне опять понравились всеми. Сейчас что сделать? Я не знаю, Ксюш. Ну, а о какой серьезности разговаривать с этим человеком? Ладно, мы переходим к следующей теме. Это голосование. Я прошу администратора вынести бюллетень. Ребят, когда администратор дает бюллетень, целуем ему руку. У вас есть ровно три секунды, чтобы сделать свой выбор. И начиная с Венцеслава, мы голосуем. Венц. Алексей Самсонов. Спасибо, Женя Кузин. Сергей Сичкар. Не будет дедовщины на проекте, парни могут расслабиться и строить нормальные отношения. Алексей Самсонов. Юра. Леша Самсонов. Поляна. Сергей Пыензарь. Я считаю, что третий личный в отношениях. Венцеслав Жановский, это, домой. Ой, ничего личного, Алексей Самсонов. Адель. Взаимно, Алексей Самсонов. Оксана. Леша Самсонов, всему приходит когда-то конец, ты просто себя здесь и жил. Олег Майами. Быть хорошим человеком для нашего проекта, это мало. Андрей Соколовский. Леша Самсонов. Даша. Лешка, желаю тебе всего хорошего. Я считаю, что как минимум надо голосовать против человека, когда он здесь присутствует. Николай Должанский. Я считаю, надо быть рядом с любовью, даже если она за периметром. Леша Самсонов. Лех, все знаем, что твоя девушка за периметром находится, которой ты испытываешь искренние чувства, и которая очень любит тебя. Лех, прости. Спасибо огромное. Адаш. Алексей Самсонов. Ага, так, кто у нас? Оля. Да, я считаю, что за месяц Андрей себя никак не проявил. Андрей. Андрей. Без объяснения причин. Леха. Спасибо, Лера. У меня есть блюдо холодное. Моя мама сильно разочаровалась с тебе, и поэтому я, чтобы уважить свою маму, Леша, извиняюсь. Ну что же, 13 несчастливое число в 2013 году, и именно столько голосов набрал Алексей Самсонов против себя. Я хотела бы послушать Варю, Катю, которые говорят, что Леша будет счастлив за периметром, потому что сердце его там. Что вы имеете в виду? Просто все мы знаем о той девушке по имени Олеся. Сама с ней лично знакома, да, я просто видела и знаю даже со слов Лехи, как она к нему относится. У нее реально серьезное намерение к этому, ну, к Лехе. И, насколько мне известно, Леша тоже испытывает то же самое к ней. Я не вижу смысла нахождения Лехи здесь, только потому что, ну, на самом деле, его здесь ничего не держит. Все лучшее у него за периметром. И все это понимают. Леша потом за вот это вот нам скажет спасибо. Либо потом, попозже. Пока что он, конечно, может обидеться на нас. Но, к сожалению, у Вари к нему чувств нет. И это тухлый номер был, вот, пытаться как-то ее влюбить в себя. Просто, знаешь, бывает такой период, что все засиживаются и не могут сами уйти. И видно, что это высшая лига там, и никогда не придет сюда. И поэтому, Лех, я на тебя, на самом деле, не даю обиды. Для Кати. Да, Леша очень сильно зашугивает парней своей дедовщиной и угрозами, и драками. И парни боятся, ну, как-то себя раскрыть, раскрепостить. Даже девочки, вот, Катика, Лесниченко, Варя, Мастерко, Оксана Рязко. Он говорит, это все мои женщины, вы к ним не подходите, иначе я вам врежу. Естественно, девочки питают какие-то иллюзии и надежды. Он дает всем стоп, понимаешь, топорит всех парней и девушек. И в результате, что это отношение за периметром. На самом деле, я отчасти соглашусь с вашим мнением, и то, что я вижу в поведении Алексея Самсонова последнее время, действительно только разочаровывает. И меня в том числе, потому что я к Лешу хорошо отношусь и знаю его с другой стороны. Но то, что он творит сейчас, выбивает стулья из-под людей, да, и огрызается, и плохо относится, я согласна. Но я за то, чтобы на самом деле все эти вещи вы в лицо говорили, потому что я все время поражаюсь, когда вот вы мне жалуетесь и все это говорите, но никогда не понимаю, почему ни один из вас не поднимет руку на лобном месте и не скажет это, понимаете, вот ему, глядя в глаза. Ну что же, у меня сегодня нет иммунитета, поэтому Алексея Самсонова, он, правда, не присутствует, но я думаю, что ему все передадут, что он не является больше участником нашего проекта, и некого идти провожать до ворота. Это был телепроект «Дом-2», «Построй свою любовь», спасибо. Слушай, у нас Агаш поднял. Агаш, да. Значит, Ксения, я Алексею позволю с каждым лично поговорить из ребят, пусть они ему в лицо все скажут свое мнение, мне интересно было послушать. Сегодня я хочу уйти, я хочу сегодня уйти, отдельно хочу выделить здесь Ирину Александровну, вы потрясающая женщина. Спасибо большое. У вас потрясающая дочь, зять и, дай бог, у вас будет потрясающий внук. Спасибо. Отдельно всем участникам желаю здесь тем, кто не нашел свою любовь, найти свою любовь и держаться за нее двумя руками. Лешка, тебя с днем рождения. Подарок тебе. Ты вообще, ты мужик. Ты мне подарил. Ну что же, в любом случае, мы идем тогда провожать Агашу до ворот, это был телепроект «Дом-2», «Построй свою любовь». Агаш, я думаю, что ты не нашел здесь свою любовь, да? Но ты показал себя с очень хорошей стороны и твой последний поступок, да, вот здесь именно на проекте, ну, сделал так, что мы поняли, что ты настоящий мужчина и что ты дал шанс своему оппоненту, да, человеку, который, ну, возможно, может быть и нашел свою любовь, может быть нет. Ну, по крайней мере, ты дал ему надежду и шанс взглянуть каждому в глаза против того, кто отдал голос. Да, зря ты уходишь, зря ты уходишь, зря ты уходишь. Спасибо тебе большое, удачи, все у тебя получится. Счастливые! Счастливые! Мы счастливые! Давай, Калян, счастливая, Серега, удачи тебе. И мы счастливые! И мы счастливые! Давай, Лёв. И мы счастливые! И мы счастливые! И мы счастливые! И мы счастливые! Вот так вот получается, Катя. Не хочу я с тобой никуда ехать, ни на чем, никуда, ни как. Мне это все надоело, ты... Определись, Катя. Так, а что мне выгодно? Мне же родители говорят, пускай определится. Чем раньше, тем лучше. Родители говорят? Да, родители говорят. Так ты сказал родителям, что я с тобой вообще-то живу и люблю тебя. Не, я сказал родителям, что вообще-то ты бродишь тут за венцом, ухаживаешь. Все остальное. Как я за ним ухаживаю? Как я за ним ухаживаю, если он со мной ухаживает? Ты что-то перепутал. Даешь ему это делать. Как? Вот так, напрямую, Катя! Сегодняшний день, я не пойду, ты вчера приехал, у нас все было хорошо, ты что опять сейчас включился? Что включился? Сегодняшний день, что я в тебя вцепился как клещ, сказал, я не пойду никуда и все. А? Что смешного? Я не знаю, родители ужасно против, они требуют, что я не знаю. Я тебе говорю честно, мне это уже все надоело. Что они требуют? Чтобы ты определилась, если хочешь. Да я определилась, я сказала, что я с тобой живу. Жить мало. Извини, одно поймел, второе поймел. Они ищут тебя, а вот сейчас какая, кто тебе из них нужен? Ты мне нужна, мне нужна. Я не нужна тебе. Ну вы же ведете самое главное. Я не нужна тебе. Маленькая, как маленькая. Мне просто скучно. Мне с мужиками не везет. Мне не везет, действительно. Почему я твой, я тебе не изменял. Я просто сменю. Ты никогда не станешь моей. Ты никогда не станешь моей. Ты никогда, окрадь. Мне кажется, Оксан, мне кажется, что вот тебе такой балагур, дуримар и нужен. Конечно. Ты такая вся серьезная, взрослая женщина, опытная, опытная. Женщина, 100% котов любви. Да, ну что, Маша, ну что из меня сходится, с того? Малагур, смешно. Выставляйте мне старинку какую-то. Вот знаешь, раньше, смотри, я тебе объясняю, раньше, как вот в древние времена, всегда женщина была за 30, а мужчина был до 20. Как раз половое созревание у женщины от 30, а у мужчины от 20, и поэтому вы сойдетесь на это. Оксан, я хочу строить с тобой отношения, я тебе сказала. Но, Олег, а потом придут девочки, Олег. Майс, я повесь начнала. Ты первый день, мы просто их проверим. Вот увидишь, вот увидишь, придет девочка ко мне, я тебе скажу сразу. Я тебе хочу проверить. Оксан, пусть добиваются. Пусть добиваются. Писса, писса. Я, знаешь, я тебе сегодня приводила Сережу, да? Писса, писса, писса. Писса, писса моя. Ты моя девочка. Я настолько настрадалась, намучилась, перетерпела, понимаешь? Моя девочка. Чего? Чего Сережка такая? Нет, опасно. Слушай, я хочу не спросить. Нравится мне. Чего? Да. Все. Достойно, конечно. Она достойная. Посмотри на нее, она красивая. Посмотри. Это золото. Это не девочка, это сказка. Золото у нее на ушах. Нет, Олеж, ты реально, вот знаешь, я понимаю, ты была гордой. Нет, через 10 только нагуляешься. Маленькая, я не хочу, не хочу, блядь. Ты же здесь живешь, но ты живешь на доме 2? Здесь живу, на доме 2. На доме 2 живешь? Я на доме 2. Вот, ты хочешь здесь показать показательные отношения, историю, любую, хорошую? Хочешь показать любовь? Я хочу тебя. Я понимаю, что ты хочешь меня. Но помимо вот этой вот шишечки, надо еще... Маленькая шишечка, это твой зуб передний. А здесь анаконна, и сейчас она дыхает. Анаконна. Моя ведь. Спасибо. Хорошая моя. Маленькая. Ну да, перегнул опять. Иди сюда. Ну а чего, Олег? Ну что так можно играться? Сколько можно играться? Ну я не верю тебе, ну хватит. Кис. Отстань. Как так? Молодой человек говорит, что ты маленькая, а потом тут же говорит, что он перегнул. Ой, вкусненькая, я тебя люблю. Вкусненькая, блин. Люби, я тебе говорю, Олег, я хочу серьезности. Я серьезно. Более серьезности не в том плане, что замуж, все. Я хочу... Эх. Чтобы... Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Хочу, чтобы мужчина знал, чего он хочет, да? Постой. Того, что он хочет, определился и в нужном направлении действовал. Слушай, ну мне непонятно, знаешь, чего? Что там высказалось два человека, что там я буду голосовать? Хоп, голосование, 13 голосов. Откуда? Я тебе объясню, смотри. Как? Ну, во-первых, ребята новые, которые хотят здесь остаться, понимаешь, что если они подключились, им особо это ничего не стоило. Они там знают Леху. Подожди, а мотивация, ребят? Мотивация будет здесь. Есть новенькие ребята, есть ребята, которые косячные. Да он, вон Каткин, только Юра. Да он вообще косяк сплошной. Против него можно. Венец непонятно, что делать в городских квартирах. Кучу людей. Против кого можно голосовать? Сережа, это ты можешь объективно рассудить и принять решение. Ты объективно рассудил. Я рассудил объективно, я боюсь. Смотри. Смотри. Нет, Сережечка, Сережа, Сережа, Сережечка, он правда единственный сегодня сказал на стройке, что он просто боится. Он сказал себе, что он боится. Вы что, будете? Я вас объективно объяснил, что есть кому уходить. С Сомсонович, вы тоже сегодня уходите. Ты можешь уходить? Понимаешь, есть. Одно, когда решается, кто будет уходить, остались одни пацаны, мы, я достойный. Просто говорят, что он там запугивает ребят. Вот конфликт был с Анимат и с... Это неправда. С Сан-С Андреем. И даже после всех наших ссоры, конфликтов, ситуации, да, я мог тоже против него голосовать. А мне просто, я считаю, что... Нет, он сам потом подходит, нормально извиняется, там, общает, говорит, да не обижайся, третий десятый. Все. О, вернулся. Привет. Лех, ты же ушел, Лех. Может, тебя уже ждем когда-нибудь? В смысле? Когда мы уйдешь? Да. А что ты пришел? А? Ну, нафиг делай. Это Агаш ушел. Нет, я знаю, с ним разговариваю по телефону, пацан нормальный. Да, нормально. Зачем? Ты где чал? А? Ты не общался? Не общался по телефону. Сдалишься на нас? Слушай, что здесь? Есть ты крыса, как выступаете, что здесь? Мне тоже Тигран такой звонит сегодня, уроженье поздравляет. Я говорю, Тигран, ты такой, да ладно, не может, что ты грузишь там? Что ты грузишь там? Я сейчас Катке позвоню, он сюда. Я говорю, вот такая ситуация, он даже не верит в нее в здание. Но я сегодня тоже братья название. Я сегодня в самом шоке был, когда, короче, раз начинается с городских, у нас же голоса из поляны, а то начинается с городских, Леха, 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 Катя, она же с тобой дружит, Токарева. Куда она дружит, она же дружила, выше, было с ней хорошо. Я же знал, кто здесь крыса, я знал, кто-то с кем дружит здесь. Ну, Леха, что значит крыса? Нет, ну извини. Ну ты, ты. Просто как конченая крыса, а что извинять? А что значит конченая крыса? Ну, ни разу против тебя ни разу не голосовал, и про себя ни разу не голосовал. А вы в день рождения, и когда... Просто не смысл, я к вам нормально отношусь, и мне... А что ты, подожди, я к вам могу завтра попросить? И мне как бы, а мне смысл... Пойши, скажи за голосование, если хочешь сказать. Нет, если люди просто смотрели, я так, я ехал, думал, просто если люди, как бы, мне все не принялись, там, блин, она тоже позвонила, там все, будут, сказали, там, держи себя в руках, там, руки не распускай, там, туда-сюда, вот, я говорю, не буду распускать. И сказал, что если, как бы, вы не хотите, допустим, меня здесь видеть, можно было, допустим, в глаза сказать. И ты, и ты могли просто-напросто в глаза сказать, и все. Просто даже... Вчера, допустим, позавчера, что... Леш, ну скажи, пожалуйста, за что нет отношений сейчас с этим? Просто с кем? С Олеси я давным-давно, когда машину отдал, я с ней расстался, с Олеси. Я ей сами на ушке это говорил, и все остальное. Ты же показывал смс-ки, что человек тебе пишет. И смс-ки, да, она мне одну смс-ки написала, а я проигнорировал все. Ну, все. И я знал, что я не отвечал. Да, написала Людин, только... Нет, а что ты завтра хочешь тогда? Объясню. Я здесь нахожусь... Нет, я всплынусь тоже, я здесь, я говорю, я здесь нахожусь два года, да, и мне, как бы, так сказать, ну, не противно, а как так сказать, ну, не стыдно, а стрёмно будет, понимаешь, да, мерзко. Там просто против меня как бы голосуют, и ждать там следующее голосование, там, значит, кто-то надеется. Да не будет, если согласовать, если... Аргумент основной был, что у тебя девушка? Мне все равно такой аргумент был. Нет, я тоже знаю про некоторые отношения, там, допустим, с деперинтом. Кто-то с кем встречается, и достоверная информация, это от близких людей. Поэтому, когда я всегда придерживаю своего мнения, никогда выдавать людей не буду. Нет, Леш, просто кто-то подхлывает к изучению и признается этому, кто-то отрицает. Леша, у меня были отношения, да, Леша. Да, я пришла с ковидущей, но мне пришлось... Нет, Леша, у тебя нет, не истории тут, извини, конечно. Валь, а лучше бы не иметь историю, чем такую историю, как у тебя. Понимаешь, Валь? Я говорю, лучше не иметь истории, чем иметь такую историю, как ты. Такую, такие истории, просто ты недавно на проекте, это очень стрёмно, Валь. Лёш, а чего ж ты мне про стремные истории раньше не говорила? Я тебе всегда не говорю. А что ты мне сейчас так агрессивно тогда, понимаешь? Я тебе не агрессивно, я тебе просто говорю. Агрессивно? Нет, просто я, ну, понимаешь, я как бы, ну... Лёш, ты сам знаешь, что ты собирался уходить раз. Знаешь, знаете, давайте вот расслабиться. Я собираюсь уходить. Некрасиво, да. Лёш, ты завтра-то не ушёл бы, если бы ты не знал. Нет, смотри, я тебе так скажу, я бы завтра не уходил. Лёш, ситуация некрасивая, я согласна, стремная. Но по сути, вот что дальше, Лёш? Ты понимаешь, что девушке там под твоей требованием не подходят? Единственный вариант, который более-менее, ты понимаешь, да, это Варя. Ну и у той, я бы не вижу. Ну, блин, ну и есть у неё чувства, коллегу. Явно ничего не будет. И что, дальше сидеть, депрессировать в углу? Сейчас мы по твоему мнению поступили как рыси. Я уверена, что у тебя будет всё хорошо. У меня всё будет хорошо, я это знаю. Просто никто не понимаешь, как бы, не знаю, мне даже сказать нечего. Мне же пофиг, я никого платил. Да, Лёша, ты знал, что там у нас есть. Нет, нет, смотрите. Он вообще же не понимаешь, куда я? Я не собирался никогда на чём ходить. Здравствуйте, я Ольга Бузова, и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера большинство участников проголосовало против Лёши Самсонова. По мнению девушек, он не способен любить, зато вмешивается в чужие отношения и запугивает остальных парней. С его уходом девушки связывали начало новой эпохи на Доме-2. Однако новый участник Агаш уступил своё место на проекте Лёше Самсонову. Как теперь у него будут складываться отношения в Доме-2, узнаем сегодня. Наступил 3175-й день нашей телестройки. Венцесса Фенгжановский не теряет надежды вернуть расположение Кати Токревой, даже несмотря на присутствие рядом с ней Юрия Слободяна. Венц, живя по соседству, пытается ухаживать за Катей и помогает ему в этом Евгений Кузин, также проживающий в данный момент в городе и пока не нашедший себе вторую половинку. А Алексей Самсонов вчера чуть не покинул проект, потому что многие, недовольные Лёшиным поведением, легко проголосовали против него, причём в отсутствии самого Алексея. В итоге Лёшу спас Агаша Шуров, предложив свою кандидатуру и покинув проект. А Алексей вернулся вечером на поляну и пытался выяснить, почему против него проголосовало большинство, и похоже он до сих пор злится. У меня претензий нету, допустим, кто против меня проголосовал, никому, кроме вот там Варри и Колеса. Всё. Вот кто против меня проголосовал, мне вот было вчера я разобрался, мне было интересно с ним поговорить и выяснить их. А ты поговорил с Варей, с Колесом, и что? Я с Колесом вчера с Варей поговорил, они сидели в доме, я зашёл, сказал, я говорю, что крысы конченые. Кольцо вообще всё разогналось, сидит, молчит, ничего нет. Вот ты, там, это, дальше вот что, у тебя нет отношений дальше, что я говорю, Кать, я говорю, а я тебе... Нет, ты начали говорить, что ты девушка за перенесом. Я говорю, аргументов это нету, Серж, что девушка, мало ли что начали говорить, я с этой девушкой, и даже я с Иринстаном делюсь такими секретами, она и тоже знает, что я с ней. Тензии нету, допустим, кто против меня голосовал, никому, кроме вот там Варе и Колеса, всё. Вот кто против меня голосовал, мне вот было вчера, я разобрался, мне было интересно с ним поговорить и выяснить их. А ты поговорил с Варей, с Колесом, и что? Я с Колесом вчера с Варей поговорил, они сидели в доме, я зашёл, сказал, я говорю, что крысы конченые. Кольцо вообще вчера разогналось, сидит, молчит, ничего нет. Вот ты, там, это, дальше, вот что у тебя нет отношений, дальше, что я говорю, Кать, я говорю, а я тебе... Нет, ты начали говорить, что ты с девушкой за периметром. Я говорю, аргументов это нету, Серж, что девушка, мало ли что начали говорить, я с этой девушкой, и даже я с Иринстаном делюсь такими секретами, я на это узнаю, что я с ней отдал машину и разругался с ней жёстко. Ну не разругался, я вообще не общаюсь с ней. Вот. Я говорю, Кать, я говорю, а у тебя то же самое, я говорю, что дальше-то? Сидит, молчит. Что дальше, тебе тоже 24 года, да, там, или 25, я говорю, что дальше тебе? Сидит, молчит, ну да. Я говорю, хотя, заметь, я говорю, я не понимаю эту тему, не говорю тебе, что дальше, я говорю, про тебя ни разу не голосовал и не проголосую. Я говорю, знаешь, потому что я общаюсь с твоими друзьями, да, там, с Тиграном, я говорю, с Юлей общаюсь, хорошо общаюсь, ты меня через своих друзей мне подарки приносишь, передаёшь. Я говорю, ты что вообще, она сидит, грузится, там, вообще без настроения такая, что, типа, я наделал, я буду сюда. Против Андрея так же, я ему вчера подхожу, он ко мне два дня назад подходит, чуть ли вот так вот, не на Геннадьевна давно, я такой говорю, Лёв, ты против меня, наверное, будешь голосовать. Я говорю, не, Андрей, я говорю, ты что, я говорю, я тебя из-за кого-нибудь другого проголосую, ой, спасибо, спасибо, и против меня бабахну. А Гаш, нормальный парень ушёл, жалко. Меня тоже вообще удивляет, или проект Дон-Два, как бы, в лицо людям, это дело не в Лёше, дело не в том, что Лёша, не Лёша, как бы, вообще по отношению ко всем в глаза боятся люди говорить что-то, вот, все за спиной, все за спиной, мальчишки не было, а они взяли его, переедет с тобой разбираться. Хорошо. Звонил мне вчера он, сказал Винцу, всё, смерть. Ну-ну. Я говорю, тронешь ноги по перелавам, он говорит, хорошо не будет, всё нормально, короче, не приедет, не поедет к тебе. Нет, ну просто я могу сказать, что Алексей Самсонов, я бы хотел оказаться на его месте в том смысле, что находиться, к примеру, на проекте. И жрать, да, много? Нет, и попутно иметь отношения и на проекте, и вне проекта. Кто тебе не даёт этого, Винца? Ну, это неправильно вообще-то. Ну, у мальчишки отношения запередут. Ну, может, я ему завидую. Слушай, ну здесь нет девушек, которые действительно там нравятся Лёше по-настоящему. Как? Катя Колесниченко, Варвара Третьякова, Лена Мастерякова. Да подожди, но они не нравятся, Вин. Что Катя Колесниченко, Варвара Третьякова, что Катя Колесниченко? Вот я сижу, мне тоже ни одна не нравится на проекте. Честно говоря, знаешь же, почему я проголосовал против Самсонова, если честно? Меня подговорила, знаешь, кто? Ой, кто? Екатерина Токарева. Ну, а что она тебе подговорила? Что-то тебе пообещала? Да. Что? И не исполнила нифига. А что она тебе пообещала? Надежду. Коля, ну а ты мне хоть аргументированно, я думал, сможешь обосновать, почему ты против меня голосовал? Лёш, чисто села борьба за уживание вчера. Ну, кандидатов могут быть уходить. Новенькие парни не хотели уходить. Не хотели уходить. А что ж ты кричишь, что этого кореша-то? Лёш, ну, я не кричу на каждом углу, что... Ну, ты знаешь же значение. Когда Лера тебя пыталась пугать, ты говоришь, Лёха, мой кореш, мне ничего не сделает. И я тебе говорю, всегда поддерживаю. Я говорю, Коля, мой кореш, я не буду против него голосовать, ничего не сделаю. Лёш, ты голосовал против меня, такие случаи были? Нет, были такие случаи. Были такие случаи. И я этого не скрываю. Просто ты ни разу против меня не голосовал, а сейчас решил проголосовать. Объясни. Потому что вчера было достигнуто консолидированное решение мужской спальни в твоей отсутствии, что как бы новенькие не хотят уходить. И в принципе никто не хочет уходить. Ну, а я хочу уходить или что? Лёш, тебя не было вчера. И что не было? И что, ты как крыса? Лёша, Коля не как крыса. Ты как крыса? Лёша, борьба за существование. Я не ожидал, что трёх человек это, это Варя, это крыса и это ты. Лёша, борьба за существование не только среди крыс, но и среди Вали. Если бы борьба была между мной и тобой, и ты бы против меня голосовал, я бы вообще ни слова не сказал. Вообще бы ни слова не сказал. Если бы был уже четвёртый круг, и ты выбирал бы там или ещё что-то. Я бы тебе вообще ни слова не сказал. Очень много кандидатов. Очень много кандидатов. Для тебя я имею в виду кандидатов. И ты с человеком, с которым ты там в бане сидел, ржали, общались, знаешь, что здесь долго нахожусь, ты долго находишься, понимаешь, здесь. Лёш, ты знаешь правила, которые существуют. Рано или поздно все мы отсюда уйдём. Не только отсюда, но и из белого света. Здесь всё равно неаргументированно, понимаешь, что ты говоришь, там правила, там всё это. Я говорю, вот от этих, Варя, Колесо и ты, я этого не ожидал. Да, вот именно три человека. Он там что, с самого утра предъявляет мужской? Нет, почему он предъявляет? Я бы не сказал, что он предъявляет. Я его как бы и понимаю, но с другой стороны и не совсем. Да, а теперь побыл в моей шкуре он? Нет, 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 я имею в виду вообще. Что он удивляется, что те люди, которых он не ожидал, предали его. Он побыл теперь в моей шкуре, когда он предал меня? Ну, пускай сидит на жопе ровно. Нет, я про другое. То есть с некоторыми же людьми он нормально общался. Да, а я с ним хорошо, очень хорошо, близко дружила. А потом он так вот меня, понимаешь, выставлял в дураках. Вот я с этой стороны. А с другой стороны я не понимаю, то что, ну, ты не знаю, мне бы как бы било по самолюбию. То есть против меня проголосовали, даже пофиг там, заговор или не заговор. Ну, дают человеку понять, что здесь не место. Ну, как бы так, в принципе, это буквально я понимаю. Не то, что не место, ему дали понять, что он здесь не царёк, чтобы он тоже свою задницу в тонусе держал. Нет, ну, мне бы это было достаточно, чтобы отсюда свалить. Чтобы не ходил тут пальцевеером, понимаешь? Пускай, я не знаю. И всё равно, вот я смотрю на него, мне прям чувство жалости, я к нему испытываю. Какой он сегодня ходил подавленный на зарядке. Алексей Самсонов сильно возмущён поведением многих участников, которые вчера проголосовали за его уход на мужском голосовании. Его обидело то, что в числе проголосовавших против него были девушки, которые раньше уделяли ему внимание. В сердцах он даже думал об уходе с проекта, но в итоге решил остаться. И сегодня вместе с другими одиночками приготовился к встрече новых девчонок. Под ваши бурные аплодисменты мы встречаем девчонок! Вернее, мы встречаем сегодня пока что только одну девчонку, которая добралась до нас, до городских квартир. Девушка, проходите. Здравствуйте. Садитесь. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Мне 23 года. Я представляю город Москва. Как сказано, да? Я представляю город Москва. Город-герой, да. Город-герой Москва. И кому вы пришли? Поначалу... Ну, давайте я начну так. Такая история у меня. Значит, я рассталась с мальчиком. Я с ним встречалась два года, даже не встречалась, а жила. Осталась я с ним прямо на Новый год, прямо где-то за два часа до курантов. Очень печально. Да, очень печально. Как печально. Да, как что-то отмечала я на Новый год одна. Но, как бы я не переживаю. Но к нам пришли забыться или пришли уже со свободным сердцем? Да, так скажем, да. Город. И, честно говоря, Накасенко пришла так спонтанно, не зная кому. Но, честно говоря, мне Кузина когда-нибудь не нравилась. Привет, дорогой. Это мой шуткий глазок, кстати. Привет. Вот. Но, встретив его Накасенко, вот с этим чубчиком непонятным, как бы мы с ним разговаривали, что-то там шутит надо мной, прикалывается. Но, честно говоря, им стало интересно. Ну, так, Ань, что ты пришла? Ты хочешь меня узнать, что ли? Я хочу, чтобы мне плед-то дал. А, на, чай будешь горячий? Попей на плед, давай дам плед. Начинается, начинается. Это Лехины женщины, разводящие. Чай забрали, плед забрали. Разводящий сразу, держи, пожалуйста. Спасибо. Попивай. Видишь, мы как пара уже, 12 лет в браке. Анечка, а тебе никто не говорил, что ты отчасти похожа на Риту Кузину? У тебя вот такие глазки. Нет. Нет. С дьявольцки, как я всегда говорила, да? Никто не заметил на поляне. Ирина сказала, нет. Всю жизнь так будет, всю жизнь. Придет лысая вот с такими ушами, на Риту похожа. Придет мальчик одноногий скрипач, на Ритку похож. Ну что ж такое, все на Риту похожи. Но, к сожалению, пока что это были единственные у тебя такие долгие, серьезные отношения. Поэтому всегда хочется на них равняться. И да, пожалуйста, не надо меня ни с кем сравнивать. Не надо. То есть я с молодцем. Ну хорошо, давайте поможем раскрыть Аню вашими нереально интересными, умными вопросами. А не для того ли вы пришли на проект, чтобы как-то повоздействовать на своего молодого человека, который остался за периметром? Такой вопрос будет? Чтобы начать ревновать, да? Нет, нет. У него все прошло, у него сейчас девушка, я за них рада. Как вы быстро все, за два часа до Нового года расстались, после три недели от Нового года новые отношения. Если нет, так когда? И слава Богу, честно говоря, я очень рада, что я с ним рассталась, как что я реально готова к новым отношениям. Я хотел, вот смотри, что тебе сказать. Я живу в городских квартирах, у меня две комнаты. У меня ванная, у меня сосед Винцеслав, у меня Катя с Юрой рядом. Но есть одна комната свободная. Мне просто, знаешь, я... Комната или кровать? Комната, кровать. Кровать, кровать моя занята. Да, вот. Готова ли ты остаться сегодня здесь? Готова ли ты развесить свои вещи в шкафах и жить в городе? А ты этого хотел бы? У тебя прям такая уже страсть? Ты все прям на кастинге понял, что она твоя. Ты прям даже хочешь, чтобы она осталась в городе, да? Да, лишь бы вот эти глаза хитрющие в красной куртке, и он проворно смотрит как-то, самсоновские, пусть сидит там. Нет, надо тебе здесь оставаться, туда не надо тебе ехать. Оль, вопрос к тебе, может ли девушка остаться здесь? Может, конечно может. А может? Ну тогда, я думаю, что мы поговорим, и мой вопрос, он перейдет плавно вообще. Ты готов к отношениям с ней? Вообще, я скажу так честно, я готов вообще к отношениям, правда, готов-готов, очень хочу отношений. Вот, Аня мне симпатична, если уж к этому ты ведешь. Симпатична, интересно, интересно, но мне она нравится, симпатична. Смотрите, Женя уже проявил инициативу и просит Аню остаться здесь, в городских квартирах. Молю! Молит. А у нас ребят на поляне, созрели со своими вопросами? Аня, я думаю, ты все-таки согласишься развесить здесь вещи на поляне у нас. Поэтому, как бы, не нужно, не нужно оставаться там, приезжать сюда. Здесь большинство коллектива, большинство коллектива, вот, тем более, Женя, вон... Надо было против тебя голосовать вчера. Это... Скотина. Короче, вопрос. Ань, смогла бы иметь ты трех детей, допустим, мужа, да, там, так сказать, богатого, да, там еще что-то, и если он тебе изменил, ты бы ушла от него, имея при этом трех детей? Лех, так это твои трое там бегают? Да. Нет, мне интересно. Конечно бы ушла. Отвесла, Леш, ушла бы. Как ушла от три дитя? Для меня самое страшное – это измена. Ты не прощаешь измены, предательства, да? Нет, никогда. Но вот в 23 она считает так, может быть, когда у нее будет трое детей? Приезжай на поляну, Ань, короче. Идем дальше, у нас там кто-нибудь. Андрей. Андрей. Ой, ты еще на проекте. Да, на что же удивление, мы тоже удивляемся. Молодец, хорошо держишься, так держать. С зубами вцепился. Давай твой вопрос. Хотел бы спросить, а что готова Аня делать для того, чтобы семья была крепкой? Все семьи взрослые в этом году, все семье вопросы задают. Женя, тебе пора бы тоже. Давай, что должна делать девушка? Спасибо, Андрей. Отвечай. Спасибо. Охранять очаг. А самое главное. Как охранять? Это готовить, естественно, ухаживать за своим мужчиной. А, ну, Женя, он же веселый парень у нас такой, ну, да, харизматичный такой. Ему нужны эмоции. Сможешь ли ты дать ему их? Каким образом? Может быть, ты умеешь петь или танцевать? Представляешь, умею петь даже. Обалдеть, так докажи. Может, нам что-нибудь? О, Боже, давайте встаю. Выступает народная артистка города Москвы Анна Терешина. Давай встанем. Вставать? А я тоже буду петь? Нет, ты будешь смотреть мне в глаза. А, давай. Ну, давай вот так. Господи, давай вот так. Ой, слушай, правда, такая симпатичная девушка. Сдалека. Сдалека. Эффектно. Я прямо на тебя другими глазами посмотрела. Смотри на меня. Я у твоих ног, спасибо не говори. Твою мать, а. В этом тебе помог Бог, его и благодари. Круто! Круто! Молодец! 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 Все, все, ложись, ложись. Хорошая девочка, да? Умница, умница. С каждым разом все больше и больше тебе нравится, да, Жень? Умница. Трепет, трепет, мурашки. Спасибо, у нас Николай, у нас Коль. Да. Хотелось бы, хотелось бы испытать Аню на предмет ее культурного развития. Аня, назовите трех своих любимых художников. Опа, на. Пикассо. Все. Пи-ка-исо. Ай, Сервовский. Вот, Дали. Дали, короче, да. И Клот Мане, Клот Мане. И Джеки Чан. А ведь он рисует. Да, ты мой любимый. Она шутит так, Сан. Да вот это сильно, сильно шутка. Вот молодец, кстати, вот это круто. Спасибо. Женька, твоя. Весь день сегодня посвящен, Анечка, тебе. Вечером мы узнаем, оставишь ты на проекте или нет. А мы идем в городских квартирах с Аней знакомиться. И увидимся на лобном месте. Ура. Ура. Везет вам. Классно. Парни, классные девчонки пришли. Обалдеть. Пошли с девчонками общаться. Олег, будем разбираться с твоей личной жизнью. Заблудился ты очень. Вчера на лобном месте сказал, что хочешь ты всех девушек и не можешь ни одной отдать предпочтение. Скажи, так кто же все-таки? Катя Калисниченко, Варя, Оксана. Ты знаешь, я тебе сейчас скажу правду. Вот тебе только никому не говори. Никому. Об этом никто не узнает. Только ты и я. Оль, я очень ждал женского прихода. Я очень его ждал. Я прям так надеялся, честно, что я особо никому не говорил об этом, да, но я прям вот верил, что придет сегодня какая-то просто девочка, и я попробую что-то новое. В итоге она не пришла, и сейчас я не скажу... Не, она пришла, но она пришла не к тебе. Она пришла не ко мне, она не в моем вкусе, да, она там. То есть это вообще не мой вариант. Я хочу блондинку, Оль. У меня одни брюнетки на проекте, одни. Я хочу блондинку, потому что... Рязко, блондинка. Ну, рязко, да, но посмотрим. Смотри, вот у меня в жизни сложилось так. Вот брюнетки, они для страсти, для каких-то постельных моментов, да? Они тигрицы. А блондинки, они для семьи. Они очень семейные. Так ты что, хочешь сказать, что ты к семье готов? Я не готов к семье, но я хочу отношений. Иван Иванович, я хочу девушку с собой, такую настоящую, такую, знаешь, такую-то... Ты хочешь отношения, которые будут построены не на страсти? Мне нужно все. Мне нужна и постель, да, мне, безусловно, я очень люблю это все делать. Много ты хочешь, и сразу. Много хочу, да, много, Оль, вот так вот. Ну, а что? Мечты сбываются, я думаю, что все реально, и все будет. Сейчас из всех девочек, ближе всех, мне Оксана Рязко, посмотрим, что получится с ней. Может быть, что-то и выйдет, потому что она готова. Мне с ним просто весело, да, но я сама не лезу к нему. То есть он проявляет ко мне инициативу, он подходит первую, он кричит, Рязко на весь дом, да. Слушай, ну не перевешивает ли такое вот веселье, вот такая вот, как ты говоришь, там, не знаю, задор, а вот негатив двух твоих соперниц, Катей и Варей? Да, они меня ненавидят и завидуют, безумно. Ну что, мы говорим, что я скорбляешь. Безумно, потому что я светленькая, голубенькая, жирненькая, да, с месцом, с попой, обалденный, как у Джей Ло. Все у меня замечательно, все замечательно у меня. Как у Джей Ло, друг, за судьбу, за судьбу, за судьбу, за судьбу. Да, что с лицом все в порядке у меня, как бы, всяких дряблостей не присутствует, да, все шикарно. Поэтому, как бы, и зависть. Не, на самом деле, скрывать не буду, у меня коллега чувствует, да, там, сегодня он подошел, приобнял, сразу какие-то теплые воспоминания. Да, бабочки, сердце затукалось. Он приобнял тебя и начал говорить, как же мне хорошо с рязкой, как она мне нравится. Не было такого? Нет, вы что, как вы можете себе обретать? А как это не было? А коллега подходит ко мне, обнимает, говорит, знаешь, мне так хорошо с рязкой, прям, ага, ну, что за бред? Нет, просто перед тем, как мы пошли на стройку, он сел рядом, обнял меня, положил свои руки. А, кстати, я видела даже, вы же что-то там, а я что-то забыла, что вы расстались. Вот, видишь? В этот момент я даже забыла, что вы расстались. Понимаешь, насколько мы вот такие родные? Не, просто, да это сущность Олега, эти игрульки никогда не закончатся, ну, просто, грустно с твоей стороны могу сказать, что мне он не безразличен, он не родной человек, и, ну, как бы, пока, ну, сердце он еще не вышло. Ну, могу сказать, чувство к человеку есть, но нет смысла. Хорошо, а у нас еще одна зависница есть, это Катя. Самая злейшая, самая лицемерная. Катя, ну, скажи, ну, что у вас с Олегом такое происходит? Ну, значит, Олег мне безразличен, страсти я к нему не испытываю. Уже ситуацию с Олегом пережила до своего логического конца, и более того, я его предупредила, чтобы он даже не прикасался ко мне. Хочу нормально общаться, не хочу ссориться. Если он ко мне прикоснется, начну гасить. Ну, хорошо, если вот ты выбрал для себя самый подходящий вариант, да, то есть ты рассматриваешь, если рассматриваешь кого-то для отношения, на перспективу, то только Оксану. Зачем тогда распыляться на своих бывших девушек? Это правда? Мне нужно просто, как бы, сейчас это, ну, усвоить, решить для себя, что нельзя обращать внимание на Катю Колесниченко? То есть ты либо тогда вообще свободный, и ни с кем из них не строишь отношения, либо, если ты допускаешь возможность отношений серьезных, все-таки тогда, мне кажется, нужно быть более определенным и не распыляться на всех. А ты разругаешь девушек между собой, я думаю, что, как бы, тебе это не нужно сейчас, чтобы они еще грызлись. Да, это правда. Я не хочу, чтобы никто ругался, поэтому я определюсь, и я думаю, что сделаю свой выбор и буду пробовать, не знаю. Вот, Ирина Александровна, как вы считаете, кого действительно хочет Олег? Блондинку, брюнетку, высокую, маленькую? Я думаю, что Олег хочет блондинку, но не ту, что стоит от меня слева, а ту, что у него на экране телефона, и который он всем показывает. За периметром. А что это за блондинка? Блондинка, девушка, очень красивая, высокая, модельной внешности, и он постоянно говорит о ней, он тоскует по ней, а сейчас он просто развлекается. А кто она, откуда она и вообще? Я не знаю, кто она и что. Я ее видела. Ну, вот Оксана всех видела, всех знает. Оксана, ну, давай. Я могу сказать, что... Ты я. Подождите, ребят, я... Тишина, тишина, ребят. Алиса абсолютно правду сказала на лобном, что чем дальше вы его больше не будете выпускать за периметром, тем больше он будет обращать внимание на наших девушек. Вот таким образом. То есть нам нужно Олега не пускать за периметр, и тогда она определится. Для того, чтобы он начал строить отношения, да? Ну, я вам скажу, что сегодня она отпрашивается на работу. Вот что сделать? Не пускать его? Да. И скажите, Даша, если честно, раньше строились отношения только потому, что не было телефонов, никого не упускали. А сейчас у всех за периметром отношения. Оксан, ты сказала, что ты знаешь, что девочка, которая у нее на заставке... Я ее видела. Я ее видела, когда она его подвозила или там подъезжали они. Ну, как? Давай, чисто по-женски, только честная. Такая маленькая девочка с длинными волосами, худенькая. Это другая, Оксан. Блондинка. Это другая, да. И он мне еще не сказал, ее зовут... Подожди, Лена. Это другая. Это другая. Эту девочку у него вообще очень обычное имя, блин, я его забываю ведь. То есть вы все знаете про его девушку, и при этом вы голосуете против Самсонова, а согнете все равно по Олегу. Да, да. А он даже не скрывает. Эти участники, что Леша, что Олег, они откровенно показывают все фотографии вот так на телефоне. Камеры нет, никто не видит. Тогда почему же вы вчера голосовали против Самсонова, а не против Майами? Я не голосовала против Самсонова, я не голосую против Майами, потому что ведущие принимают эту ситуацию, значит, вас все устраивает. Что вы в стройке? Хотя бы про раба уже. Вы спрашивали, наверное, такой вопрос. Просто все узнали, кстати, что у тебя есть девушка, и решили тебя выгнать на следующем голосовании. А покажи, кстати, а покажи, на телефоне кто у тебя? Покажи, гоните телефон. Блондина какая-то, там беленькая. Покажи. Ну что, гоня-то, что ли? Покажи телефон. Где у тебя сходят? У тебя здесь телефон? Неси телефон. Ты какая девушка? Неси телефон, я прораб. У нас есть пар, кроме семейных. Подонеси, пожалуйста, пока ты прораб, ведущим, чтобы запретили выезды вообще всем в течение месяца. Ну, если сейчас Олег не принесет телефон, то его выезда у него сегодня не будет. Нет, вообще, ни работы, ни дискотеки, а то кто-то выезжает по неделю на несколько раз на выходной. А кто-то сегодня, понимаешь, пускай месяц, сидят все взапертили. Олег, а не была на стройке, но девчонки, другие ребята, Ирина Александровна, Олег, Олег, я хочу сказать о том, что это не только тебя касается, это всех. Я объясняю, я не езжу на какие-то тусовки, я ищу работать. Месяц безвыкованных. У меня лично, я тебе говорю, у меня были, давно какие-то были у меня общения, извини, но девушки нормально, и не выдерживают смотреть телевизор, где я строю отношения с другими девушками, какая нормальная девушка будет терпеть. Хорошо, ну тогда принеси телефон. Зачем? Это мой телефон, это мое общение, это мое... То есть, если тебе просто нечего скрывать, ты принес бы да показал. Даша, у меня куча всего, куча, куча всего, я не буду ничего... Мы не будем залазить, мы просто хотим позвонить твой рабочий стол, все. Рабочий стол? Зачем? Просто рабочий стол. Боже, что за бред? Ребят, если вы считаете, что действительно нужно заключать выезды, то нужно об этом говорить. Слушай, я уже недели кое-нибудь рассказала, что там тоже окажется период. Всем, наверное, усрадь. Вы смотрим. Сейчас пусть пронесет, и мы сейчас... Знаете, что больше... Я считаю, что у них с Варей не получились отношения, именно потому что они жили в городских, и он был искушен. Меняйте за дверью сейчас. Нет, я ничего не меняю. Вот рабочий стол. Поменяла рабочий стол. Да мой рабочий стол. Ладно, Олег, было видно, как ты там все пальцем двигала, это все было видно. Это так быстро не поменяешь, ничего, это мой рабочий стол. Хорошо, давай фотографии посмотрим. Зачем? Вот фотографии, у тебя есть там какие-то вещи? Есть фотографии. Ну ладно, что, ребят, я не буду сейчас... Слушай, у каждого в телефоне есть своя жизнь, понятно? Я не буду все в телефоне показывать. Главное, что это устраивает твоих девчонок, да, но выезд они хотят запретить. Два бывших альфа-самца. Один на коне, другой под конем. А кто где, нам расскажет Ксюша Бурдина. Спасибо! Ну что же, мне интересно, сначала начнем с альфа-самца, который под конем. Это Алексей Самсон. Удушающий кто делает. Да, Леш, объясни мне, пожалуйста, как так получается? Вот одни и те же девушки, которые встречались с тобой, они же и встречались с Олегом Майами. И ровно за то, за что они Олега носят на руках, за это они пытались тебя выгнать с проекта. Почему так получается? Я не знаю почему, я спрашивал, спрашивал, а решил узнать это. Да, там вчера спрашивал, сегодня у всех. Ну, от кого мне было интересно, от кого я не ожидал, да? Я со всеми этими людьми разговаривал, ну, мне непонятно. Ну, давай начнем с этих людей. Вот, на кого ты сильно обижен? Я не обижен ни на кого, я не ожидал от Кати, от Вари и от Коли. Ну, Катю Крисниченко и Вари ты назвал крысами, насколько я понимаю. Ну, давайте у Крысы узнаем. И Коля тоже сказал, кстати. Это было не с каким-то там подвохом, что вот мы там Лешу не хотим тут видеть. Просто мы вчера говорили о том, что Лехе же 28 лет, а здесь, в принципе, ничего такого у него не происходит, да, чтобы могло его тут держать. А там девушка, которая его любит, которая, в принципе, готова дать ему все, чтобы у него там, ну, все было хорошо. И Леша об этом сам прекрасно знает, не понимая, что держится за это место, хотя уже нужно делать шаг дальше, да, не стоять на одном месте. Ну, извините, уже к 30 годам уже возраст подходит, но Леша все просиживает, ну, здесь. Ну, главный вопрос, почему, ведь в Майами так же с вами поступает, но вы в Майами любите и обожаете, а Алексей нет. Ксюш, ключевые слова были Лехе, 28 лет, и нужно делать шаг вперед. То есть он, в отличие от Майами, старый, и уже никому не нужен. Просто нужно уже как-то, ну, серьезно к жизни относиться. Я вот по поводу парней скажу сразу, да, если мы, ситуация, по сути, похожа, да, отношения за периметром у одного другого. Просто вот Варька, она не беспристрастное лицо, у нее к одному из них чувства. И поэтому она не может быть объективной. Давай тогда ты, как человек объективный. У меня, более того, была интрижка за периметром Ксюш, мне пришлось разрулить ситуацию и выбрать проект. Ну, вот по каким-то там моментам, да, я стала перед выбором и сделала его. И поэтому я считаю, что и ребята должны делать, и Олег. Леша, вот по его словам, он расстался с девушкой, с которой встречался. Но я думала, что это все как бы временный момент, потому что она писала смс-ки, и мы знаем, что она любит и ждет Лешу всегда. Вы не знаете этого, да. Когда Леша пришел после голосования и сказала, что у него нет никаких вариантов за периметром, что он расстался окончательно, и что ему не надо за периметром ничего, и он реально хочет быть здесь, стало немножко стыдно, что вот я от себя скажу, да, что я не позвонила, не сказала, это мои косяки. Но что касается вот построения отношений здесь, блин, ну, у Леши высокие требования. Хорошо, Леша, смотри. Ну, и те девушки здесь? Так получается, что вчера приехав, да, ты как бы решил принять этот подарок от участника, который ушел, и все-таки остаться. Зачем? Объясни, пожалуйста, если в итоге ты как бы обижена ситуацией, обижена тех людей, которые находятся здесь. Я хочу здесь быть, потому что мало ли что подтверждать. Я сейчас тоже могу на каждого что-то сказать, да, там, утвердить что-то, да, у кого что-то есть. Увидится, ты сегодня лег на диван и предпочитал ни с кем не разговаривать. Ну, а мне не о чем было разговаривать. Ну, я за тебя не о чем с этими людьми разговаривать. Я разговаривал с теми, у меня здесь друзья, близкие люди, с которыми я, ну, которых я не ошибся вообще. Смотри, вот то поведение, которое у тебя было там за последние две-три недели, да, вот ты считаешь, оно правильное? Ты считаешь, что ты все сделал верно? Да. Ну, когда выбивал стулья из-под Андрюхи, да, когда там ударял его в плечо ногой. Перед Андреем извинился в тот же вечер, да? Нет, ну ты стал очень надменно с людьми разговаривать, очень высокомерно, очень надменно, пугающе, угрожающе в твоем тоне нотки звучат. Странно, я не знаю, что ты так разговаривал. Я вообще, знаете, вот эта ситуация, хорошо, наверное, что она произошла, потому что вот она меня как-то вот отрезвила, что ли. В какой-то момент действительно начинаешь думать, что, о, все так классно общаемся, все здесь, наверное, друг друга любим и уважаем. На самом-то деле здесь жесткая конкуренция, и сегодня тебе глаза улыбаются, а завтра тебе с удовольствием перечеркнут. Сегодня к тебе подходят и пытаются с тобой подружиться, потому что им это выгодно. Поэтому нужно помнить, Леша, тебе и мне, и всем остальным здесь, что, как правило, здесь каждый за себя. И, к сожалению, вчера ни твой день рождения не сыграло роли, ничего, просто ты вчера был срок, потому что... Да, не твой. Тебя не было в периметре, и просто так получилось, чтобы большинство людей согласилось с тем, что надо тебя выгнать. То есть, сделай выводы, общайся так по-прежнему с этими людьми, не нужно ни мстить, ничего. Ситуация к чему это приведет, если он будет общаться так же, он останется один, будем стенка на стенку, что ли? Нет, общаться так же, я сказала. Не обратить внимание на эту ситуацию, сделать выводы, но не обратить внимание. Если ты сейчас начнешь мстить, если ты сейчас начнешь припоминать, оскорблять кого-то, ты ничего не добьешься. Будет конфликт, разгорится, еще что-то, да? Ну, то есть, вопросы одни, Даш. Леш, не будь надменным и не используй людей. Ну, я не видела, чтобы Леша там был какой-то надменный, использовал людей. Он вел себя так с людьми, как они позволяли ему вести. К некоторым девочкам он себя вел там как-то оскорбительно, потому что они сами позволяли это. Поведение Майами тебя не совсем восхищает. Не восхищает, а у них одинаковая ситуация. Ну, так почему же Леша на поведение восхищает, а Майами поведение не восхищает? Если Леша вчера не было в периметре, поверьте мне, если бы вчера Леша был в периметре, это бы ситуации не было. Лера, почему ты голосовала? Я, например, дружу и общаюсь с людьми не с какими-то корыстными целями. И ты теперь ощутил на себе, на своей шкуре, как? Ты помнишь мои слезы, помнишь мои переживания? И ты сидел надменный и разговаривал. И дело все в том, что почему в Майами с него нет такого спроса, потому что он себя надменно не ведет. Он этим девочкам ходит, зацеловывает руки. Да, безусловно, может быть, он строит отношения за периметром, но он себя и здесь ведет ненадменно. А ты, получается, сюда приехал, и у тебя безвыходные ситуации, тебе приходится с этим ничьим классом общаться, да? Вот. И на самом деле, две недели уже у тебя идет какое-то раздвоение личности, потому что ты не понимаешь, тебе нужно здесь, и там еще 100% фундамент не построен. И ты раздраженный, потому что тебя раздражает весь коллектив. Я знаю, что ты мстительный, ты злопамятный. Отпусти эту ситуацию, но просто делай выводы, что не всем так, как тебе можно дружить потребительски. Иногда и отдача не задолбает, понимаешь? И поэтому и ты так же. Нет, ну смотри, вот, Леш, ключевые фразы, опять же, от многих людей звучат, одни и те же. То есть твоя надменность и... А что, во-первых, можно пояснить, что такое надменность? Надменность? Это вот так, через губу разговариваешь, типа общаешься, приходишь. Нам, якобы, с тобой по кайфу, а тебе нет. Когда ты находишься над человеком, надменно. Высоков взлетел, больно падает. Вот вчерашнее голосование тебя приземлило, мальца. Меня никуда ничего не приземляло. Ну и поэтому ты ходил, как в воду окунули на оранжевом диване. Я в воду опущенное ходил, потому что до сих пор тебя плохо чувствую. Я вчера раз сгорел в солярии. Я ходил на 15 минут. Нет, нет, нет. Просто два года, ты ищешь в пальцовку. Эти люди, эти люди когда-то были тебе друзьями. Та же самая Лера Мастерко, да? Ты очень... Она тебе была одним из самых близких людей здесь на проекте. То, о чем она сейчас говорит, почему нельзя прислушаться? Я, как бы сказать, хотел, чтобы хоть какой-то аргумент. Аргумент это тогда, когда мне говорят что-то, да? А я раз, язык в одно место засунул, мне нечего ответить. Ну, Лёш, тебе... А здесь нет такого... Лёш, ну в тебе есть одна большая проблема. Ты никогда не признаешь свою вину. Понимаешь, даже если 13 человек будут толпой стоять здесь и говорить, Лёш, ты надмен, и ты скажешь, извините, для меня это не аргумент. Может быть, они для тебя там не конкуренты. Может, они для тебя не друзья здесь. Может, они для тебя здесь не соратники и там не еще кто-то, да? Ну, тебе не важно их мнение. Тогда действительно возникает вопрос присутствия здесь. Зачем оно тебе нужно? Ты просто хорошо подумай, нужно оно тебе это или нет. Если не нужно, просто попрощайся с этими людьми. Ну, конечно, я подумаю, как бы, естественно, всем скажу. Хорошо. Ну, все, мы тогда переходим к следующей теме. Это Олег Майами. Привет, да. Да, привет. Привет. Второй день ты нас мучаешь и все, никак не можешь определиться, кто же из девушек твоя. То каждый из них, я чувствую, вот, определенные какие-то чувства, да? Например, там, Катя Калисиченко, это какая-то там определенная физика, да? Варя, это просто мой родной человек, ну, который, с которой я был здесь, она была мне самая близкая в отношениях, которую я подпустил как можно ближе к себе. Рассказал ей. То есть, одна любовница, Варя, сестра. Так. А кто, Оксана, мама? Оксана, это милая девчонка с прекрасной формой тела. Мне нравятся такие формы. Мне нравится пышная попка, такая грудь, хоть она не настоящая, но она есть, силиконовая, да? Вот. Поэтому я собираюсь в дальнейшем овладеть ее телом. Я знаю, что я, в принципе, в принципе, я могу быть с каждой из этих девушек, если я постараюсь, да? То есть, как бы я каждой из них ни говорила, ой, да что, да кто это, ты не нужен, все, ты прошлый вариант, все, у меня теперь... То есть, тебе надо превозмочь самого себя и снизойти к ним? Мне просто нужно понять, с кем я хочу быть. С кем я хочу быть, да? Добиваться мне качество, добиваться мне ваше. Ну, что нужно сделать, чтобы понять Олегу Майами, с кем он хочет быть? Мне нужно время. Тик-так, тик-так. У меня очень много, очень много было этих брюнеток, очень много. Я соскучился по блондинкам, потому что брюнетки страсть. Пипец, ну нельзя так говорить. Вот я кабачки переел, хочу теперь цукини попробовать. Блин, ну, Олег. А почему я не могу так говорить? И ни одна из вас, вот если я, была бы на вашем месте, я бы сейчас начала возмущаться. Это же Олег, он никогда не поменяется, понимаете? Вы так и будете все в 32 зубы улыбаться Олегу и говорить, Олег, ну зайди хоть на минутку, да, ну к девочке, ну к девочке, ну к девочке вообще. Слушай, Мика, какие вопросы к девочкам ты сейчас задаешь? Что они скажут? Все от меня зависит. Давайте, давайте, Олега, кстати, да. У каждого своя здесь жизнь, они живут здесь своей жизнью. Я бы тебе вот так бы сделала, от тебя все зависит, понимаешь? Иди ты нафиг, клоп, я бы сказала, от тебя все зависит. Ты бы так не сказала. Нет, я бы так сказала, Олег, потому что так нельзя. Одно говорит, я тебя хочу, другое ты родная, а третье ты на маму мою похожа, хочу прижаться к твоей силиконовой груди. Знаешь, почему происходит такое отношение к девчонкам? Пришел такой султан в свой гарем, такой, так, ну это сегодня мне уже на нее что-то не очень, на это у меня глаз не горит, пожалуй, возьму-ка я блондиночку, сегодня у меня не было. А для вас, хорошо, султан Сулейман кормит вообще всех, кто у него находится в гареме, одевает и бриллиантами усыпает с ног до головы. Этот мормышка что для вас сделал, простите? Он вам что-то подарил, может быть он что-то вам дает, что вы сидите? Ты мормышка. А почему, кто это для начала, скажи, не мормышка, кто это, придумал сам это на ходу? Потому что сидит, ничего вам не дал, ничего на вас не одел, никаким добрым словом вам в уши не залил, так вы и сидите, и молчите, как эти покорные, покорные сидят. Ксюш, может быть я сурово как-то выразился, может быть неправильно, некорректно по отношению к девушкам, но я их не обидел, я не назвал их минусы, я говорю о плюсах девочек, о плюсах. Ну давай еще и минусы им назови. Зачем говорить о минусах, это будет неправильно, ты же неправильно сказал о минусах. Олег, что за блондинку ты сегодня удалял из своего телефона? Вы что, прикалываете что ли? Вы вообще о чем говорите, Ксюш? Я не из тех людей, честно, если у меня появятся отношения... Это все на пленку зафиксировано, на камеру. Если у меня появятся отношения за периметром, я уйду с проекта. У меня нет отношений, это просто одна из моих подруг. Ну кто это, блондинка, просто скажи, как ее зовут подруга? Подруга моя, подруга, Лена, подруга моя. Лена, подруга, откуда это Лена? Какая разница? Как у нее фамилия, где живешь? С чем это говорить? А что не заходит подруга сюда, пирожки привезти другу? Вы не то говорите, у меня в моем телефоне миллиард фотографий всех этих девушек, у меня миллиард номеров всех этих, с которых я переписываюсь, это мои подруги, ничего большего. Олег, а кто такая Аксения? Это в телефоне в моем? В моем телефоне такого нет точно. Нет, который тебя привозит. То есть и подруги просто так, 50 километров от Москвы, привозят тебя сюда, ну просто так подвозят. Что значит привозят? Часто катают, что ли, что? Один раз привезла, потому что я попросил, в чем проблема? Конечно, далее. Я просто вижу, что не каждый этого не пресекает, и вот одной назвали мальчонкой, но это же из-за его рта, другая для физики, но это же тоже из-за его, а этот, ну рядом, ну хоть задом, понимаешь? Ну просто вы реально как фанатки от Майкла Джексона, Аксения кто такая, а эта кто такая, а сегодня у тебя трусы вот с такой ниткой я видела. Вот реально, и каждая жаждет его рядом с собой, но сейчас все открещиваются. А Олег молодец, он вами крутит-вертит, и когда реально ему что-то захочется, он тогда и проявит. Ну ладно, собственно говоря, если девочек это устраивает, что я могу сказать? Действительно, я отчасти с Лерой права по поводу какой-то, знаешь, Джастин Бибера, блин, и его фаната. Итак, а теперь перейдем к Евгению Кузину, и какая-то брюнеточка сидит с ним рядом, которая очень похожа на Риточку. Нет, 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 даже слышу, тихо. А что, Рита, вам не симпатична? Первое, я слышу, и даже слышать не хочу. Не надо меня сравнить, пожалуйста. А что, она не симпатичная, разве ли? Симпатичная очень, да. А кто симпатичнее, ты или она? Конечно же, я. Ты, замечательно. Весь день Евгения волновал только один вопрос. Останешься ли ты с ним в городских квартирах? Ты что-то решила, Ань? Да, я целый день думала, решала, смотрела, присматривалась, и я остаюсь. Мне приятен этот человек, на самом деле. А сними, пожалуйста, платок, хоть посмотри, как ты выглядишь. А тому еще надо сзади, они сзади. Что? Это не комната. А, у тебя такая включилась, да. Кузя, чего ты за... Ой, ты типа скромный, что ли? Нет, я просто рад, что вы вообще о нас вспомнили здесь. Давай, рассказывай. Как тебе Анна? Милая девочка, интересная, дерзкая, наглая. То, что надо. Мне вообще нравится. Мне нравится ее рост, мне нравится ее цвет волос, мне нравится ее лицо, мне нравится ее фигура. Но пока мне нравится в ней достаточно для того, чтобы... Прямо жить вместе. Попробовать, да, 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 начать жить вместе. Ну что же, мы все с радостью будем наблюдать за этими отношениями между Женей и Аней. Дай бог, чтобы у них все сложилось. Спасибо всем. А теперь давайте поговорим о предложении Ирины Александровны. Она, конечно, улизнула сегодня с лобного места, но детонатор от бомбы оставила. Она предложила на месяц отказаться всем от поездок за периметр. Вот я только за, на самом деле, да, но это относится ко всем сейчас. Ксюш, мы работаем. Вы позволяете нам, ведущие, выезжать, подрабатывать, просто иметь, да, вот хлеб. Это мой железный хлеб на жизнь. Я знаю, что если я уйду отсюда, я буду работать там. Да, с вашего позволения, я там подрабатываю. И это дает мне ухаживать за девушками, да, жить вместе с ними, там, в тех же городских квартирах, да. Они ни в чем не нуждаются никогда у меня. Я всегда плачу за все, покупаю продукты. Здесь вообще даже нет вопросов, понимаешь. Если нам запрещают выезды, все, это нет работы, это нет денег. Ребята, что делать без денег? Без денег ничего нельзя делать. Ксюш, одна из главных претензий, которые девушки предъявляют парням на Доме-2, это если нет работы, если нет денег, и что вообще... Мурзик, особенно к тебе. Мурзик, особенно к тебе. Да, конкретно мне. Ты-то главный олигарх на всех тут раскошелился. Конкретно, да, на кого надо раскошеливался, на мастер-кор раскошеливался, на Настю Вомин. Когда это было, 30 лет назад, можно сказать. Когда появится девушка, которая будет достойна Коляна, Коляна ничего для нее не пожалеет. Но для этого нужно, чтобы у Коляна была работа за периметром, и были деньги. В общем, я так понимаю, это вопрос открытый, и до завтрашнего дня, да, Жень, что, что? Я хочу, мне жалко нет, Ирина Александровна, я обязательно задам ей завтра этот вопрос. А она предлагает месяц никому выезжать, она тоже должна придерживаться тебя? Да, да, да. То есть она целенаправленно в свои годы себя хочет и своего ребенка, и своего мужа ограничить от общения на целый месяц, я так понимаю? Я не знаю, раз она такое предложила. То есть она готова не видеть своего сына, не видеть внука, не видеть мужа в течение месяца, да? Ну я откуда знаю, позвони ей и узнай. У меня нет ее номера. Она завтра приедет? Да. Я хочу задать ей этот вопрос. Хорошо, вот завтра зададим этот вопрос Ирины Александровне. Вы мне на лобном ответите, готовы к такому или нет? Нет, нет, нет. Это был телепроект Гом-2, построи свою любовь. Ответили уже. Привет, Грузия. Привет, Грузия. Все прекрасно. Горя, селуйтесь. Спали вниз? Я жду. Ну надо на постели. А Калифенченко и Критичкова на... Дурак что? Давай, давай. Ты, значит, молодец. Я вообще прекрасна. Потом, а здесь мало таких. Я знаю. Все дают в первый день. Ой, прям все, да? Кто все там все дают в первый день? Опа, Оксанка. Оксан, ты какая раньше. Да? Кто тебе дает все здесь? Кто тебе дает... Ты это по пьяни дает? Нет, слушай, такой рот, Леша. Во-первых, во-вторых, говорю, кто дает все здесь первый день? Тише, тише. Лёв, отважно. Ну почему он так говорит? Лёв, что ты говоришь? Тебя какая разница, что это говорит? Нет, а ты говори громче тогда. Ты что, Саня? Ты что хочешь? Ты что сама нарываешься? Ты не говоришь, что ты не говоришь, что ты постышь, а? Олег, я слышал. Занимайся, потому что ты отношениями. Ты цепляешь, человек. Куда она лезет все? Олег, он говорит про всех девочек. Ну и пускай про всех девочек. Тебе что было сказано, Оксана? Ты сама нарываешься просто, вот и все. Когда он говорит новенькой девочке, что здесь все дают... Тебе какая разница? Причалясь ты! Я не резко, я Оксана. Рязко какая тебе разница? Я для тебя Оксана. Звешников. Рязко. Слышишь, что ты? Успокаивайся, Оксана. Тебе мне не нужны девушки, которые вы нарываются сами на неприятности. Понятно? Ни одной хватало, я жил все два месяца. Слышишь, реально, такой очень первый раз. Какой? Вообще, я пришла, никого я не приходила. На Касеньке мне понравилось. Ну, так, как понравилось, зацепило что-то. Кузин? Угу. И все у нас так быстро сейчас все происходит. У меня вообще такого не было. У него есть такая еще тема, он себя очень сильно любит, общая. Это да, наркозь. Он свой день рождения празднует 15 раз в году. Реально, вот именно 15. Вот непонятно почему. Почему 15? Он говорит, ну, это мое счастливое число, да? Нет, реально, я говорю, это все счастливое число было. Ну, типа, только никому не говори, потому что у него 15 сантиметра. Это такое ужасное, но я не знаю, на самом деле. Не, 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 может он в шутку говорит, мы разговаривали с ним на эту тему, он говорил. Это он сам вам говорил? Ну, может он в шутку. Это шутка, наверное, мы не думаем. Надо шутить, конечно. Но у него фишка с детства такой, число 15, не знаю почему. Вряд ли от этого. Ну, он сам повесил. Он говорит, ну, он как бы не открывает, а он говорит, ну, не важно, там, туда-сюда, я не знаю, может что-нибудь с 15 лет произошло, может еще что-то, да? Но он именно, ну, не так, что прям празднует, да, там праздник, а именно вот надо там будет выпить вот это вот там. У него определенные числа какие-то там. Очень много заморочивания. Ну да. Очень много, я тебе серьезно говорю. Я не понимаю, что он красивый парень, нормальный, харизматичный, но у него не получается. О, привет, Катя. Привет. Привет. О, кучка приехала. Привет, великолепный. Да, все, я пошла, я пошла. Давай. Погоди, выходи сейчас, мы зайдем сюда. Пойдем сюда. Что ты? Выходи, иди, 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 иди. Шмар. Отстань, Аня, от меня, отстань. Как дела? Как дела? Как дела? Привет. Привет. Как дела? В смысле? Как дела? Привет. Хорошо, у тебя как дела? Не хочешь подойти? Как дела? Отлично. Привет, Катя. Привет. Привет, Катя, хорошо. Что у вас вообще? Просто девушка, ну, тоже стоит и не понимает, сидит, не понимает, что происходит. А что надо ему? Вы вместе, не вместе, или что, или процесс придирки. Подожди, она сказала, что я чуть парня в симпатии, все хорошо. А что она не понимает? Потому что она зашла, вообще... Нет, ну, я просто, я не верю, я не ловызаю. Нет, он может, нет, знаю, Женя, могу тебе сказать, вот где-то внутри он сжался заранее, думая, что вдруг здесь какая-то уже провокация и идет. И сейчас он обстановку, и потом подойдет мать. А провокация есть, я вам скажу. С твоей стороны. Ты постоянно за ней следишь, что на нее смотрят. Кстати, правда, в Майами, ты смотри-ка, не дремля. Это друг мой, все, я не про, я верю, я верю в Санксонов и верю в Майами. Я всегда так говорю, что женщина, которая от меня уходит или смотрит на других мужчин, не я теряю, а она теряю. Я никогда в жизни... Я бриллиант! Нет, да, ой, знаешь, сколько сделали сейчас, еще по всему интернету. Биллиант, да, бриллиант, да, бриллиант, да, бриллиант, да, бриллиант, можно сказать? Вот, я тебе сейчас скажу, Даш, нет ни одной женщины, не родилась та женщина, за которой я буду держаться. Не родилась. Я один раз в жизни подпустил к себе женщину, это была Рита Гевала, из-за которой потом чуть полтора года я страдаю, но я вот реально, я признаю это, я в жизни не думал, что такой страдалец могу быть. Никогда в жизни я больше не подпущу ни одну женщину, серьезно, вот так близко. То есть, подожди, то есть, Ань, 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 тебе по-моему, тебя удушевляют. Нет, я говорю сейчас, что нет еще той женщины, я там со мной, которой бы я боялся бы отпустить, если Аня захочет быть с Олегом, или с Лешей, или с Венцем, или с Сережей, значит, она туда пойдет, и я для этого не сделаю ни секунды, чтобы остановить ее. Все жители Поляны отправились на крещенское купание. Блин, ты, ты! А что нам засуну? Страшно, а как я... Я тебя засуну, высуну, не переживай. Три раза на телефон? Нет, три раза, ты не сам, я тебя поставлю на пол, ты на... А там еще на пол, уйма, 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 уйма. Нет, мне кажется, я не смогу, уйма. Почему ты не сможешь? Вот сюда не наступайте. Блин, страшно-то как. Почему ты не сможешь? Посмотри. Ты вот смотри, я сейчас спущусь сюда, смотри. А кто первый? А вы что из мальчиков первый? Лестница. А как? Как лестница, смотри. А где лестница? Зачем лестница? Вот смотрите. Мы спускаемся туда. Я спускаюсь, ставлю вот это тебе. Пипец. Ай! Вот, первый мальчик пошел. Что, кто первый? Давайте, поднимай, Дрюха, ты, ПЖ. Давайте, мужики, дай себе бутушителя. Давайте я первый, да? Давайте, первый, давай. Не замерзну. А то я сейчас замерзну больше всех. Стой, стой. Оп. Ай! Разбывайся вот сюда на этот. Ух, не укуну. Сможешь, не укуну. Разбывайся. Никогда тебе не сможет. Сможешь, сможет. Сможешь, не укуну. Сможешь, не укуну. Непонятно. Следующий. У-у-у. Давай, давай, давай. Ты что, Лерка, давай. Разбывайся вот сюда. Лерка, это мэр Вася. Давай, стой. Лама! Раз, поджимай. А, давай, дай мне пустыря. Давай, дай мне пустыря. Все? Паленьки, Серег, паленьки. Паленьки, паленьки. А что ты, Ласка, спрашиваешь? Вот, по-любому, ты... Да воды не останешься. Покачаешься. Слушай, только не пися буду. С головой, друг. Писи воду. Есть. Он, что, под лёд не ушёл. Ай, стоп, ай! У нас девушки сильнее, чем мужчины. Тихо-тихо, старый пошёл. А-а-а-а! О-о-о! 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 О-о-о-о! О-о-о! Ну, красавец! Блин, а! Давай, давай! Давай! Три! Давай, пошёл в Майами. Всё смогу! Кто не прыгнет, тот самсонов. Майами, давай. А-а-а! Так штаны хоть сними. Ты ж мёртвуешь, Андрюх. Ты башмар. Не-не-не, что башмар. Наоборот. Давай. Давай, башмар. Мама, я люблю тебя. Мама! С самсоном коврутку. Раз, два, раз! С головой, вверхинь! Два! 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 Следующий. А вот парень с юга приехал. Ваня загорелый. Давай, Серёга. Раз! Раз! Два! Три! Молодец! Молодцы, ребят, мы с вами. Хорошо. Ну, самсонов, давай. Не, было бы река, я бы вкупался. Лёг! Вау! 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 Черёхин говорил, если был бы столб, я бы залез на столб. А вот этот прорубь мне делали для тебя, для Майами и для моей жены. Моя жена прыгнула, Майами прыгнула, а ты не прыгнула. Нет, зачем? Все равно молодцы. Я тебя самолучший парень проекта, самолучший девчонка проекта. Понимаешь? Очень лучшее девчонка. Само лучшее девчонка, понимаешь? Ну, вот. А что это? Учего заселиться? А? Прям сегодня, что ли? Почему сегодня? А когда ты... куда ты хочешь заселяться? Город. Если ты не будешь размениваться на бар... Да не размениваюсь, Оксана! Однолюбка, понимаешь, у меня вот так, я не хочу Ты баба Любка? Баба Любка, да, я как бы такой человек Вот мой, значит мой Больше ничьей И так же у тебя должно быть Хотя бы продержаться Ты же можешь строить хорошие отношения Я наблюдала за этими отношениями Ты можешь быть хорошим Ты можешь быть даже чуть-чуть семейным Я не чуть-чуть, а семейный Кузяна, что ты делаешь сейчас на данный момент? Ускучился, Варька Я соскучился по тем девочкам Которым можно просто подойти Обнять их, с ними полежать Но при этом они от тебя ничего требовать не будут А что, от тебя уже требуют? Ничего не требуют Я не дам возможности Я вчера сразу сказал, что ты не устраивает, иди давай Милаха, прям хочется для тебя все сделать Варька? Нет, я говорю ей, Аня Я вчера сразу сказала, что ты не нравишься, давай иди отсюда Нет, я ей сразу рассказал, какое, что я делал, мои вредные привычки Я говорю, если тебя это устраивает, ты готова с этим жить, то пожалуйста Если не готова, значит всего доброго Она не воспринимала, так как отшив Нет, она воспринимала, что это, наверное, шутка Я хочу тебя Я хочу тебя? Поэтому сегодня я Чего ты? Предлагаю тебе Чего? Ночевать Здесь Я не согласна Ночевать здесь Я в женской не ночевать Олешка, ну хватит Тихо, убери руки Убери руки Ну ты чего? Там попа, ну Господи, Боже мой Хорошая, какая мне нравится Попа нравится, да? Только я нравлюсь, попа только нравится Да, только ты А попа потом А? А ты потом попа Знаешь, я думаю, знаешь, почему это происходит? Потому что я недосягаемая была для тебя Да, хватит А те уже через тебя прошли И, наверное, поэтому ты так себя ведешь Дурак какой-то Господи, пойдем вниз Ты сейчас реально сойдешь с ума, здесь Ну хватит, Оля, хватит Ну не надо туда сувать руки Слышишь Так непривычно, так, короче, не хочется Вот с этой Аней общаешься, да? Угу Там Ну, какой момент бы этот Ну, допустим Я вчера говорю, я пойду С ребятами встречусь Нет Не пойдешь Я говорю, почему? А, тебе выйдешь? Мне нужно просто Мне нужен обоснованный ответ всегда Я говорю, почему? Она говорит, ты только сегодня пришла Это некрасиво, неправильно Я говорю, ну я сам про себя понимаю Что это неправильно, действительно Ну только пришел, человек взять, бросить Угу Вот, хорошо Вот, но я так понял, что она То есть я искала, если ты будешь что-то предъявлять мне Вот я говорю, я У нас есть две жизни Наша с тобой И моя личная И твоя личная Я в твою не лезь Ты в мою не лезь Вот я если собрался гулять Я иду гулять Фу, беспонтовая вообще Я вообще не разговаривала себя ведет Это в принципе и ожидала Нет, правильно говорит Мы сюда приедем Вы не переспали? А? Не переспали? Нет Мы сюда приедем Мы реально Свои отношения проверим Если так вот Все у вас отношения То есть извините А? Какие у вас там отношения? Проверим Ну я говорил Ты говоришь Проверим отношения У вас отношения Нет, Николь Ну, знаешь Там получше было Все равно когда вдвоем Наедине Он и подходит И обнимается Он и все дела А тут что-то Все, людей увидел Начинается распыление А если с ними не получится Ты что-то уходишь Да? А? Пойдешь домой? Посмотрим теперь Ну как посмотрим Посмотрим Ну что-то не знаешь Что будет Почему? Сначала надо с ним Определиться Не, ну вот если Можно же Раз Создать Если Не знаю Надо по ситуации Смотреть Иди к Аньке Поприставай Ну иди-иди Только не говори Что я это А я типа приду Скажу Олег, как ты мог Нет, ты мне теперь не друг Олег, ты же актер Ты же лови вас О да, я актер Ты как актер Слышишь, что нужно здесь Слышишь, что? Я тебе слова не скажу Но я скажу Олег, как ты мог Что? И так сделай Что? Давай, Олешка Прям отличный план Прям вообще суперский план Прям Оу, ее Бэйбэй Как ты? Прекрасно Скучаешь? Я прекрасно Скучаешь? Хочешь я сделать тебе массаж Легкий? Пока твой парень спит Я сделаю тебе массаж Хорошо Если ты не хочешь шеи Я сделаю тебе массаж талии Не стоит Спасибо Может быть Я сделаю тебе массаж икры Не стук икры А давай я сделаю тебе массаж Большого пальца на ноге Сними свой туфель Сними свой туфель Я хочу сделать тебе массаж Большого пальца на ноге О, эти икры О, эти икры Из города Пушкина Хочу я их лапать И эту макушку целовать хочу Я на тебя ночью ищу Эй Придурочная Это ты Боже, что ты делаешь? Олег Что? Олег Что ты хочешь от меня? Ты тренер Олег Она нравится мне Зачем ты подошел к ней? Когда ты спишь Олег Сидит малыш Ты придарешь меня Нет Пока я сплю Ты здесь флиртуешь? Ах негодяй Так получи же На На Негодяй Это как индийском фильме Это А ну теперь Как коронный Вставай, дуэль О, Боже Он что, пристает к тебе? Я не могу понять Ты приехал Ты иди поспичь Я всего лишь признался, что хочу ее Сейчас, чтобы выехать за периметр Не обязательно звонить тебе Оле и Ксюше Бородиной Главная по выдаче выходных и проходных Ирсана А так ты или нет, мы встречаем Ольгу Но я давно заметила, что Ирин Сан Вметит ведущей Не только, что ей все так не имется Контролировать хоть какой-то процесс на Доме-2 Давайте как раз об этом и поговорим Ирин Сан Да Вот что за предложение? Давайте еще раз я хочу его услышать И давайте все вместе выработаем некую формулировку Я просто сказала о том, что Если ребята будут рекламировать от своих девушек Которые у них есть за периметром Или восхищаться этими девушками Показывать нам их на телефонах Выезжать в ночные клубы и так далее То никогда никакой любви не построят Отталкиваюсь еще от слов Олега Который буквально позавчера на лобном месте сказал, что Я вдруг опять мне понравились мои бывшие Потому что я давно не был за периметром Ну то есть как бы отсюда отталкиваюсь Я и сказала, может быть запретить выезды Развлекательного характера Ну что, если честно, вот я честно поддерживаю Мы за то, чтобы отношения строились здесь Но мы никак не ограничим вашу свободу Мы отпускаем вас в кино Мы отпускаем вас на сессии, в конце концов По магазинам, по делам, на работе, что немаловажно Давайте вот обсудим Ребят, как вам такое предложение? Леша Самсон Смотри, про ситуацию в следующем Я вот, ладно, мне вот запрещаете Я говорю, что я приезжаю в это время Я приезжаю, я не пью алкоголь Я всегда трезвый Я всегда понимаю, что происходит Я только пьяных контролирую В твоем случае, Леша, дело не в алкоголе Я этим очень восхищаюсь Что ты не пьешь, не курешь и ведешь здоровый образ жизни Но ты еще ведешь другую жизнь Нет И меня это расстраивает Нет, не веду Да, Леша Вел, уже не веду Вел Хорошо, тогда будь здесь И, в принципе, ты никуда не выезжаешь Вообще никуда? Вообще никуда Как? К сожалению, твоя ночная личная жизнь за периметром Намного богаче, чем твоя личная жизнь здесь Нет, там богаче, конечно Ну, чем... Ну, о чем можно говорить? О чем можно тогда говорить? Оль, ну, это я против Как бы, если вы хотите моего мнения знать, я против Алексей Самсонов против Мы все прекрасно понимаем, по каким причинам Нет Вот Олег сегодня должен был уехать до 4 утра и вернуться А приехал в 9 утра И где он еще 5 часов шатался? Вот никто не знает А сколько должен он приехать? 4 утра Я работаю до 6 Как я могу приехать в 4 утра? Я работаю до 6 утра Почему я сегодня задержался? Потому что у меня было в зале много народа, достаточно Меня попросили остаться еще на час Я выехал сразу после работы, можно сказать Вот Ну, и кто знает, ребят, будет сейчас Олегу правду? А я тебе объясню, Олечка, да, Оля Или там появилась очередная девушка, женщина, воззубленная Кто угодно? Я уже не знаю, честно, Олег Я сейчас тебя слушал, и вот, значит, я тебе скажу по всем моментам Поговорить с работодателем хочешь? Легко Справку принести с работы? Легко Ирсанна, я вообще вам предлагаю ездить со мной каждые выходные, моя хорошая В пятницу мы с вами едем ко мне на работу, вы будете следить Не вопрос Как я работаю? Боже мой! Пожалуйста, я могу, я могу все это предоставить Оля с камерой предлагает Я езжу на работу Там, где я работаю, это мой железный хлеб Я знаю, что я уйду отсюда, да, я буду работать там Я могу продолжать жить в Москве, да, снимать квартиру там А как-то существовать там, пока не найду что-то там более, там, подходящее Хорошее С вашего позволения, я выезжаю два раза в неделю работать Даш, скажи, пожалуйста, ты поддерживаешь? Знаешь, у меня тоже в свое время был выбор Либо я остаюсь там за периметром У меня там тоже было много дел У меня там тоже много разных было приключений, еще что-то Я все это оставила и пришла жить сюда И почему я смогла это сделать? А у вас у всех дела, работа Такое ощущение, что здесь пришли, днем пропиарились, чтобы ночью знакомиться с девочками Чтобы ночью знакомиться с мальчиками, чтобы их узнавали Здесь пересиживают, отсиживают, бедные несчастные ждут этого выходного Если вам здесь так тяжко, если вам здесь так плохо, здесь никого не держат насильно, в чем проблема? Извините, почему, если ты смешиваешь работу и личную жизнь, то это твои проблемы, Олег И если бы ты был более профессиональным, таких бы вопросов не возникало Ты, к сожалению, не профессионал в своем деле, потому что ты там развлекаешься, знакомишься, флиртуешь, целуешься, обнимаешься, непонятно чем занимаешься Если ты не профессионал в таком случае, давай-ка выбирай Либо здесь проект, либо туда Слава Богу! Можно ответить, Даша? Да, конечно Здесь, безусловно, хорошо И я счастлив, что я здесь Я благодарен судьбе, что я попал на этот проект Знаешь, когда у тебя есть денежка дополнительная в кармане, чтобы свою девушку, с которой ты стоишь отношения, чтобы ее куда-то водить Олег, тебе здесь не говорят, мол Что-то покупать Хорошо, хорошо Мне это нужно И выбирай, если у меня станет выбор, если мне ведущий поставит выбор У меня не будет другого выбора, как выбрать свою работу, потому что это мой железный хлеб Хорошо, Олег, тогда я тебя прекрасно понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, тогда будь вне подозрений Потому что, к сожалению, пока что вся твоя работа, это сплошные подозрения Олег, ты достаточно уже сказал, хочется Николая Должанского послушать Коль Я готов не ездить на ночь Что касается... Оленька, я не верю в то, что полицейскими методами мы добьемся искренности в отношениях То, что мы огородим поляну колючей проволокой, пионерлагерь превратим в зону И ребята перестанут выходить за периметр, это не решит проблемы искренности отношений, чувств и всего прочего Ну хорошо, предложи альтернативу, что, по-твоему, решит эту проблему? Понимаете, все последние мужские и женские приходы были не слишком удачными Дело в том, что нет кадров, нет людей, наверное, надо лучше их искать Я не вижу варианта, что сейчас перестанем выходить за периметр, собьемся здесь кучкой Мы все друг друга знаем, все знаем друг друга по характерам Кто с кем может сойтись, кто с кем не может сойтись Значит, решением проблемы может быть приток каких-то людей новых, интересных И за периметром их там надо искать Я за себя скажу, я ищу себе девушку за периметром, я ее ищу Я готов был бы строить отношения здесь с любой Я об этом говорил тебе, Оля, неоднократно Девушки морозятся, по разным причинам я их не буду перечислять Мы ограничиваем выезды, да, или нет? Это единственный вопрос Нет, по существу, можно по существу? Да, Олег, пожалуйста Я обещаю от себя Так, тишина Смотри, я обещаю от себя, да, чтобы вы просто не сомневались, что я где-то там езжу, где пропадаю Я уезжаю от 11, начинаю работать с 12, работаю с 12 до 6 В полвосьмого я обещаю, что я буду всегда здесь на поляне, то есть не на минуту позже Два раза в неделю, правильно? Два раза в неделю И истории никаких не будет? Если будет, мы же договорились, значит мне все прекращается Обещаю, никаких историй, ничего Никаких блондинок Если что-то появится, Оль, я это признаю и откажусь, значит, от своей работы Ты это заявляешь сейчас? Я заявляю Если какая-то у меня появляется история Хорошо, в таком случае, Олег, но мне хочется тебе верить Давайте сделаем так, Ирина Александровна И Дашенька, которая вот тоже радует за то, чтобы любовь строилась на Доме-2 И поверьте, мы этого хотим больше всего В последний раз мы вам сейчас всем поверим Потому что мы живые люди и прекрасно все понимаем Это относится не только к мальчикам, но и к девочкам в том числе Если у вас появится любовь или отношения за периметром Мы с вами прощаемся в тот же день Без каких-то обязательств, разбирательств, разборок, слез И слушать уже тогда мы ничего не будем Хорошо? Все согласны? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Понимаешь, что большинство бы здесь сидело и молчало бы Понимаешь? А за спиной с друзьями и подругами обсуждали Ой, как я не хочу с ней быть Понимаешь? А потом бы ты это в эфире все видела Просто ну мне как ты Если тебя чем-то обидел Правда, ты меня извинил Закращай Все, ну тогда все Хорошо Дружить будем? Конечно Ну сильно, слава Богу Давай, все Я как друг, как друг вообще потрясающе Правда, спроси у девочек Офигенный, хозяин лучший просто Хозяин, ну меня хозяин называют Ну да, хозяин У нас выходной ровно раз в неделю, не больше, с семьей Все остальное время я здесь И если мы находимся там, только потому что у нас семья Мы не бежим сюда, не общаемся здесь, там с тобой Если тебе интересно, ты можешь заходить к нам раз каждый день И проверять, дома мы или нет И вести график Нет, Дашка У нас выходной ровно раз в неделю Сережа выезжает работать иногда в 6 утра Это фиксируется камерами Он выходит с микрофоном, заходит тоже с микрофоном И до 12 часов успевает сюда приехать Он едет, привозит, увозит по делам Олег, я нахожу здесь больше чем ты, поверь мне По времени, вот так вот время собрать недельное Это ничего не значит, товарищ Это ничего не значит Просто мне неприятно, что ты мне сейчас говоришь А мне приятно, когда я с тобой нормально общаюсь А ты сидишь, меня засаживаешь А я тебя не засаживаю А почему ты мою работу, типа я там занимаюсь Подожди Я бы никогда в жизни вам не сказал Потому что я вас очень люблю и уважаю с Сережей Олег, ты показываешь... Я бы никогда вам что-то не сказал Что вы там где-то что-то Я просто тебе просто ответил Даш, почему ты мою работу называешь Я не твою работу так называю Я называю то, что время, когда ты приводишь Девочки говорят А девочки что ли врут, что ты приезжаешь сюда Когда блондинка привозят Что, Инна Александровна, ты показывал фотографии И все говорят, что это твоя девушка Все, ее больше нету Есть какие-то моменты, которые мне к тебе не нравятся Это не связано никак с внешностью Никак не связано с чем Хоть на это спрос Да, нет, внешность это потрясающе, правда Вот, поэтому... Вот, Леха Самсунов Есть этот... Не, братан Так не надо мне руку жать Как будто я вот это сделал А? Это... А знаешь, что это неуважение Знаешь, всегда неуважение Нет, неуважение всегда Вот, допустим Тянет руку и человек Вот, тянешь руку, да Вот это Это неуважение вообще А ты сейчас как сделал? Не, я не так Я вот так сделал А, это этот... Братюля, братюля Братюля Ну, хороший парень Но у него огромное, этот, либидо Он сегодня по этому прорубь не хотел прыгать Потому что боятся, что прорубь прыгнет И вот эта штука, как у хоккеиста пластиковая Она вывалится оттуда куда-нибудь Буду селяться в городские двадцатые С кем? Ну, не знаю еще Может, думал построить какие-нибудь отношения Понятно, думаю А что у тебя, кстати, как Лех? Ну, как человек, прикольно, нормальный Очень даже расположена Как человек Я расположена Ну, к общению, может быть, да Понимаешь, в чем дело? Смотри Просто упало больше на тебя Почему это все, да Потому что, как тебе объяснить Ты больше всех об этом сам говорил Просто это же ситуация У Леши Такая же ситуация была У Кати Такая же ситуация у тебя Получается, все одиночки Они все не одиночки Ну, мы ничего не знаем про них То есть, про нас там говорят что-то там, да Что мы там это Про кого-то там еще говорят что-то А про вас мы ничего не можем сказать Потому что у вас там отношения И, понимаешь, мы вот от этого как бы Хочется, чтобы здесь отношения были Ну, вот сейчас вот мы уйдем К Жиенке уйдут, да К примеру просто И что? И ни одной больше пары нет Будет плохо, да Не то, что плохо Будет нормально там Ну, пар-то больше нет Ну, Олег Нет Ну, а я вижу, что ты потенциальный парень Что ты нравишься девчонкам Было бы классно по своему отношению Такая я хочу Ты знаешь, как я кайфовал от отношений с Катей Когда я делал все И мне хотелось это делать Ну так У меня нету сейчас такой девушки Я хочу, у меня нету Да, что такие приходы За последний год Кто остался на проекте Нормальная ряска и я Все, нет приходов нормальных Нет участников достойных Девочек ярких Такой красивых Нет ли? Вот смотри, была Света Тебе же она нравилась Она хотела отношения Ты ей тоже нравился Ну, вот вы как-то вот не знаю Какая Света? Света была беленькая Которая готова совсем была? Со всеми мне такая не нужна Мне нужна достойная По крайней мере, понимаешь Там тебя, Варю Там, я не знаю Там, еще кого-то там Вас как-то хочется Ну, с вами можно переспать Без проблем Спасибо А ряску, мастерку Ну, Адель, допустим Ну, вообще никак Ну, вообще никак Даже если бы я лег в кровати Они втроем бы ко мне Голые пришли Ну, вообще никак Понимаете? Ну, я бы дал просто им возможность Поиграться немножко там с ним И все О, господи, Леш И все Ну, если честно Про Аляску и про Леру Практически все парни Так говорят Ну, а куда их не хочешь Ни Аляску, ни Леру Их как девушек не хочешь Вообще никак Они не возбуждают Никаким образом Даже если они, понимаешь Будут там извиваться Хоть что делать Понимаешь? Ну, никак они не возбуждают Никаким образом Понимаешь? Я даже когда вот целовался Да, вот мне Я почему с одной и другой То, что скучно было Да? Я даже когда целовался Ну, мне Ну, не знаю Ну, не хотелось мне с ними Долго целоваться, блин Понимаете? Нам нужен доброволец Это у нас вызвалось Олег Майами Вызвался? Да Прошу прощения Вызвался Так, сейчас берем Ассистента из зала Дарью О! Так, заходите вот на эту тумбочку Ты тоже не ожидал, да? Я думаю, все понимают Что в эту тумбочку В Майами не поместится Микрофон снять? Микрофон, давай Поддержим На всякий случай Потому что 700 баксов Понимаешь? Одно дело в Майами сейчас Второе дело уже микрофон Не подъявишь Вот это Неожиданно Неожиданно Ты неправильно Тихо 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 Чуть-чуть не получилось. О боже, что ты сделал со мной? Подожди, я тебя превратил в бабу. Как это сделал? Подожди, пойдем, я тебя превращу обратно. Поехали. Просту, я кролик не получился. Давай, дорогой. Начинай. Ну вот, видишь, 11, 12, час, 2, 4, 4 часа. 11, 12, час, 2, 3 часа, разница. Че надо-то? Выключай. Че надо? Выключай. Иди, ты че пришла-то? Выключай. Иди, говорю, че тебе надо? Выключай, я тебе говорю. Че тебе надо-то? Выключай нас на все. Да убери руки, ты че, больная, что ли? Выключай, сказала. Иди, давай, я тебе говорю, Ань. Выключай. Иди, давай, я тебе говорю. Ты че, не понимаешь, что ли, ничего? В смысле, ты че охренелся? Не могу понять? Не маленькая, что ли? Я с тобой поговорить хочу. Не надо, ты че разговаривать. Мне плевать, что ты хочешь. Ну, я тебе серьезно говорю. Выключай, я тебе говорю. Не играй сама в тебе, это серьезно. Давай, иди, ты хрень. Иди, только бери нахрен. Иди, отдохнуй сейчас. Давай, давай, давай. Выключай, я тебе сказала. Иди, ты напилась, что ли? Иди, давай. Выключай, я тебе сказала. Иди, и че у тебя пахнет-то так алкоголем? А? Да что? Иди, говорю. Ты че? Ты че, я тебе говорю? Ненормально. А я тебе отсюда, я тебе сказала. Слушай, я не могу понять. Иди отсюда, я тебе сказала. Ты че твари? Охренел, что я не могу понять. Иди отсюда, я тебе сказала. И с кем так разговариваешь? С тобой так разговариваешь? Выключай нахрен. Иди, Игорь Анатон. Выключил, я сказала. Иди отсюда. Ставь. Понятно? Че? А? Че? Матя, слышишь? Груди неси, Олег. Что и стил? А? Что не стил? В смысле, стираться будешь? Олег мой, я говорю иди. Боже, что ты делаешь? Ну, знаешь? Что? Здорово. Все, слышишь? Варохот. Олег, слышно? Стираешься или нет? Да. Все, единись. С кем так разговариваешь? Давай, иди, иди. Давай, не позорься, я тебя прошу. Да ты, сука, меня позоришь. Да ты меня позоришь. Че позоришь? Нахернь ты вообще меня сюда позвал? Кто тебя звал? Нахернь ты вообще сюда меня позвал? Кто тебя сюда звал? В смысле что? Я пришла? Олег, что ты на кастик пришла? Не ты говорил, приди ко мне. Я говорю такое? Че за ложь-то? Иди, говорю, отдыхай давай. Ты там перед кем отчитываешься? Не позорься. Кожи сказать, такого не было? Не позорься. Кожи сказать, такого не было? Тварь. Сучаренька. Тварь. Открыл на хрен дверь? Тварюга. Сука. Дверь на хрен открыл? Подожди. Я сейчас. Слышишь? Молодшая сестра наложила повязку. А он теперь за повязку поцелуй отрабатывает. Это не моя повязка. Сука. Поехали. Подожди я сейчас. Подожди я сейчас. Подожди я сейчас приюду. Отдай. Подожди я сейчас. Секунду. дверь открыл тварь просто конченый ублюдок просто кончены понял сучаров открыл дверь открыл дверь в этом весьма и открыл дверь нет нормально вообще жить в жизни мне пух никто вообще женик не женик не имеет права так поступать открыл дверь слушай деда хоря это ты меня позоришь сука открой сука дверь мне плевать открой дверь я сказала открой дверь дверь тварь ссаная вот это тварь просто короче я же захожу из комнаты они стоят короче уже они они стояли они зажимаются а катка смотрит еда вся ситуация неприятна плюс еще живешь тоже выезды и вот сейчас она если в город уедет и чё вот она вот с ней спелось и чё вот наши с город уезжают и чё дальше и подружайки не будет и они будут потом воевать между собой эта история интересна она специально это подпустила но только она тоже давно этот план проработала в голове а валька этого не одупляет она сейчас короче уедет и она будет меня засаживать и сталкивать лбами чтобы я типа знаешь треугольник я вызываю у меня вызывают эмоции самсон такие потому что у меня к нему есть чувство они это наговаривают серёге говорят какая пацанка чтобы серёга соскочил серёгу хоть она кстати сегодня говорила что смотри послышал на лобном смотри уведу а серёга ржет такой вообще кто уведет ты не да там там один посуду мою серёга там да посидеть селка там какой-то разговаривали говори поговорим я хрена мячу толкать ногами живой блин же мы в ответе за тех кому приручили вот привел девушку поэтому пусть она выспится закончена вайс вас уважите куда-то но я буду решать крови ложится тварь смешно это не смешно ни хрена грудь не позорь это у меня сука позорю к нему нахрен не просто к знаешь несправедливо получается тебя ведущий заселили ты равно ну такой же принципе полноправный житель этой комнаты знаешь тебя выселять это неправильно чем это веселый закрывает дверь это нормально а ему смешно а 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 опять тебе собаку и обращается а от еще будут стоять водичи актив успокоить купить жвут кого откроет если оно успокоится так что Все, ушло. Ань, главное успокоиться. Да я спокойна. Просто я никому не позволю с собой только обращаться. Только на меня не кричи, ладно? Я не кричу. Все, успокойся, дыши ровно. Пить хочешь? Хочу. Кофе, чай или виноградного напитка? Тварь. Ань, это ты? Это Венц. Это Венц. Ты успокоилась? Да. Я открою, серьезно, ты успокоилась? Ты успокоилась? Она спокойна. Нет, пусть она ответила. Я спокойна. Аня. Слушай, давай не будем унижаться до этого. Просто открой мне дверь. Оставьтесь как идиотка. Ты уже унижала себя, всех своих. Все, что могла, все, что с тобой связано, было унижено твоим поведением. Открой мне дверь, мы поговорим. Я как-то больно находиться в одном помещении, не буду. Тебе нужны вещи какие-то? Открой мне дверь, и мы поговорим. Я не собираюсь так общаться. Аня, Аня, это одно и то же, когда прошли выборы президента, и кого-то не взяли, и он выходит от народа и говорит, ребята, давайте заново поговорим. Евгения, она спокойна. Так, Венц, этот, Ань, тебе вещи нужны какие-то? Я могу тебе их в коридор выложить, и Венц тебе поможет их затащить. Лер, а про какое такое положение в обществе ты мне на лобном говорила? Мне просто интересно. Ты на лобном говорила, ты вообще тут типа поставила себя там что-то в коллективе, я что-то не пойму. Ты мне скажи, ты мне не из контекста эту фразу вырвала. Вот ты мне не ответила, ты мне не сказала точно. Ты мне конкретно пример приведи, а не из контекста вырвала какое положение. Какая ситуация? У меня что-то с положением в обществе потом. Я тебе еще раз объясняю, какое положение в обществе. Мне объясни. Лера, у тебя было очень много реплик, которые ты вставляла. Подожди, я так же и вас помню. Просто по факту, Лера, ты сейчас мне ответила на... Какое именно вы мне приведитесь? Какое мнение давала? Ты что орешь? Лар, не реагируй. Я не пойму, в чем проблема? Ты что орешь, а вот что собаки разговаривают? Вот собаки со мной разговаривают. Пошла вон из комнаты. Я тебе говорю, не умеешь разговаривать, пошла вон из комнаты. Я тебе еще раз говорю, не умеешь разговаривать, пошла вон из комнаты. Из комнаты выйди, из комнаты выйди. Щенок, выйди из комнаты. Прогавкаешь, зайдешь. Прогавкаешь, зайдешь. Я тебе еще раз говорю, прогавкаешь, зайдешь. Брошенка, давай. Брошенка? Я тебе говорю, давай. Брошенка, ты заявила Брошенка, которая сейчас подкатывает в Майами, Давай, давай, Лед, разговаривай, ты учишься, пообщайся. Током, да. Заходи! Может, ты контролируешь? Тихо, тихо, да. Верс! Да, заходите, что вы там ржете? Тихо, тихо, вы-то меня не гряете. Ну, куда ты его затыщила? Поставь его на место. Ты успокоилась? Тебе не стрёмно с мамой? Мне не стрёмно. Мне не стрёмно. Я просто хочу, чтобы ты успокоилась. Если ты хочешь поговорить, надо было просто... У тебя подача была неправильно. В смысле подачи? Ты сидишь, тёлка, разговариваешь, какой-то непонятный. Нет, это не тёлка, это девушка. Ты же не знаешь её? Мне плевать, кто это. Я к тебе подходила нормально. Ань! Согласись, я нормально тебя попросила изначально. Сейчас я майку одену, а то моё накачанное тело смущает всех здесь присутствующих. И телезрителей тоже. Нет, но у вас, по сути, нет обязательств пока друг перед другом. Я ему говорю, давай нормально поговорим. Просто выключи и всё. Больше, чтобы... И пошли в ноги в ход. Это нормально? Ну, может быть, он сжигал мосты. Ань, ты не знаешь, наверное, но ты тут живёшь под камерами. И что? Камеры фиксировали всё, как ты подошла, что ты сказала. И что? Ну, хочешь, посмотри, как я подошла, что я сказала. Что ты такая нежная подошла ко мне и сказала, выключи, пожалуйста. Не пожалуйста, я тебя нормально попросила, нормальным тоном. Выйди. Да выйди. На каком основании? Такая же проживающая, как и ты, понимаешь? Разговаривать научиться зайдёшь. Я? Остановитесь, я спрошу. Не повышайте тон, девочки. Начать ругаться, оскорблять ни к чему. В чём проблема? Кто повышал? Кто повышал? Кто повышал? Ты, чё? Я не пойму. Лер, ты не заметила, ты заорала, Лер. Если ты на зоне нары делишь, то давай-давай, понимаешь? Мне говорят, баба дома два. Лер. Подожди, это мне говорят, эстетичная девственная девочка. Мне говорят, баба. Слышишь? Ослица сиплая. Рот завали. И выйди, выйди. И выйди. Схавала. Морально, я её могу сильнее. Её подавить могу просто. Вот она зря выбрала такую позицию. Лучше бы она оставалась с даркой такой, знаешь? Не, в Лере на Сочи лучше с нами дружить. Ну, по крайней мере, не ругаться точно. Вот. Причём ей тяжело общаться с Рязкой, я вижу. Она пытается идти на контакт. Но тогда она должна понять для себя, что она не говорит гадости. В принципе, мы не будем её трогать. Правильно? Я в свою очередь. Я вот человека вообще не трону никогда. Не скажу про него гадость, пока он нигде на дорогу не перейдёт. Вот. У меня тоже такая политика. И даже если перешёл, но прекратил, я тоже не буду трогать. Но если постоянно, ну блин. Малышка, ну что сейчас? Хренышка. Сейчас в чём вопрос? Вот сейчас вопрос в чём? Сейчас в чём? С какого хрена? Что? Ты позволяешь так вести себя со мной. Как себя позволяйте? Ань, ты получила... На меня не то, что руку, а ногу выталкивает меня. Это нормально, по-твоему? А у меня закончилось уже. Твоя дама сердце вообще знает какое-то на самом деле? С кем ты там разговаривала? Знает, за это и любит. За это? Он мосты сжигает старые. За это невозможно любить. За не старым. Не старым. Нет, зачем? Я не могу понять, сейчас к чему вообще вот эти все разговоры. В смысле к чему? Ты не хочешь извиниться хотя бы просто элементарно? Подожди, я уже нашёл женскую спальню. Я извинилась перед тобой. Сейчас. А сейчас за что ты должен извиниться? В смысле за что? За что? В смысле за что? За что? За то, что я с тобой разговаривал даже не на твоём языке. Заметь, ты оскорблял меня. Естественно, ты не разговаривал, ты меня ногами пенял. В смысле, ну? Ты не хочешь извиниться просто? Нет, нет, я не хочу извиниться, потому что всё, что ты сейчас говоришь, это ложь. Новенькая Аня собрала вещи и поехала жить на поляну, потому что Евгений Кузин не захотел строить с ней отношения. И её отъезд стал причиной очередной ссоры между Юрой Слободяном и Екатериной Токревой. А в периметре вражда Леры Мастерко и Оксаны Рязко с парой Третьяковой и Катей Колесниченко продолжается. Вот я увижу, хоть какую-то гадость в свою сторону пожалеет каждый. Буду гнобить, да вот просто они у неё реветь начнут, клянусь. Лера, не надо, не пускайся до их уровня. Подожди, почему? Смотри, у нас и так с тобой всё круто. Девчонки завидуют, говорят гадости. Мы можем в ответ просто сказать что-то, понимаешь? А так, нафига им ещё внимания уделять? Понимаешь, они тебя будут злить, ты по эфирам будешь смотреть со злюкой, хабалкой. Будут так парню смотреть, разочаровываться. Нафига оно надо? Наоборот, на контрасте должны быть красивые, весёлые девочки и не очень злые. Понимаешь? Катя, ну знаешь, подойди в глаза, скажи, у тебя что, смелости не хватает? Мастеркова фыркает, фыркает, ответить за свои слова не может, потом идёт наверх и обсасывает всё это с рязкой, извините, которая, ну, такая же, да, обиженная на мир, ничего в жизни не получает, сама по жизни никто, и Лера такая же, мужики все бросили. Ещё скоро порча подействует. Мне никто, никому не нравится, Серёжа единственная из-за проекта с ней держится, потому что она как старенький участник уже, ему так выгодно. А сам ходит, слюни пускает на других девчонок. Они пытаются так же меня сейчас наускать, потому что Серёга лох, а я типа пацанка, но он не ведётся, и я говорю, я не хочу за Самсонова ругаться с Серёжей, и они бесятся. Серёжа, Серёжа, а он вообще никак на них не ведётся. Ноль, ноль вообще. Смотри, а то уведу. Они, у них план, понимаешь, их план не срабатывает, который они надумали. А чё, а чё они там вчера тебе опять говорили? Ну, там, а, я сказала про запись в интернете, Варе. Говорю, это ты ещё раз напишешь... А, это когда ты ко мне шла, и вот там вот мразь, мразь, мразь. Да, я говорю, ещё раз напишешь в интернете рязка, мразь. Я не оскорбляю в интернете. Как бы она, что бы она в эфирах ни писала, ни говорила, я её не оскорбляю. Я не уподобляюсь им двоим. Я просто вчера сказала, говорю, вы вообще... Чё-то они... А, что-то я проходила мимо, они всё целый день дёргали меня. Просто сейчас они тебя в паре отрабатывают, а где гарантия того, что завтра Третьякова не уедет в Майами? И как Катюха тебя будет вести? Серёж, ты помнишь, когда ты с коллективом в последний раз общался? Мне кажется, это общение коллектива... Вот это что ты поднимаешь по словам коллектив. Заканчивается на... Ну, коллектив — это ты, кто? Это большинство. Мне кажется, просто для тебя уже коллективом стали два человека. Это Рязко и Мастерком. Нет, ты ошибаешься. Серый. А мне кажется, он ей пользуется, потому что... Просто ей, понимаешь, она, смотри, она... Я её знаю два года уже, да, как бы мы дружили с ней хорошо, очень хорошо. Вот она вам сейчас рассказала. Просто ситуация в том, что... Ты, понимаешь, вот не общаясь, да, ни с кем ничего, не это... Голосование может быть твоим, понимаешь? А она, находясь с тобой в отношении, хотя... Ну, хочется, может быть, находить с тобой в отношениях, или если бы и хотелось, понимаешь? Она тебя... Я не помню, кого Викентий, по-моему, здесь был, да? Она будет тебя выводить сама в коллектив, чтобы ты общался со всеми, чтобы ты сдружился со всеми, и будет тебе давать намёки. А ты пропал, тебя нету. Не, она его... Знаешь, почему он не выводит? Потому что она понимает, что Серёга симпатичный парень, её нравится там женская спальня девчонкам. Она, например, дико боится, когда он уходит здесь. Он только сюда выходит, она выскакивает просто с бешеными глазами. Серёжа, поднимись назад. Серёжа, поднимись, ты мне срочно нужен, хотя по делу никто никому не нужен. Просто держи. Она боится, что с ней уже такие разговоры были, что у неё нет отношений, что она ни с кем не срочно работает отношения. Она за него держится, и ей пофигу на него. Ей пофигу на него. А ты что на меня косяка даёшь? Слышь, ты что с Бородиной вчера ты не помнишь, а? Об игноре. А я тебя трогаю как-то. А ты что сейчас сидишь и провоцируешь человека? Я тебя трогаю. Держи все за проект. Я тебя сейчас трогаю. А, Лидия, говоришь, что ты здесь по сценарию. Я тебя вообще не трогаю. Лин, давайте не в параллель, девчонки, спускайтесь, поговорите. Лидия, когда вы вдвоём, а не когда вы с вами ещё третье лицо в виде рядский, которая... У тебя это не... У тебя вроде это не в самом деле. Обиженка, Олесе, позвони, что сюда ходишь парой, Камарой. Ей, ты что? Парой, Камарой ходишь с Катей. С нами третьего парня нету. У нас третьего парня с нами нету. А ты общаешься, потому что тебе общаться не с кем. И тебя не Е. Бросик, что такое Е? Оксана, ты даром перестанешь. У меня есть Дашка. Ударите, Лин Александровна, которая общается. Е, что это Е? У меня всё хорошо. Оксана, что такое Е? Катя, параллель. Вы идиотина. Я думаю, что этот конфликт между Варей и Оксаной Рязкой и Калисниченко, он ещё долго не закончится. Потому что, во-первых, он у них основан на какой-то бешеной конкуренции. Потому что они все втроём делят, в принципе, двух мужчин. Вся их делёжка, она связана с Олегом Майами и с Алексеем Самсоном. Поэтому, ты знаешь, как говорится, когда задают вопрос, а женская дружба существует? Я всегда отвечаю, что её нет. Потому что она существует ровно до того момента, пока женщина не сталкивается с какой-то ситуацией. Ситуация, где надо делить, где надо выбирать. Пока не появляется в их жизни мужчина, которым обеим нравится. Пока не появляются деньги, понимаешь? А у одной появляется, у другой появляется зависть. То есть, женской дружбы нет. Я считаю, что и у Вари с колесом, это тоже такая она мнимая, воздушная дружба. Но то, что они против... Потому что, чтобы ближе быть оборудован к Майами. Нет, это у них общая идея, понимаешь, сейчас Оксана Рязко. Оксана Рязко навредила Варе тем, что сейчас за ней ухаживают Олег в Майами. А Катика Лесниченко, Оксана Рязко, навредила тем, что она просто ей неприятна. Вот и всё, всё очень просто. Они сошлись на какой-то общей цели, они идут к ней. А так-то там дружбы никакой нет. Единственное, они, знаешь, как две собачонки. Они вот прыгают, 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 прыгают. Скажи, пожалуйста, ну почему же ты так себя не уважаешь? Что я сделала опять не так? Ну, вот ты в отношениях с Сергеем. И получается, что когда ты ссоришься с тем же Лёшей или что-то, Серёжа отмалчивается. Он отмалчивается, а ты на это закрываешь глаза и начинаешь со всеми отругиваться. Я вроде как понимаю, что ты дорожишь отношениями и всё остальное, но не до такой же степени, чтобы полностью взять на себя роль мужчины в вашей паре. Да, в каких-то ситуациях там я понимаю, что ты не хочешь, чтобы они сталкивались с лбами, с Лёшей. Но в то же время эти ситуации, получается, провоцируются каким-то образом, а Серёжа молчит. Лера, отвечай. Нет, что сказать. Ну ты чего? Лер, Лер. Лера, вернись, Лер. Лер. Лера, вернись, Лер. Лера, вернись, Лер. что это за реакция лера она сама себя выдает что это не дает она она боится услышать свой адрес какие-то слова которые выведут ее на чистую воду вот и все а на 3 к любовь всем своим видом отношением к лёше лера показывает что у нее есть к нему эмоции сейчас пожалуйста она стоит и кайфует что он ее обнимает понимаете что рядом с с ней и все это нравится она вообще не забыла и не забудет еще очень скоро какая оксана собственно которая тоже очень много эмоций дарит лишь здесь очевидно все живая лерка не ровно дышит к лишь наговорили много друг другу гадостью успокойся все такая картина что лера влюблена до сих пор в лёшу огорчена то что ее влюбленную бросил лёша и лёша так кстати понимает это он понимает что она влюблена в него и поэтому он пошел за ней зная что у него есть рычаги управления на леру все хорошо пойдем все закрыли забыли лет потом поговорим чтобы к нам вернулись хотелось бы задать вопрос вам вы помирились вы помирились лишь нам надо поговорить но я сегодня хотел еще раз тренировался в зале думал над этим от этот этом от всем я сегодня хотел не подойти как бы в комнату но посещение обстоятельств получилось раньше хорошо лишь надо ответить на такой вопрос а возможно ли что вы опять станете друзьями после всего что у вас было это возможно возможно я говорю что это возможно и из-за нее тоже говорят что это возможно это возможно ничего ничего не давайте без нее сейчас помолчишь лера да у лёши с лерой были отношения и они сами до сих пор сами не разобрались них и лера пусть там не лукавить не сидит и не рассказывает потому что лере все это нравится когда ее цепляет самсона все она от этого получает удовольствие потому что девушка которая недавно признавалась в влюбленности мужчине она так быстро все не проходит поэтому все это понятно со стороны леры все ее нападки и выпадки вот вопрос другом такой задать вопрос почему серёжа не заступается за леру нет но у нее такое ощущение боится ли он самсонова или просто он еще не воспринимает леру настолько близко чтобы но в каких-то моментах и защищать ну я думаю страх страх боится вот 50 процентов 50 процентов он просто не хочет лезть в эти зачем это у них их отношения я конечно я думаю в этой ситуации в этой ситуации надо серёжа с лерой поговорить в первую очередь потому что я знаю что допустим вчера вот был я вчера не видел ни разу чтоб лёша цепанул леру только лера его начинает цепляться тогда уже лёша начинает отвечать у меня ситуация самсон да я не то что там какие-то чувства потому что потребительское звук ручек это как влюбленность понимаешь когда год назад он ее обидел когда сказал ну все сразу что переспал с ридой и она подкинула труса в таком случае что у нее тоже влюбленность к сапсонову и она мне такая не реагируй не давая реакция что ты ходила тут ругала сестерёхину объяснить говорила два козла вонючек типа там ты с девкой разбирается в таком случае тоже влюблена в них просто за справедливость потому что люди быстро здесь забывают себя ну это понятно все мы быстро забываем потому что время быстро-быстро просто она это влюбленность он на тебя в это посмотрел у тебя такие глаза влюблённые у тебя аж депрессия в этой комнате что с тобой так реагирует у лерки что с тобой да я знаю знаю может быть не выспался может ты болеешь я уже болел ну после вчерашнего надежда человека и понимаете сейчас сложно разговаривать сложно верить сложно доверять мне вообще здесь сложно с ним нормально общаться я тебя прекрасно понимаю лир но я много лир очень грубо повел себе в твою сторону не знаю я вчера думала до спортзале я хотел вчера еще подойти но я положил на сегодня почему-то понимаешь после спортзала потому что в первых поздно было я пришел во сколько в два лир я хочу продолжать так же общаться цыпленок жареный цыпленок пареный цыпленок тоже хочет жить его поймали арестовали велели замуж что-то мне это что там его за что-то видели паспорт показать да он паспорт выну по морде двинул и попытался убежать за ним погоня четыре слона и полицейская свинья свинья бежала сосы порвала и попыталась убежать а дальше я не помню цыпленок жареный вот олежка хочешь хочешь повеселиться возьми олежку олеженька пельмеженька вот когда женщина твоя тогда уже она может сечь а так видишь как ты ты пока весь всех всех девчонок по помацать по расчесывать тебя ты для утех ты вот просто для утех действительно мужчина для утех мыши кушали кактусы кололись но продолжали кушать как бы ты там ни надувала не облизывала свои губы у тебя все равно две челки и усы мне лучше или ни с кем не общаться с девочек или не с теми точно кто меня раздражает олег майами не отказывает себе в ласках паре третяковой но при этом также позволяет оксане рязко заигрывать собой а валерия мастерко не выдержав очередных вопросов о ее отношениях с алексеем самсоновым попыталась сбежать со стройки но стремительный лёша остановил девушку и даже успокоил что дало повод многим участникам задуматься о том что лера до сих пор влюблена в парня киевская русь в темном лесу жил соловей алексей разбойник два других богатыря серёжа и лера с кадыком с ним боролись кого же получится остановить соловья спросим у давать спросим у венца одна жизнь я подолчу спросим что нет но венца мы спросим чуть позже а сейчас действительно давайте поговорим о соловье алексея самсона и вот и поговорим о нем конечно же с лерой мастерко который с ним сегодня замирилась ты конечно же сияешь все замечательно ты очень страдала переживала сейчас у тебя все хорошо но не все хорошо твой молодой человеку сергей как быть с этим но сияю от того что потому что сколько у меня там копилось копилось в итоге сегодня плакала весь день и все выплакала и все хорошо и серёжей и с лёжей пообщались и выяснили то есть сергей было приятно наблюдать за твоими слезами по алексею в течение дня ты считаешь слезы были не по алексея слезы были вообще отсидеть накопишь ситуации вот такой бываешь ты тоже плачу кучу тебя поймет каждая девушка что когда на с человеком который тебе очень дорог и близок ты в ссоре на душе очень тяжело и плохо и действительно ты плачешь а потом когда камень с души как бы обрывается улыбка на лице и все хорошо все и конечно после того как ты помирилась алексеем настроение твое улучшилось безусловно нет меня поймет наверно именно конкретно участие телепроекта дом 2 который искренне относится к дружбе если например ты на одной территории живешь и ругаешься с человеком то понятно неприятно все что выливается и поэтому конечно было не неприятно на территории у меня что-то из-за стрункина или за токаревой так ревела но что за бред вообще это абсолютно не так понятное дело что к алексею у тебя никогда ровно душа не лежала да и не только как другу а здесь история которая намного глубже и больше чем просто дружба и вот мне теперь непонятно какую роль во всей этой истории играет сергей я принципе все понимаю леру то есть никаких там обид зла на нее не держу и понимаю что слезы были не того что там она плакала за кого-то там просто ее на самом деле крица допекли уже каждый ходит провоцирует выводит я просто на эмоции вот она говорится девочка маленькая хрупенькая издалась чуть можно сказать да да можно я просто лерка сейчас отнекивается потому что понимает что ответного ответа от лёши она не добьется как не добилась тот раз и сейчас просто удобнее находиться рядом с серёжей пролечивать его говорит что чувств к лёхе нету вот и все а серёжа его понять можно ему с леркой удобно переживает голосование у него иммунитет в виде леры так как она но все равно старенький участник он думает что с ней будет ему удобнее хотя вчера и сегодня пока все были на стройке катька рассказывала что они умело общались сегодня он подходил к даше говорил о том что дальше ты меня приняла бы как мужчину к себе себе я пошел к тебе то есть я не думаю что он искренне к ней относится и поэтому ну он не ему без разница что происходит у неё с лёхой вот и все а оля привет ну что могу сказать я считаю что действительно позиции сергея в этом во всем неправильно не буду говорить уже очевидные вещи про чувства леры к лёше я считаю что серёжа сейчас как раз если он хочет действительно этих отношениях он должен сделать так чтобы самсонова вообще ваших вашем общении близко не было вот эти примирения которые они пошли это будет старой ситуации когда лёша с лерой вроде друзья а вроде какой-то флирт и вроде никого не ни у кого отношения не получается в частности у лера не получаются к сожалению отношения когда рядом лёша потому что лера в душе как влюбленная девушка любая надеется тешит себя холит и лелеет мыслью что лёша не все равно там сравнивает поэтому я бы на месте серёжа все-таки увела бы ее и вообще ну как-то увела бы запрещать конечно жестко но все-таки я подзадумалась бы насчет общения с лёшей илья привет россия вот я хотел бы сказать такие вещи что я считаю что примирение со стороны лёши произошло только лишь по той причине что лёша уже устал от грязи которая в нереальных количествах льется из лериных уст из уст ее мамы и он понимает что если он дальше не будет общаться с лера или как-то там я не знаю не сгладит эту ситуацию эта грязь будет еще в квадрате литься на него естественно ему это неприятно поэтому он выбрал такой как бы ну такую стратегию что своих врагов держи поближе и поэтому он сейчас пришел к его примирению а лере лёша нужен для того чтобы быть некой отговоркой ну в случае если серёжа ничего не выйдет если сейчас серёжа переметнется к даши ли расскажет да блин а ряд не не хотела мне вот лёша я его люблю безумно и поэтому я не зацепила мужика и все прошу людей сказать правду чтобы потом не пришлось вот за эти все свои слова отмазываться а все эти отмазки уже выглядит ну достаточно нелепо и неправдоподобно их можно ребятам просто сам вот ситуация если они не хотят так говорить да мы там не сможем никак вы вот как бы вытянуть из них все мне кажется ребятам надо просто заселиться в городские квартиры и пожить там и попробовать не надо в городские квартиры мы проведем другой эксперимент так называемый мы заселим алексея в отдельную комнату на втором этаже и сергея в отдельную комнату на втором этаже а лера решит собственно говоря куда больше ее потянет туда она и пойдет я с эбонитовыми палочками должна ходить я не знаю как ты будешь ходить пойдешь ли ты гадалки с благовониями будешь ходить понимаешь будешь вытягивать из шапки номера первая комната или вторая просто пойми для себя куда твое сердце тебя позовет туда и пойдешь понимаешь и вот не в женской не в общей кухне тусуйся целыми днями до проводи время там после для себя пойми где тебе комфортно где для тебя лучше а мы переходим к следующей теме это олег майами и опять же алексей самсонов ребят вот вас можно в какой-то мере посравнивать все вы ведете себя с девушками порой не очень корректно конечно и они вас без памяти влюбляются вы бросаете разбиваете им сердца но почему-то лёшу мы за это ругаем да ну он как-то топорно некрасиво все это делает а майами везде оставляет свои хвостики понимаете вот там оставит здесь оставит здесь оставит и виснут на нем эти девчонки все готовы ему прощать и вот непонятно почему с одного семь шкур сдираем а другого это вам вопрос надо олег как ты это делаешь ну научили меня просто лично устраивает меня-то не надо учить этому я люблю более жестко я начну с лёши да совет тут не поможет потому что дело в возрасте это не вот что касается девчонок да как бы ну сварьи с не проводил время оксана подходила к ней периодически гладила мне по голове девочки а может миниса олега надо спрашивать варь вот тебе зачем вот висеть весь день на олеге кучет и во первых на нем никто не висел мы просто сегодня уснули в женской спальне до днем просто прилегли то есть ничего такого не происходит знаешь ксюш никто прощать не собирается отношений я с ним не хочу мне просто нравится не проводить время вот и все оксана рязко давай тебя послушаем я не просто скучно а он мне как брат я даже сегодня ему говорила о том что ксюш он действительно мне родной и мы вчера даже задумались о том что с того потока который приходил в июне месяце мы с ним вдвоем остались и мы здесь уже много чего пережили вот из того потока суши отстань от меня олег отстань вот и я его не воспринимаю серьезно ксюшенька я знаю что варька его очень сильно любит и она готова за него рвать и метать просто олег ну хватит ну дай договорить ну пожалуйста вот слушай а илюх помолчи когда вот будешь восемь месяцев один и конечно что делать вот ксюш поэтому он моя некая одушина такая знаешь и наказал действительно он очень веселый он вот из других мужичков мы всей мужской спальни вот он и андрюха вот вот они хотя бы вот вдвоем вот как-то болтаю веселимся что-то придумываем там замечательно я хочу мнение послушать а жене кузин а по пока нам стало да привет я хочу сказать я абсолютно согласен словами ксении бородиной да все некими он и что действительно девочки не хотят обкакаться вот ну так я мягко говорю варвара конечно но ты очень смешно смотришь со стороны варь как бы ты там не надувала не облизывал свои губы у тебя все равно две челки и усы это такой юн это это так смотри у меня лично вызывает эту улыбку если олег определится и подойдет к оксане и даст понять хотя бы на секундочку оксане или варваре да или той же кати колесниченко да или той же не знают даши два метра этот волейбольная команда сборной россии что он будет с ней и только с ней да любая сейчас каждая каждая да и причем это не от безысходности а прыгнет ему на шею в сумку клетчатую готова будет съесть чтобы он ее тащил волок через иструть на катамаране там по медвежьему говно через лес чтоб только они вместе все жили понимаешь вот поэтому оксана вот это твое вот это это мой братик у тебя все братья все твои родители вообще знают что у них столько детей позвони им обозначься скажи что ты нашла и вот это все так такая ложь твоих уст оксана потому что есть уж для тебя олег брат то я даю венцозубное сечение предпоследнее предпоследнее что что ты готова пойти на инцест понимаешь и переступить через все это родовое чтобы только быть с человеком полу рожа полу шарф ну что же финальная речь от тебя должна просто таки прозвучать ксюш ксюш вчера я ольге бузовой на тет от эти сказал что она действительно сказал что я развожу какую-то проституцию за из выражения до что я не могу определиться как то и кто и кто и кто и ксюш я пообещал и что это все прекратится но я не могу это все прекратить потому что все таки но они все таки как бы на меня к девчонкам тянет да но от каждой что-то отталкивает вот например сегодня я пришел к тому что у меня к варь как я подхожу да мне действительно нравится и целовать до приятные воспоминания и обнимать но ее дерзость и только она продолжает разговаривать так как 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 мужланка очень но очень бытловато отталкивает же я говорю вот спасибо вот оксана оксана ну тут как бы можно с юмором подойти но это уже не смешно действительно если бы она резец бы свой удалила перед я бы с ней начал встречаться сразу же но здесь даже не прорезец здесь даже здесь даже не прорезец этот говорил а просто ее ее ксюш ксюш ее улыбка ты мой ученик ты позволишь мне еще не за тебя стыдно вообще улыб улыбка ее ее неадекватное поведение меня тоже отталкивает а так в принципе тоже можно было что-то попробовать но конечно же мне ближе варя тут что-то что говорить вот олег но и коль сегодня мы ставим разные эксперименты меня для тебя тоже задание за неделю сделай пожалуйста так чтобы девушки полюбили алексея самсонов перестали его бояться чтобы вы чё говорить так вдруг как вот ты с ними общаешься так бы его не надо меня подставлять всю чё вы делаете вообще меня раздражает девочки кора все девчонки от тебя убегут мне смотри ксюш мне лучше или не скидывать тебе не придет в комнату и все мне лучше ксюш мне лучше или ни с кем не общаться с девочек или не с теми точно кто меня раздражает ксюш вы чё я не пойму а кто тебя раздражает но у меня вот тряска она меня раздражает я не могу с ней прямо активно с вами мы просто общаемся все чё в чем проблема еще неделю назад ты жил с тряской в городских квартирах она абсолютно тебя не раздражала кто она она меня раздражала блин в городских квартиру лёд 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 лёша лёд мыши кушали кактус кололись но продолжали кушать понятно ну что же это был телепроект дом 2 это вы мне обе по-своему нравится как можно меня и отстаял извините да вот ага обе хорошо скачу а что скачу вот ну как у меня там на лобную было чё первое обе олег а ты мог наедине варьке сказать про это разговаривать как быдло зачем было при всех на лоб на сегодня понимаешь я сегодня подхожу она опять ты что-то приспустись я взбесил опять когда когда начнется у тебя осознание того что просто все зависит от разговора если меняется твоя манера вот так вот разговаривать у тебя меняется все в твоей жизни все меня это сказала ты постоянно ты просто так это говоришь нет не просто так олег а что же мы когда сегодня они с тобой нормально общались и день и везде я тебе ничего такого не сказала сколько раз ты меня грубила честно вот это грубишь очень много когда мы в дом пришли этих красный грубил когда ну скажи мне не больше всего запомнилась настройки а потому что к настройке было понятно разговаривать вот это началось мне так взбесило вот это они мне обе нравятся по-своему олега тебе вот как ничего ничего не нет ну оксана резец исправит говорит я с ней встречаться при этом ты больше не подходишь ты обманешь поржать поржать и сам понимаешь что ты варьки прорезет статкан галия хочу что я в ней не могу стебе зайца кого трогать иди к оксане мне такие игрушки твои не нужны не нравится оксана 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 хочет понимаешь она как вы вижу и как вы понимаешь что она хочет но я не хочу на что надеются девушки увидишь сейчас вот сейчас приехала новенька аня увидишь майами щас будет к ней заливать заигрывать ну там неизвестно как там развивается для него для него не все равно понимаешь для него главное что-то новое ощущение олег он трус по сути по своей он как никогда в жизни не будет с новенькой участницей он всегда цеплялся за стареньких он бы жил с мастерко через силу он жил потом с колесниченко он жил потом с варей когда она более-менее здесь устаканилась и когда она здесь ходила как пацан размахивала руками ногами но она может из себя поставить есть не заселюсь этого он тебе такое говорил да он всегда он всегда сильные участницы только заселялся он так и признавался ему тяжело было ему тяжело было заселиться с новенькой он когда он с я не вот это его трудова не заселялся то что она новенькая была которая задойном пришла сваре вначале не заселялся до тех пор пока она вот какой-то период не пожила понимаешь на поляне что он олег ты чё он как он как клопу как лещ он 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 не тянет отношения он уцепляется за стареньких участников будет зарязку цепляться заварить за колесо за и будут это вот идти по кругу как белка в колесе здесь ни одна не нужна ты уже от того что вот делать нечего уже с ума сходишь можете на кастинг съездить а поеду ну потому что мы блин у девочек репутация понимаешь ты их по очереди мацию выглядеть это стрёмно мама молоко у нас есть да жалко жалко понимаешь девчонок они просто не могут пресечь понимаешь он они очень достаточно внимания мужского просто с ума сходить хотя бы это а на самом деле это не правильно знаете как получается у нас вот есть оксанка допустим и есть варя да вот если взять варю но она ладно фиксим поверим поверим что она влюблена внимание вот я просто считаю что оксана она наоборот вот здесь в этой ситуации выглядит как вот ну человек вот ну который готов на все уже хоть бы лишь бы мужик был рядом а это правильно так же с глебом не говорил а чё не так ну результат оксана я тебе всегда вот результат человека на проекте и что ты его изжила и радуешься нет я его не жила знаешь для того чтобы найти свое нужно очень долго постараться я считаю сан то что ты делаешь и позволяешь делать с собой парнями это не ну как бы не вариант меня вчера не трогал я все на силу сидит тебя под затыльника дает снег на голову сыпит и ты считаешь что ты проверяешь твою это или не твою набить или что я не понимал оксана когда надо ты можешь взять и пацана обсеять чтобы он так не поступал с тобой я прикалываюсь мне скучно я не так тебе не скучно тебе не скучно тебе просто олег нравится кучно тебе олег нравится тебе приятно получать от него внимание если бы мне давно бы уже оксана ты знаешь что он с тобой не заселится как-то мне сейчас разольешь молоко хочу он мне вчера говорил я тебя хочу потом идет и говорит варишь что я тебя хочу а в итоге что в итоге говорит что потому что это люди такие точно так как тебе претензии как за какой-то дерзать да точно так и к нему за ним мудрость держи какой-то кому то искать ведете как говно значит на малолетка вот реально малолетка ну что с него возьмешь он малолетка с ним ну что уже все он себя ведет ему по приколу ему нравятся эти треугольники просто нравится что обсуждаю он может бы и определился бы вел бы себя нормально и ему просто нравится знаешь как на как я бы поступила вот зная да допустим то что вот его надо ограничить от этой ласки твоей его и так все устраивает поверь если ты ему нужна он не сможет с ряской тусоваться думать о тебе он приползет все равно если он останется с оксаной как так как она все равно будет к нему наяривать значит и так нужно было вот так вот потому что я блин понимаю что а что офигенно на девочках девочками повалялся с лапочками понимаешь а на лобном осуне обсудили офигенно а высылась ситуация как будто я решила да что то ему это сит обсуждают в теме того что научи самсонова олегу майами предстоит за неделю обучить самсонова галантному обращению с девушками поскольку майами это хорошо удается ведь молодой человек даже на лобном месте объявил что ему одновременно симпатичны и оксана ряска и варвара третякова и конечно же варю это заявление за дело я понимаю что я в любом случае несмотря от независимо от как что там за мужчина будет на этом месте я лучше буду ну это не в самоотценке дело ничего я просто сама за себя да знаю но извините он это тоже знает он относится ко мне лучше я ему роднее но все же делает так что мы якобы на равных при всех а потом идет туда ко мне и говорит что ты обижаешься ты же знаешь что ты для меня самая родная вот это раздражает как ты можешь говорить о себе какая-то красавица и коса до пояса какая-то шикарная а так какая-то косая кривая да каждая женщина красиво только по-своему и найдется мужчина кривая и косая ну ты и я тебе это говорю в общем принципе оксана ты вот сейчас вот вышла ты не услышала даже чего варю до конца говорит она не говорила что ты какая-то плохая она сказала что я считаю я сама для себя самая лучшая я знаю себе цену с каждым у нас каждый считает а ты так что на ее наехал понимаешь самая лучшая ну тебе знаешь почему у тебя какой-то я для тебя нет я для тебя как кость в горле на проекте сентября месяца ты постоянно нас просто вместе противовес ставят и ты его кость в горле совершенно разные девочки совершенно разных нравов воспитания он поэтому дай нам поговорить ты симпатичный но я за искренние отношения серьезные понимаешь а ты не для серьезных отношений девушка от себя ты мне не по внешнему характеру вообще никак даша как девушка спокойно майки она не точно не готова к серьезным отношениям как минимум как минимум смени майку потому что это ужасная майка я хочу это что я желаю ужасном и а чё там наехал он и с адресом приходишь это майка нормальная зебра хамелеон это зебра которая сбилась уже домохозяйка возрасте опа что-то родилось не разваливай группа с нами тебе наоборот нужно но нормально с коллективом понимаешь вот тебе олежка полагать дал интересную фишку ты могла просто подыграть посмеяться он же шутил откровенно не то что там тебя а ты сидишь просто-напросто вместо того чтобы подыграть посмеяться все понимали что шутка ты начала психовать ты взяла весь задор весь юмор взял сбила пассивная сбросила а давно ты с таким разговорчивым стал ты ему сказал а ты когда разговорчивой станешь я это ты к рогарте и давут у тысячи разговарчивая ты считаешь ты по делу разговор что я тебе говорю нет какой он нет я я тебе говорю и эти гаймиты не хотят пример приведи можно быть за периметром это разговорчивая вот в рамках нашего шоу да я просто как бы здесь давно эти рубежуты не разговорчивой degree только сейчас говоря то что я говорю много но где-то вот Так я тебе и говорю, что ты разговорчивая Не там, где не нужно А где не нужно, мне не интересно лично Ты говоришь, а ты не можешь даже пример привести Где я не так сказала Ты не подскажи, где я не так что-то вставила Где я не так что-то сказала Сейчас ситуация Сейчас ты кардинально не права Не там не нужно разговаривать, проявлять свою грубость Иди к женской спаре, не подлизывай девочкам А расстаивай себя и свое мнение Ты вылизывай уже всем девочкам Ты неправильно сейчас говоришь Испарнями, с которыми ты потенциально можешь строить отношения Ты сидишь разговариваешь грубо Иди, поставь себя в женской спальне А потом мы и мы на тебя посмотрим Понимаешь, как уже наличность на какую-то А ты просто, ты здесь тряпочка женской спальни У меня объективное мнение В основе тебя тут ломают Никто меня не ломает Я никого никогда с задницы не лизала И лизать не собираюсь, понял меня? Выбирай выражение Не надо никогда мне так говорить Я никогда никому ничего не лизала Ну не чувствуется вот эта уверенность в твоем голосе Что ты прям вот хочешь так сказать Я тебе ничего доказывать не буду Ты доказываешь? Ты не боишься? Я доказывать не буду Я тебе просто сказала Что не надо мне так говорить Ты доказываешь, сидишь? Я никогда никому ничего не лизала Мне вообще без разницы Кто там что про меня говорит Ты понимаешь? Вам надо как-то, знаете, продумать Как остановиться Потому что А давайте продумать Потому что я тоже чувствую Я за вас Да Потому что Смотрите Собачество девчонок Вот со стороны Все ругаются Все кричат Все И непонятно Давайте не попадать с ними в один джанр То есть не предъявлять Вот это Не попадать с ними в один кадр Скинули Мастер-копия Варю вся страна читает Лошидзе Варю всю мужскую спальню Уже обсосала Облизала Фу Это бы Валера скинула? Нет Не писали Цитаты от мастер-копия А не много ли она На себя берет? А вы видите, что это она Давайте проверьте Чем? Лошидзе? А что, не видно, что мастер-кошный сленг? Я вам говорю Что вам нужно Как бы это Отходить от этого Зачем? Это две кандидатки на голосование Ну я не думаю, что они кандидатки Они такие же Яркие участницы, как и вы Как бы это ни звучало Для вас обидно В принципе Нет Кандидатки Скорее Адель и Даша Которые Ну Просто девчонки Которые вообще Ни в чем не участвуют